Меня зовут Кавпак Дмитрий Викторович, я врач-психотерапевт и доцент кафедры психотерапии, медицинской психологии и сексологии. Обычно мы проводим нашу конференцию по суицидологии достаточно камерно, она проходит в стенах 7-й психиатрической больницы клиники неврозов имени академика Ивана Петровича Павлова. Но в этом году мы в силу понятных обстоятельств решили сделать конференцию на свой страх и риск дистанционно, поэтому благодарим всех, кто пришел. Вы видите, больше шести сотен участников. Мы надеемся, что этот формат позволит нам преодолеть социальную дистанцию, позволит расширить возможности, количество участников, присоединения из самых далеких регионов или точек нашей планеты, не только нашей страны. И поэтому большая благодарность всем, кто откликнулся, нашел время и силы в это непростое время принять участие. И будем надеяться, что в интерактивном таком режиме нам удастся обсудить эту сложную тему, особенно в такие проблемные дни для всего человечества. Позвольте предоставить слово первому докладчику Евгению Юрьевичу Абриталину. Евгений Юрьевич – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой психотерапии, медицинской психологии и сексологии Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мичникова. А также он профессор кафедры неврологии и психиатрии Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова и кафедры психиатрии и военно-медицинской академии. Тема его доклада – профилактика повторных суицидальных попыток у подростков с психическими расстройствами. Передаю слово. Благодарю, Дмитрий Юрьевич, за представление. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я рад всех приветствовать на сегодняшнем мероприятии. Да, к сожалению, мы не можем общаться вживую, но есть определенные плюсы. Вот такое огромное количество участников, возможно, не смогли бы присутствовать на сегодняшнем мероприятии, не будь она онлайн. И мы на сегодняшней конференции говорим действительно о весьма непростых вещах и достаточно печальных, я бы сказал, вещах. Но потому и говорим о них, чтобы обменяться мнениями, чтобы обменяться своими представлениями и подумать о том, как мы лучше можем помочь и нашим пациентам, и в ряде случаев, может быть, самим себе. Мой доклад озвучен как профилактика повторных суицидальных попыток у подростков с психическими расстройствами. Я доложу вам о результатах некоторого исследования, которое было некоторое время назад проведено, да, и поделюсь, может быть, каким-то своим отдельно еще представлением. Единственное, что сейчас пытаюсь немножко убрать картинку, чтобы она мне не мешала. Так, ну, я думаю, она так. Итак, к сожалению, в современном мире, несмотря на все предпринимаемые усилия, количество суицидов остается достаточно высоким. Вот еще буквально несколько лет назад, по статистике 16-го, 17-го годов, 16-го как минимум, мы говорили о том, что во всем мире ежегодно погибает приблизительно около миллиона человек в результате самоубийства. Сейчас эта цифра снизилась, но тем не менее говорить о том, что у нас значительно прорыв в этой проблеме, наверное, преждевременно. Все-таки 800 тысяч человек – это огромная цифра, и это только официальная статистика. Мы прекрасно понимаем, что неофициальные цифры наверняка еще выше. Стоит отметить, что проблема не только в завершенных, но и в попытках самоубийства, а я в сегодняшнем докладе как раз неоднократно буду отмечать, попытки самоубийств – это, по сути дела, входные ворота в завершенное суицидальное действие. И поскольку мы говорим о подростках, то стоит отметить, что как раз среди детей и подростков самоубийство является одной из наиболее частых причин смерти. На сегодняшний день это третья ведущая причина смерти. Ну, я обычно на занятиях спрашиваю, а что коллеги думают по поводу первых двух. Сейчас я не буду, естественно, так провоцировать. Я сразу же скажу, что первое – это дорожно-транспортное происшествие, а второе – межличностное насилие. Вы видите, что эти причины, причем до недавнего времени самоубийство было на втором месте после ДТП, сейчас на третьем, но еще раз хочу подчеркнуть, что, наверное, это повод нам задуматься и о других проблемах, которые приводят к гибели детей и подростков, нежели говорить о том, что действительно здесь серьезные победы, серьезный прорыв в достижении определенных успехов в протилактике самоубийства. Ну, вот статистика немножко устаревшая, но, тем не менее, она показывает четко тенденции. И первое, на что я хотел обратить ваше внимание, и об этом я тоже буду говорить, о том, что даже маленькие дети, 5-9 лет, тоже совершают самоубийство, тоже совершают социальные действия. И существующий некий миф о том, что вообще дети не понимают, что такое смерть, и это, собственно, в какой-то степени профилактирует самоубийство. На самом деле, не более чем миф. Увы, статистика вы видите печальная. Ну, а по мере увеличения возраста число случаев самоубийств резко возрастает. И, к сожалению, Россия остается в печальных лидерах среди стран, которые как раз ежегодно демонстрируют высокие цифры самоубийств среди детей и подростков. Ну, сейчас, опять же, ситуация немножко меняется. Мы, вроде, уже в Европе, по крайней мере, не на первом месте. Однако, все равно остаемся среди тех стран, которые не могут пока похвастаться о том, что у нас существенно снижается число самоубийств среди детей и подростков. Почему, собственно, происходит вот то, что происходит? Почему в подростковом возрасте это один из наиболее значимых периодов, да, мы знаем о том, что подростковый возраст, средний возраст и уже возраст пожилой являются теми наиболее уязвимыми для появления субсидальных тенденций периодами. И если говорить о подростковом возрасте, то здесь, конечно, в первую очередь мы вспоминаем о кризисе, который возникает у подростка, кризис идентичности, о его непринятии, ни самого себя зачастую, ни внешнего мира, непринятии его внешним миром. Вот это вот депривация, которую он испытывает, которая подталкивает его к поиску выхода из создавшейся ситуации. Это конфликты с ближайшим окружением, конфликты в семье. Да, кризис поколения, мы всегда об этом говорим, о том, что никогда в полной мере друг друга не понимают разное поколение, но кто-то его преодолевает более безболезненно, а кто-то находит для себя выход в совершении суицидов. Ну и еще один момент, о котором стоит отдельно сказать, это эффект подражания, индуцирующее влияние. Сейчас большое внимание зачастую уделяется в средствах массовой информации различным резонансным делам, и в том числе самоубийством. И, к сожалению, в погоне за яркостью, за предоставлением информации в максимально захватывающем виде, в желании захватить максимальное количество аудитории, нередко не думают наши представители средств массовой информации о том, какой это может иметь эффект для подростков, которые как раз находятся в этот уязвимый период, и уязвимы в плане восприятия подобной информации. Ну вот, небольшой просто пример, наверное, все прекрасно помните о нашумевшем деле Синекит, который еще не так давно активно также обсуждался. И это так называемая игра, контент деструктивный, который представлялся в ВКонтакте, на некоторых других сайтах. Потом, когда его блокировали, были разные антисайты, на которые тоже выходили окольными путями. Я думал о том, что эта проблема практически ушла в прошлое, однако вот буквально несколько месяцев назад мне коллеги мои из психиатрической больницы сообщали о том, что вот появился подросток, который именно говорил о Синемките. То есть то ли это какие-то уже осколки, то ли это какие-то уже клоны. Сложно сказать. Но помимо Синего Кита появляются периодически такие деструктивные контенты типа Красная Сова, Львы, Мома, которые побуждают сначала совершать определенные действия аутоагрессивные, а в финале может быть и, собственно, побуждение к совершению суицидов. Но почему я сейчас об этом вспомнил в контексте индуцирующего влияние средств массовой информации? Мы проводили исследования под руководством главного психиатра Александра Георгиевича Сафронова в третьей психиатрической больнице в свое время. И почему, собственно, заинтересовались этой проблемой? Потому что количество подростков, в анамнезе у которых упоминались связи с этой игрой Синепит, стало резко возрастать. Поступали они буквально подряд. Вот вы видите статистику небольшую на карту календаривания, когда эти были поступления. И что примечательно, что основные поступления, они как раз пришлись на март-апрель 2017 года буквально через какое-то время после серии активных публикаций в средствах массовой информации, по телевидению, в интернете об этой игре, о том, что происходит с подростками, которые включаются в эту игру, которые подчиняются кураторам так называемым. И подростки, которых мы наблюдали, часть из них скрывала свою связь с Синим Китом, но мы находили подтверждение этому в блокнотах, различные не татуировки, но расцарапанные изображения Синего Кита на коже. И кто-то из подростков, кто откровенно признавался о том, что они вступили в эту группу, рассказывали о том, что желание познакомиться с этой игрой у них возникло именно после ознакомления с публикациями о данном контенте. Не после того, как им сказали знакомые, потому что они об этом знали и раньше, а именно после того, как активное освещение произошло в средствах массовой информации. Подростки очень впечатлительно. Мы все весьма впечатлительны и подвержены влиянию средств массовой информации. Стоит ли вспомнить буквально недавний ажиотаж по весне, связанный с началом пандемии, какой был мощный информационный посыл, даже в какой-то степени прессинг, который преследовал определенные цели. Да, они во многом были достигнуты, но, тем не менее, были и результаты, что называется, обратные, когда тревожные личности демонстрировали панические приступы на фоне того, что еще не произошло, на фоне ожидания тревожного, что с ним может произойти. Но, возвращаясь к теме подростков и индуцирующего влияние средств массовой информации, возникает невольно вопрос, а надо ли вообще освещать деятельность подобного рода деструктивных интернет-групп в средствах массовой информации? Ведь, с одной стороны, родители, подростков, с которыми мы общались, некоторые из них узнали о том, что их ребенок принимает участие в синем пите, именно потому что получили эту информацию из СМИ. То есть они обратили на те признаки, которые были у их подростков, и это послужило дополнительным поводом для обращения к психиатру. С другой же стороны, вот если ориентироваться на то, что нам сообщали сами подростки, индукция интереса у них к этой теме как раз-таки и возникла после активного освещения в средствах массовой информации. Вообще, дискуссия по поводу того, насколько подобного рода контенты имеют право на существование, она должна быть полностью прекращена, если мы вспомним о том, что существует у нас федеральный закон о защите детей от информации, подчиняющей вред их здоровью и развитию. И там есть четкое положение о том, что к информации, запрещенной для распространения детей, относится информация, побуждающая их к совершению действий, представляющих угрозу их жизни или здоровью, в том числе подчинению вреда своему здоровью и самоубийству. И в этой связи средства массовой информации, на мой взгляд, должны быть особенно осторожны, ведь были даже опубликованы рекомендации освещения в СМИ информации о случаях самоубийств, среди которых особенно обращает на себя внимание то, что не стоит публиковать информацию о суициде на первой полосе. Нельзя романтизировать смерть погибшего и не представлять ее как разумный способ решения тех проблем, с которыми столкнулся индивидуум, ну, если мы говорим о подростках, то о подростках. Никаким образом не искать виновных. И, что особенно важно, не столько, может быть, освещать то, что случилось, сколько предоставлять информацию возможных альтернатив выхода, решения этих проблем другими способами, размещать информацию о ресурсах социально-психологической, психотерапевтической и психиатрической помощи. К сожалению, у нас этой информации зачастую недостаточно, и особенно в кризисной ситуации подросток, его родители могут эту информацию просто не найти. Она должна быть доступна и должна быть максимально приближена к населению. Ну, сам по себе эффект Вернера, я думаю, Вернера, извините, я думаю, вы примерно представляете. В свое время после суицида, который был осуществлен в футболистов и широко был освещен телевидением в Германии, прокатилась серия подражающих самоубийцев. А средства массы информации могут оказывать и столь значимое влияние на наши умы, наш разум, что эффект может быть и обратным. И вот этот эффект, который был назван эффектом папагена, его как раз и стоит использовать нашим средствам массовой информации. Но, к сожалению, не всегда они как раз делают то, о чем я говорю, а чаще мы сталкиваемся с негативной информацией. Вот те мифы о суицидальном поведении, которые я уже отчасти затронул. Ну, в частности, что дети не совершают самоубийств, так как они не понимают, что смерть — это конец. К сожалению, один из первых слабых, которые я продемонстрировал, полностью это опровергает. Что еще важно отметить, что, конечно же, самоубийство — это никогда не может рассматриваться как нормальная реакция на ненормальную ситуацию. Здесь возникает невольно вопрос, а можем ли мы считать тех лиц, которые совершают суицидальные попытки, психически здоровыми. Вопрос этот на сегодняшний день остается весьма дискутабельным, но стоит отметить, что в момент совершения, собственно, суицидального действия, наверное, полностью психически здоровыми индивидуально назвать сложно. Да, мы не можем говорить о том, что здесь есть однозначные признаки психической патологии, но и нет признаков психического здоровья. Вот это вот терминологическое немножечко с одной стороны путаница, с другой стороны разведение этих понятий достаточно важно для ряда аспектов, которых я еще скажу в течение сегодняшнего доклада. Ну и что еще хотелось бы отметить, что существует определенное тоже такое искаженное представление, о том, что человек, который пытался покончить с собой, больше никогда этого делать не будет. Однако на практике мы видим, что как раз таки наоборот попытки самоубийств предшествующие, которые мы в анамнезе обнаруживаем, являются наиболее значимым фактором риска повторения суицидальных действий в дальнейшем. Среди клинических детерминант одним из наиболее значимых являются психические расстройства. Ну вот я уже этот вопрос отчасти стал озвучивать. Если обратиться к той информации, которая представлена на слайде, то считается, что доля лиц с психическими расстройствами среди суицидентов может достигать почти 90 процентов. А среди тех 10 процентов лиц, которые не имеют четкого диагноза, могут наблюдаться определенные отклонения, которые характерны для лиц, урешающих суицид. И дискуссия по поводу того, как обозначать вот именно этих лиц, формально они не имеют признаков тех психических расстройств, которые мы на сегодняшний день верифицируем, но и здоровьем это назвать в полной мере, как я уже сказал, невозможно. И эта дискуссия, она важна еще не только в клиническом контексте. Да, если вспомнить о том, что суицидентов, как правило, не отпевают в православной церкви, именно мотивируя тем, что это выражение воли, и человек должен противиться греховным помыслам, то, если мы рассматриваем все-таки с позиции психического нездоровья, этот момент может быть в перспективе и, наверное, пересмотр. И сейчас, вот общаясь с некоторыми батюшками, более мягко, так скажем, относятся не так категорично к этому аспекту, как это было раньше. Однако нельзя не отметить, что для некоторых потенциальных суицидентов отсутствие отпевания церкви может быть и сдерживающим фактором. Но вот этот вопрос, он, конечно, нуждается еще в дальнейшем обсуждении. Ну и что касается результатов исследования, которые мы проводили. Мы обследовали группу подростков в возрасте от 11 до 17 лет включительно, которые поступили в психиатрический стационар в результате суицидальной активности, которая имела место в прошлом, либо непосредственно предшествовала и была причиной для поступления в стационар, либо имела место быть в анамнезе. Но у всех подростков, которые были госпитализированы, были диагностированы психические нарушения. И мы проанализировали и те способы, которыми прибегали подростки, и мотивы, которые побуждали их к совершению этих действий. Мы постарались определиться с суицидальным риском, как его просчитать и как можно прогнозировать суицидальные рецидивы. Из подростков, которые были нами обследованы, было выделено три основных клинических группы. Первая группа — это подростки, совершавшие суицид в результате реакции на тяжелый стресс, нарушение адаптации, в результате мощной психогенемии, так скажем. Вторая группа — это подростки, которые имели, как правило, еще и до текущей госпитализации определенные психические отклонения, личностные патологии, зависимость от психоактивных веществ, и кроме этого у них были признаки расстройства адаптации. Ну и третья группа — это подростки, которые совершали суицидальные действия на фоне расстройств психотического уровня. И, собственно, в момент госпитализации у них также наблюдались психотические проявления актуальной психотической симптоматики. Что касается характера и мотивов совершения суицидальных действий, то можно сказать о том, что формировался так называемый суицидогенный конфликт. Только в случаях с первыми двумя группами, где подростки были с расстройством адаптации и коморбидными, во второй группе личностными патологиями зависимости от психоактивных веществ, этот суицидогенный конфликт, он был связан в основном с нарушениями внутрисемейной коммуникации. Причем для употребления психоактивными веществами служило у подростков второй группы как раз причиной нередко этого конфликта. И во многом у подростков основной мотивацией служило как раз стремление в той или иной степени воздействовать на социальное окружение путем совершения суицидальных действий. Это нельзя назвать в полной мере демонстративно-шантажным поведением, поскольку суицидальные попытки были некоторые весьма серьезными. Но когда мы детально разбирались в том, что случилось, именно воздействие социальное окружение выделялось подростками как ведущий мотив. Что касается третьей группы подростков с психотическими расстройствами, то здесь причиной суицидогенного конфликта были психопатологические расстройства, различные мучительные сеностопатии, да, и с аналогизирующей целью подростки совершали аутоагрессивные действия, были и самопожертвования по бредовым механизмам, ну и подростки в определенной мере как бы убегали от жизни, да, вот у них формировалось суицидальное поведение, в определенной мере являвшееся способом реагирования в том псевдореальном суицидальном конфликте, который был сформирован под воздействием психотических переживаний. Наиболее часто среди девушек с расстройством адаптации наблюдались медикаментозные отравления, а юноши предпочитали самопорезы. Ну а пациенты с психотическими расстройствами нередко выбирали более летальные суицидальные способы самопровешивания, падения с высоты, тяжелые ранения, электротравмы. Но мы не анализировали завершенные суициды, а работали именно с подростками, которых удалось спасти. Поэтому здесь статистика такая немножко условная, конечно, не в полной мере отражает все способы и мотивы, которые могут быть среди таких подростков, но позволяет нам сделать определенное представление о целых тенденциях в этих аспектах. Ну и вот еще один аспект, на котором стоит заострить внимание, это то, что практически каждый второй подросток совершал аутоагрессивные действия в состоянии алкогольного опьянения. Вообще дискуссия по поводу того, насколько алкогольное опьянение способствует или провоцирует совершение социальных действий ведется достаточно давно. Но вот в нашей выборке дельный вес пациентов, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, непосредственно перед совершением испытательной попытки, среди подростков с пограничными так называемыми психическими расстройствами, вы видите, половина и более. Причем, понятно, что у пациентов в зависимости от психоактивных веществ этот процент был, естественно, выше. Но и подростки с психотическими расстройствами в ряде случаев также совершали на фоне алкогольного опьянения, хотя в целом действия с высоким риском летальности чаще все-таки совершались ими в трезвом состоянии. То есть здесь алкоголь уже не имел такого значения, как среди подростков первых двух групп. Может ли алкоголь способствовать совершения суицидальных действий. Дискуссия по этому поводу позволяет поставить нам несколько, сделать несколько определенных выводов, определенных представлений. И, конечно, мы говорим о том, что алкоголь во многом облегчает суицидальные действия, которые, возможно, до этого были в таком латентной суицидальной мысли, которые были латентные. алкоголь может повышать агрессивность, конфликтность, усугублять тот психологический дискомфорт, который уже был до его принятия. Но и, кроме того, алкоголь может провоцировать более легкое возникновение различных аффективных, импульсивных реакций, на фоне которых могут совершаться суицидальные действия. В конечном счете прием алкоголя может быть как причиной, так и следствием микросоциальных конфликтов, которые могут приводить к суицидальному поведению. И если посмотреть на цифры обнаружения алкоголя у лиц, совершавшие суицидальные действия, в среднем можно сказать, что порядка 30% все-таки среди взрослых аудитории это лица, которые совершают суицидальные действия на фоне именно приема алкоголя. Само по себе алкогольное опьянение напрямую не связано с суицидальным действием, но оно может способствовать выбору более брутального, более летального способа и вследствие этого увеличивать риск завершенности суицидальных действий. Возвращаясь к нашей группе подростков, которых мы обследовали, мы проводили, сформировали, вернее, в процессе исследования определенный алгоритм, который был разделен на диагностические, лечебные и профилактические этапы. В диагностическом этапе это было определение медикаментозной терапии, которая необходима была подростку на стационарном этапе, ну и в дальнейшем на амбулаторном. Разработка психотерапевтической тактики и оценка индивидуальных критериев суицидального риска. Причем, конечно же, нельзя сказать, что вот диагностический и лечебный этап, они были однозначно разделены, потому что в зависимости от состояния подростка, если он требовал применения ургентных мер, не эмоционного характера, то, в общем-то, эти диагностические процедуры проводились во многом уже после того, как ургентные мероприятия завершались. Но анализируя полученную информацию, мы все-таки старались придерживаться этой схемы. И после того, как уже завершалось стационарное лечение, определялись критерии суицидального риска, формировались индивидуальные программы по профилактике повторных суицидов. И для формирования вот этих программ нами были отобраны основные критерии суицидального риска, среди которых были выделены три основных группы. Здесь представлены те критерии, которые показали свою корреляционную значимость с степенью серьезности суицидальной попытки. Среди них вы видите клиник-аномнестические, психологические критерии и психопатологические. Наиболее высокую значимость представляли среди клиник-аномнестических неудовлетворенность материально- бытовыми условиями, нарушение внутрисемейной коммуникации. Среди психологических критериев это средняя либо низкая самооценка, пассивно-оборонительный или неопределенный механизм реагирования в конфликтной ситуации. А среди психопатологических критериев это депрессивный компонент в структуре психопатологического синдрома. В дополнение к этому еще анализировался фактор повторности суицидальных попыток, и он тоже показал свою высокую значимость, высокую степень статистической достоверности. Вот на этом слайде как раз представлено уже разделение этих критериев среди двух групп с низким риском суицидального рецидива и среди лиц с высоким риском суицидального рецидива. И вы видите, что среди лиц с высоким риском суицидального рецидива наиболее значимыми факторами являются суицидальные попытки в анамнезе и депрессивный компонент структуре психопатологического синдрома. Это вполне объяснимо и совпадает с результатами многих исследований, но нам удалось просто все это еще раз математически проанализировать и построить, так скажем, модели, с помощью которых можно определять, какую дальнейшую тактику профилактики целесообразнее предпринимать при работе с такими подростками. Повторность суицидальных действий, как я уже говорил, это один из наиболее значимых факторов. Наиболее значимых факторов, на которые мы обращаем внимание. Не случайно, когда мы беседуем с пациентами самыми различными, мы спрашиваем у них о том, были ли суицидальные попытки среди их родственников и у них самих, естественно. И обращаем на это внимание, даже если в настоящий момент актуальной суицидальной активности не наблюдается. Ну вот вы видите такую красную яркую цифру, что среди лиц, совершавших суицидальную попытку, риск повторного суицида примерно в сто раз выше, чем в общей популяции. Даже существует такое понятие, как репитер, то есть это человек, который повторяет суицидальные попытки. высказывалось мнение о том, что это отдельный суицидальный фенотип. С помощью методов нейровизуализации пытались и пытаются выявить определенные действительно нейроволюционные физиологические особенности так называемого суицидального мозга. Ну, пока эти работы еще не дали нам однозначную, так скажем, информацию, которую мы можем трактовать, как то, что найдены корреляты суицидального поведения нейровизуализационные, однако в перспективе, возможно, что-то подобное появится в нашем арсенале. И, к сожалению, помимо того, что суицид в прошлом это определенный маркер, на который мы обращаем внимание у человека, повторяющегося суицидальные попытки, со временем, могут утяжеляться эти попытки, и с каждым последующим разом репитер может выбирать более летальные, более заведомо тяжелые способы самоубийства, приводящие к печальному исходу. Среди тех подростков, которых мы обследовали, мы в итоге построили два алгоритма профилактических мероприятий, которые были направлены на лиц с низким уровнем суицидального рецидива, и здесь в основном отдавалось предпочтение психотерапевтическим мероприятиям, но речь идет уже именно об амбулаторном этапе, о этапе после выписки. А среди лиц с высоким уровнем риска суицидального поведения, помимо психотерапевтических мероприятий, конечно, большое значение имела и сохраняющаяся психофармакологическая коррекция. Сочетание вот именно психофармакотерапии и психотерапии как раз в эту группу лиц с высоким уровнем риска в основном вошли подростки с психотическими расстройствами и подростки второй группы, то есть коморбидные с расстройствами адаптации и личностными нарушениями и зависимости от психоактивных веществ. А подростки, у которых в основном все-таки были психогенные социальные действия, больше нуждались в психотерапии и мероприятиях социальной направленности. Стоит отметить, что в ходе работы мы отдельное внимание уделяли вот тем звеньям социального окружения подростка, которые нередко работают независимо друг от друга. Да, это психиатрические, преподавательские и семейные звенья. И каждый по-своему пытается помочь, педагоги по-своему, родители по-своему, психиатры по-своему, но вот совместного взаимодействия, к сожалению, у нас зачастую не наблюдается. Для этого есть определенные причины и объективные, да, мы не знаем, как обмениваться данными, как это сделать наиболее правильно по всем позициям. Для этого нет и соответствующего финансирования, и соответствующих нормативных актов, но для этого есть и определенные субъективные причины, да, каждый представляет немного по-своему ту помощь, которую можно оказать подростку. И вот в процессе работы мы формировали, ну, так называемые пилотные все-таки центры кризисной помощи, все-таки они располагались функционально в диспансерах, но фактически это было функциональное объединение психолога и психиатра, психолога школьного и психиатра диспансера, которые регулировали вот взаимодействие этих звеньев и общались с педагогами, объясняя, как нужно себя вести и что нужно, а что не нужно делать, и, конечно же, с родителями. Ну, и в итоге, анализируя в дальнейшем вот работу таких пилотных центров, закономерно, что среди подростков с пограничными психическими расстройствами эффективность предложенного алгоритма была несколько выше. рецидив у подростков с ограниченными расстройствами наблюдался примерно в 13% случаев, а у подростков психотическими нарушениями, вы видите, цифра это гораздо выше. Конечно, остается достаточно много вопросов по тому, как можно было бы реализовать подобного рода идеи, и говорить о том, что это модель, которую стоит сейчас активно принимать на оборужение, наверное, преждевременно, но вот предложения, которые удалось формировать в результате этой работы, мы хотели бы в дальнейшем также изучать и, возможно, реализовать в других проектах. Благодарю вас за внимание, коллеги, если есть вопросы, я готов на них ответить. коллеги, пожалуйста, вопросы. Можно, я думаю, включить микрофоны. Василий, есть ли такая возможность участников включить микрофоны, чтобы более интерактивный характер был? Возможно, есть, конечно. Можно поднять руку, есть такая функция в зуме, можно написать просьбу в чате. Коллеги, поэтому давайте попробуем сократить социальную дистанцию активной жизненной позиции, в том числе и пока вижу, да, в чате один вопрос, с чем связаны суициды детей 5-9 лет. Да, это тот вопрос, который наиболее непонятный, так скажем, да. Существуют разные представления. С одной стороны, часть все-таки даже этих маленьких деток имеют психические нарушения, и они являются основой. С другой стороны, в публикациях встречалась информация о том, что, собственно, непонимание, да, вот, отсутствие четкой дефиниции между жизнью и смертью у деток в силу их возраста зачастую тоже может формировать и своего рода поисковую активность, так сказать. Хотя и некие импульсивные моменты тоже присутствуют, несмотря на то, что это маленькие дети, и они еще не способны, может быть, выбрать однозначно какие-то летальные способы, но статистика просто вещь упрямая, она улавливает уже непосредственно результат, без, может быть, иногда анализа всего того, что предшествовало этому. Поэтому пока примерно так, хотя этот вопрос, он практически, что называется, еще не изучен. несмотря на небольшие цифры, такие случаи имеются, к сожалению. Целый ряд появился в чате вопросов. Евгений Юрьевич, если есть возможность прокомментировать какие-то. Так, я пролистаю немножко. сертификаты, это не вопрос. А, 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 а. Так, какие методики использовали? Методик было достаточно много, ну, были психометрические шкалы, которые мы использовали, работал и психолог. Сейчас я на скидку вам в полной мере не отвечу. Была и индивидуально разработанная Анкета для, собственно, вот, кросс-анализа мотива способов. Поэтому там была батарея, так скажем, тестов и методик. Репитеры являются лицами, которые повторяют истинные попытки, а не демонстративные. Значит, нет, репитерами по-разному. Репитеров называют все-таки лица, которые в принципе повторяют попытки, а деление такое на то, что это истинные либо демонстративные шантажные, уже при анализе, собственно, этих попыток, не при анализе репитеров, не при анализе самого факта. Как прекратить суициды детей, что может сделать семья, а что психолог? Но это вопрос, который, как раз, возможно, не на один доклад. Здесь однозначно ответить не запросто, но самое важное, что нужно подчеркнуть, это то, что и психолог, и семья должны в одном ключе функционировать. Психолог должен помогать семье справиться с этой ситуацией, ребенок не должен становиться никаким образом изгоем, с одной стороны, а это нередко происходит в обществе, либо стараются вообще не затрагивать эту тему, и всячески избегают любых напоминаний, что иногда чрезмерно искусственно ребенок это тоже может чувствовать, либо напротив, игнорируют, вы знаете, особенно если, ну сейчас я уже говорю не столько о семье, хотя в семье тоже могут быть и другие дети, и родители, к сожалению, далеко не всегда понимают, как себя вести и осуществляют интуитивно совершенно неверные действия. Но в большей степени проблема касается вот школьного коллектива, потому что, возвращаясь в социальную среду, в которой нередко как раз и возникали эти механизмы, побуждающие подростка к совершению существенных действий, ему достаточно сложно возобновить коммуникации, и вот здесь помощь нужна, конечно, и семье, и психолога, ну и педагога, которому нужно понимать, как себя вести, что с этим делать, то есть на что обращать внимание, где нужно уделить это внимание, и в зависимости от того, что послужило причиной, вот с этой, собственно, причиной и работы, в каждом конкретном случае это что-то может быть свое. Возможно, да, и семейная психотерапия, может быть, и, опять же, ну, сочетание медикаментозной коррекции с психотерапической работой. Жизнь в случае отсутствия явных психических расстройств. Ну, я, вопрос, скажите, пожалуйста, насколько часто из подросткового периода перетекают попытки суицида во взрослую жизнь в случае отсутствия явных психических расстройств? Не готов сказать какую-то именно цифру, статистику, но вот по моим наблюдениям достаточно часто, так скажем, среди суицидентов молодого возраста, ну, наверное, как на скидку, около трети из них имели как минимум аутоагрессивные действия. Не всегда это было суицидально, потому что суицидально могли быть, но в подростковом периоде уже что-то было. Могут ли психологи работать с суицидентами, либо только психотерапевты имеют право работать с такими пациентами? Ну, здесь вопрос уже юридически, значит, если говорить о результатах нашей работы, психолог работал в тандеме с психиатром, да, и, собственно, они определяли совместно уже степень компетенции какой-то подросток с высоким либо низким риском повторных суицидальных действий. А вообще по жизни, да, мы, конечно, говорим о том, что психологи могут работать, но также должна быть понимаемость степени ответственности и компетенции. В идеале должен быть мультидисциплинарный подход, мультикомандный подход, где работают и врачи, и психологи совместно. Есть три человека, которые подняли руку, может быть, мы дадим возможность еще устно кому-то высказаться, помимо письменных вопросов в чате, для как раз разнообразия взаимодействия путем электронной платформы. Коллеги, кто поднял руку, включите, пожалуйста, микрофон и задайте вопрос устно. Я включаю микрофон, прошу включить Ружову СИ, СОЖ-3, город Кыштым. Если вы ее видите, то у вас появилась возможность включить микрофон. Пока не слышу обратной связи, поэтому следующий участник Елена. Также вам позволено включить микрофон, вам нужно выскочить. Да, да, добрый день. Я, в принципе, достаточно коротко услышала ответ на свой вопрос, но все-таки я его задам. Проверяется ли как-то диагностически психическое здоровье родителей при случаях суицида подростков и детей? Спасибо. Хороший вопрос. Значит, в рамках существующего законодательства, конечно, когда психиатр работает с ребенком и он обращает внимание на то, что у родителей есть определенные признаки душевного мнения о благополучии, то деликатно, косвенно он может, так скажем, провести, но это будет в любом случае неполноценный осмотр, который может осуществляться только по согласию взрослого человека. Мы вот в работе с нашими подростками были ситуации, когда мы понимали, так скажем, о том, что здесь есть семейное неблагополучие по психиатрической части и в большей степени уделяли внимание именно взаимодействию психолога и педагога. Потому что, к сожалению, без согласия в рамках существующего законодательства мы не можем повредить на семью в полной мере. Ну, все сугубо индивидуально. Этот вопрос тоже весьма-весьма прост. Ответил я на вас, на ваш вопрос? Да, спасибо. И пользуясь случаем все-таки, пока мне предоставили эту возможность, я хотела бы уточнить, существует ли какая-то программа, может быть, унифицированная, которая утверждена образованием, которая помогает педагогам более глубоко изучить эту тему в школах, я имею в виду, в образовательных организациях? Насколько мне известно, нет, существует только обучение, кризисная помощь для психологов. И потом, во многом, на уровне уже индивидуального энтузиазма, они проводят подобно обучающие какие-то встречи с педагогами. Но вот чтобы были именно какие-то программы утвержденные, я не слышал, не готов сказать, по крайней мере, с кем из педагогов я общался, они не знают. Ну, либо они есть, но они их не знают, либо их нет вообще. Единственное, что были различные методические рекомендательные письма, но они, как правило, носили общий характер, не предполагали какой-то действительно системы для того, как действовать по какому-то определенному, более-менее понятному алгоритму. А общие рекомендации, ну, мы их примерно все представляем. Еще вопросы, коллеги? Есть вопросы в чате, но их достаточно большое количество. Я боюсь, что на все не удастся ответить, но на те, которые удастся... Да, насколько эффективно можно работать с подростком, ребенком, совершающим самоповереждающие действия, имеющим мысли о суициде, если основные проблемы данного поведения идут из взаимоотношений в семье. Но члены семьи не идут на изменения своих стратегий воспитания. Есть ли какая-то статистика? Я так на вскидку сейчас не готов сказать, хотя работы такие по этой тематике, безусловно, встречались. Точную статистику просто не скажу. Насколько эффективно? Конечно, это менее эффективно, чем тогда, когда мы сталкиваемся с комплоентами, понимающими вообще ситуацию родителями. Но как раз для этого и нужна интеграция этих разных звеньев, чтобы понимать, в случае недостатка в одном звене, мы должны были бы усилить свои интервенции в других звеньях и в какой-то степени пытаться компенсировать. Да, школа тоже обладает большими ресурсами. Другое дело, что они не в полной мере используются. Дети некоторые сами не хотят возвращаться в семьи, в которых они чувствуют это непонимание неприятия. Поэтому они хорошо, если будут в школе и найдут возможность реализовать себя в различных кружках, секциях с педагогами, в работе с ними. А в другом случае они просто идут на улицу. И здесь как раз при работе, к сожалению, у нас не столько первичная профилактика, сколько все-таки вторичная. Мы уже говорим о подростках, которые совершили это действие и начинаем думать о том, что же дальше сделать, чтобы предотвратить повтор. А как это первично профилактировать? Ну, некоторые авторитетные весьма профессора иногда заявляют, что первичный суицид он практически не прогнозируем. Первый суицид, вернее. Но это совершенно не значит, что мы не должны никаких усилий в этом отношении так понимать. Исты, педагога, психолога, персональные обсуждения, какие? Где есть алгоритмы или посоветовать? Ну, вот я уже отчасти ответил, что как таковых алгоритмов на сегодняшний день практически нет, есть только общие рекомендации. Так, терапию хотел поговорить, тот же Гёте, как отрицательное воздействие. Но это вот в контексте эффекта вверх, наверное, то есть если мы говорим о неком психотравмирующем влиянии определенной литературы, если говорить собственно о библиотерапии, так она должна все-таки проводиться под руководством специалиста, а не как таковые просто рекомендации о том, что вы почитаете это, и вам это в чем-то поможет. Любая информация, которую получают подросток, она должна быть грамотно утилизирована, обсуждена с ним. И почему возникает индуцирующее влияние отдельных произведений на подростка, по всей видимости, связанных с тем, что есть определенная почва, которая унизвима и с которой нужно работать. Педагогики в целях профилактики суицидов не готов сказать, честно говоря, по поводу педагогики не так, наверное, глубоко в эту проблему подвожу. У нас есть еще поднятая рука, можно дать. Николай Никитин, пожалуйста, можете сказать слух. Здравствуйте, спасибо большое за ваш доклад. Я хотел обратить внимание на такую тему, как библиотерапия в качестве позитивного влияния. И в качестве отрицательного, то, что вы сказали, эффект Вертера, Геотта, произведения, что на подростков, безусловно, как на более восприимчивых личностей людей, в период более восприимчивый, очень сильно влияет, естественно, и литература. В литературе, конечно, очень много примеров у нас таких, скорее сказать, не очень жизнеутверждающих. И сам я лично пытаюсь искать и коллекционировать, так скажем, книги, которые отвечают двум критериям. Ну, так для себя я определил жизнеутверждающие и высокохудожественные. Ну, чтобы это было, скажем так, в кавычках, психологически полезное влияние. Вот с этой точки зрения вы как-то вот к этому вопросу относились. Потому что, грубо говоря, даже вспомнив там влияние некоторых литературных произведений в лет, так, 19-20, ну, достаточно отрицательные были. И в том числе вот какие-то настроения. Тем более и поэзия в том числе. Спасибо. Ну, я в определенной мере повторю уже свой ответ. Любая информация, любое произведение, оно должно быть не просто прочитано, оно должно быть в идеале обсуждено. Я даже по своим детям наблюдаю, даются огромные задания, да, на лето прочитайте вот такую-то литературу, такую-то. Но многое из того, что дается, потом даже никаким образом не обсуждается. А как это воспринимает подросток, что он из себя вынес, для себя, вернее, вынес из этого произведения. Ну, а второй момент, конечно, немножко перекликается с вопросом, который я увидел в чате, насколько просмотр визуального контента, действенного, как истинного характера, однозначно вреден. Сейчас далеко не каждого подростка вообще можно простимулировать это чтение. К сожалению, эта проблема, она достаточно выражена, поскольку визуальный контент, который нам дают, дают нам интернет, различные сайты, он гораздо более интригующий, более захватывающий. И информация, которую они получают через этот контент, нередко ими усваивается быстрее, чем через литературу, которую они весьма неохотно иногда читают. Но, конечно, мы не можем поставить какие-то очень жесткие рамки, вот это только хорошо, а это только плохо, потому что такая дихотомия, она, в принципе, невозможна. Любое, даже, казалось бы, то, что нам в советские времена преподносилось как однозначно хорошо, там, самопожертвование, там, какие-то моменты, связанные с борьбой за Родину, и чуть-чуть, вот я сейчас немножко утрирую, сейчас уже воспринимаются по-другому, да, и несмотря на то, что те произведения, они иногда рекомендуются для прочтения, вот здесь особенно важно обсуждать то, что подросток для себя выносит. Поэтому только читать и при этом ни в коем образом потом это не вербализовать, не реализировать, ну, наверное, этого недостаточно. И мы не сможем не понять, что работает, что не работает, и как это произведение влияет на конкретного подростка, что в его душе творится. Задача номер один – это прочитать, а задача номер два – это обсудить то, что подросток для себя выносит. Ну, а вот, коль я начал уже говорить о контенте аутоагрессивного характера, однозначно ли он вреден, ну, подросток утверждает, что позволяет ему справиться с аутоагрессивными тенденциями, здесь нужно вообще изначально-то разобраться, что формируют эти аутоагрессивные тенденции, и не лечить их, так скажем, в кавычках, вот таким контентом, через который он якобы свою агрессию выплескивает. Нередко эта агрессия может только закрепиться, и чрезмерное увлечение подобного рода контентами, оно просто стирает грань между интернетом и реальностью подростка, он привносит те тенденции, да, эти механизмы, там, решения проблем, которые он почерпнул в интернет-пространстве уже в реальную жизнь. Поэтому нужно смотреть в корень, а не брать во внимание только симптомы проявления, что формирует аутоагрессию, с этим работать, а не только запрещать, да, интернет-контент. Ну, так же, как и с любыми другими предпредительными мерами. Мы можем сколько угодно запрещать алкоголь, курение, если мы не будем думать о том, что же побуждает людей употреблять алкоголь и курить. Наверное, мы полностью эту проблему никогда не победим. Действительно, индукция суицидального поведения какими-то произведениями и литературой, и кинематографом может быть рассмотрена, но это не сама причина суицидального поведения, а индукторы скорее, как произведения Юки Амисимы, Кавабаты Исунари, которые сами совершили суицид, и в последних произведениях, в общем-то, можно их обвинить в том, что они эстетизировали суицид, и буквально его так, как product placement, внедряли в неокрепшее сознание японских подростков. Но Кавабаты Исунари получил Нобелевскую премию за свои произведения. Поэтому здесь действительно дихотомия будет очень ограничивающим таким вариантом мышления и позиции. Поэтому уже имея в виду суицидального поведения, очень многие факторы могут быть индукторами. Поэтому мы не можем полностью ограничить, убрать ножи из ресторанов или из домашнего обихода. Но учитывать эти факторы, потому что доступность, например, таких сайтов, где пропаганда суицидального поведения проводится, это другая чаша весов и другая часть спектра. Поэтому нет ли в этом контекстуально какой-то пропаганды, вот это нам приходится рассматривать как эксперт. Спасибо большое, Евгений Юрьевич, за такой объемный, информативный, насыщенный, интересный доклад. Очень много вопросов, но, к сожалению, у нас время все равно лимитировано, как и в жизни. Мы не можем бесконечно им пользоваться. Поэтому спасибо за такой интенсив для работы мыслей и последующих каких-то выводов и действий. Мы надеемся, что вот эти вопросы, которые были заданы, станут предметом обсуждения на последующих наших конференциях и, возможно, других мероприятиях. Поэтому спасибо большое всем, кто задавал вопросы. Может быть, в чате потом удастся их каким-то образом обсудить. Если последующие докладчики каким-то образом будут раскрывать тему, например, статистики, как спрашивали, 90-е или что было еще в советское время, я отчасти коснусь этого в своем докладе, и другие докладчики, может быть, тоже дополнят. Поэтому мы постараемся раскрывать какие-то моменты из того, что спрашивали докладчики, делать более интерактивным обсуждением. Поэтому спасибо за вашу активность и большое спасибо Евгению Юрьевичу за согласие принять участие в таком, по сути, эксперименте в онлайн-формате с таким большим количеством участников. И я думаю, что доклад Евгения Юрьевича как раз задал такую направляющую нашей конференции научность, обоснованность и такая интеллигентность, которая как раз контекстуально для нас очень важна для обсуждения такой тонкой, проблематичной и очень дискутабельной темы. Спасибо еще раз. И позвольте приступить к моему докладу. Я сейчас постараюсь открыть презентацию. Презентацию. Если можно, кто-то устно ответит, потому что чат у меня сейчас в режиме презентации не работает пока. Я могу ответить только я, презентацию видно, все хорошо. Отлично. Задавался в чате такой вопрос. В период пандемии наблюдаем ли мы рост суицидального поведения и суицидов? Итоги подводить еще рано. 2020 год не закончился. Он для нас был полон сюрпризов, неожиданностей и таких очень мощных, ярких событий. Поэтому, может быть, он еще преподнесет какие-то сюрпризы в оставшиеся полтора месяца. Подсчет обычно и Всемирная организация здравоохранения, и другие организации ведут в следующем году уже по завершению текущего года. Но мы можем говорить о росте суицидального поведения в отдельных странах, которые уже дают какую-то сводку, информацию. И наша страна в этом числе, в этом ряду. Поэтому, конечно, разнообразие форм суицидального поведения, не только завершенные суициды, но и формы так называемого скрытого или латентного суицида, они растут. И многие коллеги и зарубежные, и в Соединенных Штатах, и в Европе, и в нашей стране говорят о росте на фоне, конечно, серьезных нагрузок и острого стресса, и уже накладывающегося посттравматического стрессового расстройства, которое обычно начинает проявляться через полгода. Поэтому, к сожалению, многие специалисты говорят о том, что период истощения только сейчас начинает проявлять себя, потому что стресс мобилизует человека, мобилизуют его и физические, и психические ресурсы. А вот на фоне истощения этих ресурсов наиболее суицидоопасное время и период наступает. Коротко хотел бы проинформировать, что наша ассоциация уже несколько лет участвует в проекте, организованном фондом превенции суицидов, и организован такой международный день людей, переживших самоубийство близкого человека, в котором мы принимаем участие уже несколько лет. И тем, кому это интересно, вы можете написать письмо в нашу ассоциацию. Есть сайт Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Там есть контакты, и мы расскажем подробнее, что это за мероприятие. Но, возвращаясь к сегодняшнему дню, много выходят популярных статей. Есть уже и научные статьи, Оксфордский университет, несколько американских вузов. Свои статьи представили в Пабмеде, где есть данные о том, что не только нагрузка самого вируса на нервную систему, но и психологические и социальные последствия, которые влияют на психику человека, его высшую нервную деятельность, будут оказывать влияние не только в текущие месяцы, но и в последующий период, причем это уже не месяцы, а годы. Поэтому дистресс, который переживает сейчас практически все человечество, тревога, ожидания, в первоначальный период такой страх заражения и разные формы психологических, психических защит, депрессия, которая присоединилась к этим проблемам, бессонница, для кого-то потеря работы или потеря контактов, социальная изоляция, неопределенность будущего и уже возникающие какие-то негативные последствия, заболевания близких или даже их смерть, конечно, значимо повлияло на психическое состояние населения разных стран мира. И в первую очередь уязвимые группы населения страдают от этого в большей степени. И прямое влияние на психику, начиная от такого известного симптома потери обоняния, как нервная система поражается самим вирусом и вплоть до острых и реактивных психозов, которые мы наблюдаем в 10-15% случаев тяжелого течения COVID-19. Также ряд исследователей предполагают, что это может повлиять на суицидальное поведение, что также в виде единичных случаев в статьях и сообщениях в научных сообществах, в популярной информационной среде, масс-медиа тоже за этот период, за истекшие 11 месяцев были такими нередкими информационными поводами, нередкими обсуждениями в различных сообществах. Поэтому вызов, который бросает нам сегодняшний день, который бросает сама пандемия, конечно, требует гибкости и таких неординарных решений. Поэтому социальная поддержка, социальные контакты, которые вот так вынужденно были прерваны изоляцией, карантинными мероприятиями и борьбой с пандемией, потребовала неординарных решений, в первую очередь использования современных технологий. И здесь формат, в котором проходит и наша конференция, пример вызовов и возможностей, которые могут поддержать и специалистов, и людей, нуждающихся в помощи. Поэтому ряд наших коллег, в данном случае австралийских, но и американские, и итальянские коллеги, когда только началась пандемия, еще в первые зимние и последующие весенние месяцы уже делились информацией, алгоритмами и диагностическими, и терапевтическими. И вот большинство из них пришло к пониманию, что сегодня, когда мы еще не обладаем всей полнотой информации, когда у нас нет готовых алгоритмов, так же, как не было первоначальные лекарства, и прививок, нам необходимо использовать те ресурсы, те возможности, которые есть. Поэтому достаточно быстро появились статьи, где предлагалось решение в виде малых шагов, степ-бай-степ, последовательно опираться на ресурсную базу, которая, казалось бы, отсутствует. И идеи, связанные с безнадежностью, предиктор и суицидального поведения, и тяжелой депрессии, я еще коснусь работы Бека, Ароны Бека, который как раз еще в 60-х годах, работая с депрессивными пациентами в серьезных таких масштабных исследованиях, показал значимость этого психологического фактора, безнадежности и беспомощности в развитии и депрессии, и суицидального поведения. И вот противостоять этим факторам можно, используя не только биологическую терапию, конечно, она необходима во многих случаях, но и опираясь на сегодняшнюю очень важную модель современной психиатрии, биопсихосоциальную модель. И вот психологические и социальные факторы как раз оказались наиболее значимыми в такой чрезвычайной ситуации, в которую все человечество попало в 2020 году. Поэтому неопределенность будущего, вызов, который она бросила с самого начала этого года, создала тревогу ожидания, эффект напряжения от этого тревожного ожидания и идеи безнадежности, что мы все умрем, выхода нет, лекарств нет, прививки нет. И поэтому такая нить ориадны, направленная в будущее, потому что в когнитивной триаде БЭКа негативное отношение к себе, текущей действительности и значимым другим сопровождается еще таким негативным отношением к будущему. Негативная когнитивная триада БЭКа депрессии, которая значимо влияет и на суицидальную поведение. Когда нет надежды, это наиболее тяжелое психологическое, психическое состояние, поэтому эффект надежды может быть связан с поддержкой, которую мы все можем оказать друг другу, как, например, сегодняшнее мероприятие, информационное и в том числе и такая социальная поддержка. Мы видим друг друга хотя бы в электронном варианте, мы можем общаться друг с другом, мы можем разделить свои чувства. Это то, что необходимо людям в проблемной ситуации, критической ситуации, стрессовой ситуации, а тем более в ситуации хронического стресса, дистресса. Поэтому все формы поддержки, которые сегодня в основном за счет современных технологий стали доступными, помогут быть в контакте. Этот коннекшн является частью современной помощи и возможности сохранить эту надежду. Забота о себе, такие телесные практики, медитативные, различные формы активности, в том числе даже минимальные, когда были карантинные мероприятия в пределах собственной квартиры, упорядочение графика, нормализация сна, минимальная хотя бы физическая активность в виде зарядки, в последующем уже выходов из дома. Это все были очень простые действия, но которые имели смысл для того, чтобы почувствовать себя небеспомощным, почувствовать, что что-то зависит от меня. И поэтому это такая настройка не только в виде мышечной активности, не только в виде формального поведения, но это еще и настрой психологический, даже, можно сказать, духовный, спирит, который напрямую зависит от видения будущего. Пресечение этого видения очень депрессогенный фактор, значимо влияющий на психические функции и поведение. Поэтому значимость маленьких шагов, она не очевидна, но в виде такой метафоры может стать понятна, что когда есть важная цель помочь буквально иногда физически выжить себе и другим, оказывается не просто мобилизующий, но еще упорядочивающий, более того, а создающий такую значимую перестройку, даже когнитивную реструктуризацию. То есть отсечение каких-то до этого лишних целей, задач, может быть, даже бремени жизни с прояснением наиболее значимых аспектов собственной жизни, значимости отношений, которые стали более очевидными в этот период, значимости или, наоборот, снижения значимости других вещей, достижений, материальных каких-то благ. Переосмысление этих вещей как раз тоже могло быть таким последовательным, вовлекаясь в эти небольшие, казалось бы, снаружи, такие малозначимые действия. Если возвращаться к последствиям, то повышение уровня самоубийства является возможным, и большинство специалистов предполагают, что так будет, но он не является неизбежным. То есть как раз мобилизация сейчас и внутренних ресурсов людей, самих страдающих, и мобилизация, безусловно, ресурсов государств, министерств, ведомств, формальных каких-то структур, которые могут перестроиться и как вызов воспринимать текущие проблемы, может изменить положение вещей, несмотря на те драматические моменты, которые мы наблюдаем и в собственной практике. В первую очередь преодоление изоляции и поддержка, которые, оказывается, носят двухсторонний характер. Это преодоление депрессии и в том числе суицидальных настроений с двух сторон. Не только тех, кому помогают, но и тех, кто помогает. Поэтому волонтерство, помощь, вовлечение в заботу о близких помогает переключиться от таких навязчивых мыслей, от руминаций, касающихся каких-то текущих потерь или неопределенности будущего. Поэтому очень важно, чтобы люди, находящиеся в уязвимых группах, а тем более перенесшие COVID-19, не подвергались стигматизации. Более того, была поддержка и не только в период госпитализации, где они на виду, но и в период реабилитации и период такого длительного восстановления, которое порой, кажется, уже произошло, потому что человек вышел на работу. Но не только слабость или невосстановленное еще обоняние, но главное – психологический ресурс, насколько является восстановленным, потому что перенесенное заболевание является не только физической травмой, но и психической травмой, которая оставляет такие следы, иногда рубцы не только в легких, но непрямое органическое поражение нервной системы, но сильно отражается на психологическом функционировании. Иногда это эффект выученной беспомощности, не только астенический провал, но и такой депрессивный взгляд в будущее. Поэтому, говоря о модели суицидального поведения, нам необходимо учитывать биопсихосоциальную модель современной психиатрии и понимать и материальный носитель, наше тело, нервную систему как ткань, но, конечно, объемно рассматривать и психологические, и социальные факторы, психологические, как безнадежность, беспомощность и другие, и социальное окружение, близкое окружение, семья, микросоциум, макросоциум, то, что происходит на уровне работы, коллег, то, что происходит на уровне города, области, страны и даже мира. И вот эти факторы, которые преподносят средства массовой информации, то, что может прочитать человек в интернете, действительно могут быть таким эффектом последней капли, индукторами, в том числе и депрессии, и суицидального поведения, которое сопровождается таким замкнутым иногда кругом, где компенсаторные стратегии, включающие злоупотребление психоактивными веществами, алкоголь, в некоторых случаях даже наркотики или злоупотребление лекарствами, не только антибиотиками, как мы сейчас наблюдаем, которые тоже могут давать такие депрессивные реакции, сосудистыми препаратами, в которых тоже описан такой эффект, но и даже психотропными препаратами, которые могут значимо влиять на психическое состояние функционирования организма и поведения человека. Конечно, обостряются и те приморбидные личностные особенности, черты и специфика мышления и поведения, и в том числе мы видим такие саморазрушающие или самодеструктивные формы поведения. Мы видим наряду с депрессией еще рост агрессии, аутоагрессии, направленной на себя, и гетероагрессии, направленной на других, рост семейного насилия, домашнего, и рост таких протестных настроений, выплескивающихся в насилие уже на улице городов большинства стран мира. Поэтому непростая ситуация ни внешняя, ни внутренняя, которая в совокупности может давать такие скрытые формы и саморазрушающего аутоагрессивного, и гетероагрессивного, и суицидального поведения. Поэтому если брать данные разных специалистов из разных стран, то вот наши коллеги из Калифорнии говорят, что в их регионе они наблюдали такой рост суицидального поведения, в том числе и завершенных суицидов. Австралийские коллеги считают, что в их регионе жертв суицидального поведения, в том числе завершенного суицида, будет как минимум в четверо больше, чем смертей от коронавируса. Будет также накладываться отложенный эффект финансового кризиса, который на самом деле лишь частично проявил себя, и основные проблемы будут еще впереди, в том числе связанные с работой. И также это отразилось на системе поддержки, помощи и психиатрических клиник и амбулаторий, и центров по превенции суицидального поведения, по предотвращению суицидов. Вот те данные, которые дают, делятся с нами зарубежные коллеги, соответствуют и некоторым нашим данным из центров психологических, которые ассоциированы с нашей ассоциацией когнитивно-поведенческой терапии. К сожалению, те попытки, которые могут даже казаться демонстративными или просто шантажными, даже в некоторых случаях, не являются таким успокаивающим сигналом. Наоборот, заставляют более внимательно отнестись к такой форме поведения. Поскольку даже если это попытка первоначально демонстративно-шантажная, есть такая, к сожалению, тенденция эскалации этого поведения. Но в большинстве случаев она вообще не связана с демонстрацией или шантажом. И каждая такая попытка рассматривается как отягчающий фактор, что могут быть повторные, и чем больше их количество, тем выше шанс, к сожалению, завершенного суицида. Поэтому предотвращение суицидального поведения и тем более непосредственно уже действий, направленных на лишение себя жизни, требует таких активных мер и даже выходящих за рамки типичных мероприятий Министерства здравоохранения, специалистов в области психического здоровья. Если мы проведем такие аналогии, то подобные же мероприятия необходимы были и в свое время дали свой эффект при наблюдавшихся пандемиях гриппа и острого респираторного синдрома. Ну, например, в Соединенных Штатах в начале 20 века как раз большое количество смертей привело еще и к всплеску суицидальной активности. И работа психиатрических служб была оценена в последующие годы уже как такой значимый фактор по снижению таких суицидальных рисков и суицидального поведения. Тоже говорят наши китайские коллеги. И это такие примеры значимых мероприятий, которые дают свой эффект. Если мы рассмотрим, были вопросы как раз о таких программах, какие можно считать эффективными. Наши скандинавские коллеги, Швеция, Дания, Норвегия, показывают пример, когда они были лидерами в 60-е по количеству суицидов на 100 тысяч населения во всем мире, занимали первые места, то начиная с 70-х там были очень большие средства выделены на социально-психологические службы в норвежских городах, например, в каждом не только портовом, но и в глубине Норвегии, даже в самом маленьком поселке есть кабинет социально-психологической помощи, куда может обратиться любой гражданин в случае каких-то проблем и переживаний. Также амбулаторная психиатрическая служба и стационары находятся в единой связке, и эти программы дали свой эффект. Начиная с 70-х наблюдалась такая тенденция к снижению, которая уже в 80-е дала свой эффект, и сейчас скандинавские страны переместились в середину среди двух сотен стран по количеству суицидов на 100 тысяч населения. Поэтому нам стоит учитывать такие программы, но и, конечно, специфику, контекст, потому что, например, в Японии, в Корее, где тоже традиционно очень большой процент суицидальных таких тенденций и завершенных суицидов, не всегда такие программы дают эффект, сохраняются такие культуральные факторы, в том числе влияние которых очень сложное, часто коморбидное и требует персонализированного подхода. Поэтому в создавшейся обстановке всем и педагогам, и психологам, и психиатрам, и психотерапевтам необходимо искать такие новые формы формы старой, по сути, работы, но в новом формате, которые могут давать возможности отвечать на сегодняшние вызовы. Как переход на дистанционные формы обучения и в школах, и в вузах, так и необходимость поддержки. Сегодня даже те, кто в прошлые годы отказывался от ведения клиентов, пациентов, подопечных по скайпу или по каким-то другим платформам интернет-контактов, пользуются этим и видят, что, конечно, может быть, не в стопроцентном подобии эффективности, но тем не менее это достаточно эффективные формы взаимодействия и коммуникации, и эффективности, в том числе для психологической поддержки и превенции суицидального поведения. Поэтому наряду с теми осложняющими факторами текущей и предшествующей социальной изоляции или ограничений социального дистанцирования, усиление вот этих тенденций к отгороженности, замкнутости, одиночеству, злоупотреблению такими бытовыми жидкими транквилизаторами, агрессией, которая относится и к самому себе, и к гетероагрессию превращается к другим. Не стоит рассматривать ситуацию как безнадежную, стоит лишь искать те формы, которые сделают доступной помощь для нуждающихся. Поэтому первое, с чем столкнулась и наша амбулаторная служба, и чем делились наши коллеги, например, Роберт Лихи, президент Американского института когнитивно-поведенческой терапии, это тревога неопределенности, которая может приводить к такой форме ажитированной депрессии, где облегчение может приносить и самоповреждающее поведение, и суицид рассматриваться как выход. И на фоне начала этого года, когда как надвигающийся каток выглядела пандемия, распространение вируса, такого молниеносного по всему миру, казалось чем-то неизбежным, и вот тревога ожидания коснулась очень многих и наших бывших клиентов и пациентов, и тех, кто ими стал, внезапно на фоне таких открывшихся обстоятельств. И первое, что приходилось делать, это как раз купировать эту тревогу, потому что срабатывали механизмы защиты, компенсаторные стратегии, где мы видели два полюса. Один полюс – это тревожные состояния, даже панические расстройства, которые резко обострились или вновь возникли у целых когорт населения. И другой полюс был отрицание, иногда даже такое агрессивное отрицание самого коронавируса и его опасности, который проявлялся разными такими девиантными формами поведения. Поэтому пандемия одновременно была и кризисом во всех смыслах слова, не только экономическим, который был очевиден, но и психологическим, потому что коснулась даже экзистенциальных моментов в отношениях межличностных и внутриличностных. Катастрофизация, которая присоединялась к этой тревоге неопределенности, касалась некого негативного предсказания будущего. Мы все умрем, невозможно выжить, это апокалипсис и тому подобные рассуждения, что тоже приводило и наши коллеги и у нас в стране, и за рубежом описывали такие случаи информирования о своем заболевании и ряд форм суицидального поведения, в том числе и завершенные суициды. Поэтому компенсаторные стратегии, с которыми мы столкнулись, были очень яркими, выраженными и очерчено, сепарировали несколько групп, в которые можно свести население при таких гиперреакциях на развитие пандемии. Одной из таких форм, которая близко к понятию скрытого суицидального поведения, как минимум ауто-деструктивного, саморазрушающего, был вариант отрицания. Когда вы помните, в средствах массовой информации даже показывали, как в Иране, например, люди демонстративно облизывали ручки общественных каких-то помещений, дверные ручки, показывая тем самым, что никакого вируса нет, маски носить не нужно, это все бред. И возникало ощущение, что резко обострилась какая-то бредовая симптоматика. Еще год назад мы бы ставили тяжелые диагнозы при рассуждениях, что нам предстоит чипирование, что вышки 5G распространяют коронавирус. И это на полном серьезе, как говорит народ, население транслировали, даже голливудские актеры в цивилизованной Британии сжигали вышки сотовой связи. По совпадению они оказались компанией китайской, одной производителя, сетей 5G. Но вот такая проекция на неопределенность очень жестких и рациональных суждений дала такой взрыв протестного поведения, и в том числе саморазрушающего, приведшего к взрывному росту распространения инфекции и заболеванию, в том числе носителей такого поведения. Поэтому дисфункциональное мышление, на которое обратил внимание целый ряд специалистов, и в том числе Роберт Лихи, показывало, как оно отражается и на настроении, и как оно, к сожалению, потом приводит к разочарованию. То есть такая поляризация, где сначала отрицание, а потом, когда твои близкие заболевают, или знакомые даже, эффект двойного удара. То есть на фоне некой психологической подготовки это не было бы таким обрушающим с эффектом сразу умноженной безнадежности и беспомощности. Поэтому, к сожалению, рискованное мышление не просто равняется рискованному поведению, когда человек демонстрирует такое пренебрежение к рискам и опасностям, но еще и является предиктором тяжелой депрессии и суицидального поведения. Поэтому и наши коллеги зарубежные, и мы в работе наших центров старались следовать такому чек-листу когнитивных искажений, где чтение мыслей и предсказания этого негативного будущего, его катастрофизация, присваивание ярлыков и себе и другим, обычно таким крайне негативным, что отражало характер когнитивной триады депрессии Бека, обесценивание позитивного, в том числе и собственных ресурсов, которые можно было использовать иначе, являлось предиктором и острого стресса, и в последующем дистресса, развитие тревожно-депрессивного синдрома, часто сопровождающегося мыслями о нежелании жить. То есть не всегда развернутыми суицидальными мыслями и тенденциями, но уже антивитальными настроениями. Поэтому наши коллеги, например, из Американского института, института Элиса в Нью-Йорке и филиалов, в том числе европейского, из Миланского университета, практически сразу же на первых таких клиентах еще в марте приводили такие алгоритмы, как работать с такими дисфункциональными мыслями, как работать с такими компенсаторными стратегиями, и показывали разные формы, где предлагали как раз большую гибкость, поскольку стандартные варианты, просто призывы к тому, чтобы смотреть на факты, явно не работали, потому что требовалась более персонализированная, более глубокая проработка тех убеждений, которые демонстрировали лишь на поверхности в виде этих компенсаторных стратегий наши клиенты. Они коснулись достаточно быстро гораздо более глубоких уровней, в том числе и вот таких экстенциальных. Поэтому необходимость ясности, а когнитивно-поведенческая терапия, например, как раз строит свою работу на транспарентности, прозрачности самой модели и прозрачности целей и задач терапии, прозрачности ситуации, которые необходимо прояснять, освещать и нормализовывать чувство, что тревожится в таких обстоятельствах, и даже чувствовать себя дискомфортно и напряженно, это нормально, потому что сами обстоятельства по себе являются необычными. Поэтому валидация – вот первый такой шаг большинства специалистов – признание чувств, признание текущего состояния, текущего положения вещей как реакцию усиленную, может быть, гипермобилизации, но при действительно объективно сложных и иногда тяжелых, а порой даже драматических обстоятельств. Поэтому разделение тех обоснованных тревог, той обоснованной печали или какой-то досады и раздражения, которое было у наших клиентов, было наиболее помогающим шагом для мотивации на терапию и в последующем поддержание этой мотивации в самой терапии. Поэтому необходимость балансировки самого баланса между избеганием и паникой, между отрицанием и рискованными формами поведения и уходом в перестраховку и гиперконтроль, как раз этим инструментом, таким мостиком к возможному балансированию в первых же шагах была валидация. Конечно, пришлось коснуться и таких социальных аспектов, в том числе и собственного поведения, и такого экзистенциального выбора, для чего я живу, какой смысл я вкладываю в текущий момент времени. И такое определение, которое, опять же, предлагали наши зарубежные коллеги, в том числе Роберт Лихель, обративший внимание на работу целого ряда специалистов когнитивно-поведенческой терапии с таким вопросом, вроде бы провокационным и сбивающим с толку первоначально наших клиентов, кем я хочу быть во время пандемии, был очень важным для работы с этим более глубоким уровнем, с прояснением зоны страха, что может случиться, если мы выбираем такие панические настроения или, наоборот, отрицание, зоны обучения и даже зоны роста. К сожалению, в отсутствии сейчас возможности более подробно обсудить эти вещи лишь по касательной. Упомяну, что это такой уже экзистенциальный уровень, над которым приходилось работать. Социализация оказалась очень важным аспектом, потому что разрушение вот такой привычной формы, даже банальных стереотипов поведения, поездок на работу, общения после работы с близкими, использования кафе, ресторанов, общественного транспорта, это все было поставлено не просто под вопрос, а в некоторых случаях было закрыто. И как жить вот в таких обстоятельствах, особенно весной, когда это был первый опыт, было очень важно прояснить и находить вот эти возможности социализации. Но если коснуться проблемы суицидов в целом и посмотреть на такой исторический аспект, как развивалась суицидология, как наука еще с работ Эмиля Дюргейма, то мы видим рост суицидов за последний век, начиная с 19-го, на протяжении всего 20-го и весь 21-й век, где действительно от минимум 800 тысяч таких очевидных завершенных суицидов до миллиона, а некоторые исследователи дают и большие цифры, он касается всего мира, но в особенности таких крупных стран, как Индия, Япония, постсоветское пространство, Восточная Европа, часть стран Африки, Соединенные Штаты. Даже наша благополучная соседка в экономическом смысле слова Финляндия, вы видите, каким бордовым цветом окрашен очень высокий уровень депрессии, несмотря на такую экономическую составляющую, поэтому здесь принадлежность к тому золотому миллиарду или к развитой экономике не является гарантией отсутствия высокого уровня суицидов на 100 тысяч населения, отсутствия депрессии. Здесь целый ряд факторов, совокупность, такая холистическая модель и диагностическая, и в последующем терапевтическая, имеет значение с учетом контекста всех обстоятельств, в том числе и культуральных, которые играют большую роль. Помимо завершенных суицидов, конечно, суицидальные попытки, что тоже тяжелое бремя и для самого человека, и его семьи, и страны, потому что значимо влияет на экономику и на социальные процессы. Поэтому каждые две секунды, как минимум, кто-то пытается свести счеты с жизнью по данным Всемирной организации здравоохранения. А за историю человечества некоторые исследователи считают, что количество суицидов, лишение себя жизни добровольно превзошло даже насильственные виды. Гомициды в связи с войнами и убийствами вместе взятыми. Поэтому и так, без таких тяжелых драматических обстоятельств, от 2 до 11% населения в разных странах склонны к суицидальному поведению, и индукторы этого суицидального поведения на фоне таких кризисов, как мы наблюдаем сегодня, могут увеличивать количество суицидентов. И поэтому для большинства стран мира это очень серьезная, а для некоторых стран даже драматическая проблема, включающая в том числе и, конечно, специалистов в области ментального здоровья, у которых, например, у психиатров половина пациентов имеет такие тенденции к суицидальному поведению. Ну, конечно, в большинстве случаев к незавершенному, но, тем не менее, это большая нагрузка на специалистов в этой области. И как минимум пятая часть психологов, в том числе и педагогов-психологов, сталкиваются с суицидальным поведением, а некоторые даже с завершенным суицидом своих клиентов или пациентов. Поэтому это приводит к бирнауту, синдрому эмоционального или профессионального выгорания по Герберту Фриденбергеру, который еще в 1974 году описал этот термин, наблюдая за своими коллегами, психологами, психиатрами в реабилитационном центре. И поэтому нам тоже здесь стоит позаботиться о себе в аспекте той нагрузки, которая выпадает не только на долю наших клиентов, но и нас самих. То, что касается процента или динамики статистики суицидов в советское время, в 90-е годы, в 2000-е и в настоящий период, то наибольший рост мы наблюдали в 90-е, начиная с 93-го года, такой взрывной рост, где наблюдался так называемый русский крест, количество рождаемости резко уменьшилось, и одновременно кривая смертности резко увеличилась, создав такое перекрестие, говорившее о мощнейшей депопуляции. И часть этих смертей была связана с суицидами в середине 90-х, достигших пиковых значений. Тогда Россия входила в тройку стран среди 200 мира по количеству самоубийств на 100 тысяч населения. Где-то с начала 2000-х пошла тенденция к снижению, и уже 2013-2014, начало 2015-го наименьшие показатели были, но начиная с 2016-го года они поменяли тенденцию. И вот уже 2017-й, 2018-й, 2019-й, а тем более 2020-й, мы видим рост. И в разных регионах он выражен по-разному. Это данные 2015-го года, как раз когда начал происходить такой перелом. Свежие, к сожалению, сложно найти, но у Росстата есть данные и за прошлый год. Но данные такого сайта World Population Review за 2020 год, который еще не закончился, но, к сожалению, уже складывается очень негативно. Российская Федерация занимает второе место среди всех стран мира не только по детско-подростковым суицидам, но и суицидам взрослого населения, уступая лишь Литве. Данные ВОЗ расходятся с данными Росстата, но, тем не менее, эти и другие цифры достаточно тяжелые. Более точно мы узнаем, конечно, в следующем году. И здесь тоже, скорее всего, будет расхождение между подсчетами экспертов ВОЗ и подсчетом Росстата. Ну, вот так выглядит, по данным зарубежных исследователей, обстановка на текущий момент, где Россия занимает второе место, Северная Корея после Гаяны четвертое, Беларусь пятое место, Казахстан, Украина и Латвия также входят в десятку. Лидеров по количеству суицидов. И вот здесь важно обсудить, как же работать с такими сложными клиентами, как может работать не только конкретный специалист, как могут работать службы, как может работать государство, как могут работать общественные организации. Этого коснутся мои коллеги, которые будут представлять эти общественные организации. но такими сюжетами популярными пестритый интернет и многие масс-медиа, включая телевидение, говорят о том, что необходимо как можно быстрее, как можно нагляднее помочь таким людям. Безусловно, это важно, но формы, они всегда требуют очень тщательного взвешивания, что работает, а что не работает. Поэтому помощь таким людям, в том числе вот такая условно-наглядная агитация, безусловно, необходима, но иногда напрашивается простое быстрое решение. Как в случае тревожных расстройств, если мы скажем, волнуешься, не волнуйся, то, увы, это не работает, этого, очевидно, недостаточно. Поэтому очень сложный момент выбора, на что потратить эти средства, как должна быть организована такая помощь. Но мы убеждаемся, что чаще всего необходимо большее количество все-таки специалистов, чем такие массовые действия, которые часто являются неспецифическими, более того, демотивирующими для такой уязвимой группы, как лица, находящиеся в депрессии и суицидальном поведении. Вот характерный пример. Сеульский мост Мапа, так же, как и Золотые ворота в Сан-Франциско, известен как место таких самоубийств, достаточно частый и освещавшийся в прессе, и известный в том числе среди самих суицидентов, был использован такой проект, когда сообщество, в том числе при поддержке известной компании Samsung, установили датчики движения, жидкокристаллические панели, которые замечали приближение пешехода и давали такие мотивирующие фразы, зажигались в эти панели, иногда даже конкретные такие сцены возникали. И этот проект собрал большое количество наград и премий, но оказалось, что за последующие 6-7 лет, тем не менее количество суицидов выросло в 6 раз, и сегодня мы видим, что все равно была поставлена сетка с перилами, а оказалось, очевидно, недостаточно. Поэтому важно, чтобы не работало у нас такое самоуспокоение, когда мы сказали хорошие слова или правильные с нашей точки зрения действия, как, например, в практике психиатров и психотерапевтов некоторое время назад была такая идея антисуицидального контракта, который чаще всего успокаивал специалистов, а не являлся гарантией отсутствия суицидального поведения у наших клиентов. В Корее, как мы знаем, очень высокий уровень дажествования, требований, социальной такой конкурентности. Поэтому там действительно длительное время мы уже еще до пандемии наблюдали высокий уровень суицидального поведения, даже вот экс-президент Южной Кореи покончил жизнь самоубийством, очень высокая требовательность такая к себе, как и в соседней Японии, которая тоже наряду с Кореей долгое время являлась лидером по суицидальному поведению. И здесь нам важно рассматривать и психологический, и экономический, и этнокультуральный такой контекст, который в том числе касается таких скрытых семейных скриптов, национальных, религиозных программ мышления и поведения, которые могут быть суицидогенными. То есть некое, не то чтобы поощрение, но некое молчаливое признание, контекстуально присутствующее в ряде стран, Индия, Япония и даже Корея, где оправдывается идея суицида, в том числе в литературе, как мы уже упоминали, японские писатели часто эстетизировали суицид и показывали, что это возможное решение. Поэтому в Японии суицидальное поведение и завершенный суицид – основная причина смерти и среди мужчин, и среди женщин такого трудоспособного возраста. К сожалению, не только прямые варианты суицидального поведения, но такие необычные формы латентного или скрытого суицида, как трудоголизм, смерть на рабочем месте от переработки, по таким словам кароси – это диагноз, который использует японский Минздрав наряду с такими необычными диагнозами, как, например, хекекамори, такая социальная дистанция, которую эти люди использовали задолго до пандемии, не выходя из дома, иногда месяцами. Среди них тоже достаточно высокий процент завершенных суицидов. Поэтому саморазрушающее поведение, которое мы наблюдаем сейчас в разных формах, не только в виде прямых высказываний на нежелание жить и на сниженное настроение, но и в виде такого латентного суицида, наоборот, активного, агрессивного поведения и внутри домашнего насилия, бытового и семейного, и насилия, которое выплескивается в конфликты в транспорте, на улице, на работе, и иногда приводит к таким вспышкам суицидов с гомицидами, которые мы наблюдали и в прошлом, но сейчас они стали носить более массовый характер, и поэтому еще в прошлом, в 20 веке, еще даже в первой половине Мерло и во второй половине Фарбера говорили о том, что необходимо рассматривать суицидальное поведение более широко, в том числе и непрямое такое саморазрушение, злоупотребление психоактивными веществами, делинквентное поведение, вспышки которого сейчас мы видим во всех странах мира, пренебрежение врачебными рекомендациями, 50-й год, напоминаю, все вот про сегодняшний день четко описано, трудоголизм, неоправданная склонность к риску, вот обратная, скажем так, сторона медали суицидального поведения, там, где человек не жалуется на плохое настроение, там, где его злость, агрессия выходит на первый план. И вот что необычно для этой пандемии, было даже сюрпризом для некоторых специалистов, что формы агрессивного поведения вышли в некоторых странах на первое место, вытесняя вот такую скрытую часть айсберга и депрессии суицидального поведения. Но ряд специалистов поясняет, что это самоповреждающее поведение, как компенсаторная стратегия, не случайно, что это некая вынужденная попытка решения проблемы. Если мы вспомним когнитивную концептуализацию Аруна Бека, то негативная триада депрессии, негативная когнитивная триада, негативное отношение к себе, к другим и к миру создает очень сильное напряжение у человека, выраженное и соматическое даже, не только психоэмоциональное страдание, которое человек пытается компенсировать, в том числе руминациями, возвращением к каким-то прошлым проблемам, в том числе перфекционизмом, попыткам действовать наилучшим образом, в том числе и в виде избегания каких-то ситуаций и наоборот агрессии, в том числе аутоагрессии и суицидальность рассматривается как компенсаторная стратегия в таком поддерживающем цикле депрессии и суицидального поведения. Поскольку все эти попытки не дают эффекта, а скорее усугубляют ситуацию, то появляется эффект замкнутого круга. Безнадежность и беспомощность только растут, потому что такой клиент, пациент, считает, что я бьюсь как рыба об лед, а легче мне не становится, становится только тяжелее, значит, я плох, недостаточно хорош, беспомощен, никчемен и другие убеждения, которые характерны как раз для наших депрессивных клиентов и расстройств, связанных с депрессией и суицидальным поведением. Какие приказы в нашем Минздраве, например, российском, есть? К сожалению, конечно, нормативных документов, алгоритмов, программ работы критически недостаточно. У нас есть приказ Минздрава 1998 года, 148, где как раз отмечается вот такой рост суицидальных тенденций, который, конечно, пиком пришелся на 90-е. Но, к сожалению, четких программ, такие, как есть, например, в скандинавских странах, разработаны не было. В свое время, в нулевые годы, я завидовал городским психотерапевтическим центром на базе клиники неврозов 7-й психиатрической больницы. Мы писали целый ряд программ, в том числе связанных с превенцией суицидов, с профилактикой, первичной и вторичной, с терапией таких пациентов. Но, увы, на то время эти программы не были поддержаны. Сегодня мы наблюдаем уже ряд противоположных тенденций, возможности появляются. Но, к сожалению, пока они не достигают той степени необходимости, которая вот сейчас, как снег на голову, свалилась в виде вот таких критических обстоятельств, ассоциированных с пандемией. И опираясь еще на советскую, отечественную модель суицидологии профессора Амбрумовой, нам важно понимать, что, конечно, суицидальное поведение имеет свои причины, повод и условия, в которых оно реализуется. То есть есть причины следственной связи, каузальные, а есть индукторы суицидального поведения, что может его усиливать, дополнять или провоцировать. Поэтому то, на что обращали внимание еще Амбрумовой и ее ученики, это конфликты. Буквально опираясь на теорию Владимира Николаевича Мясищева, о его внутри и межличностных конфликтах, Амбрумова очень хорошо знала Владимира Николаевича, и идеи вот этих конфликтов, которые создают такое ядро суицидального поведения и мышления, были описаны в ее работах. Поэтому много признаков. Тут, к сожалению, у нас не будет возможности указать по всем группам и категориям, дети, подростки, пожилые. Но, тем не менее, изменение поведения, такое эго-дистонное поведение, которое может быть связано с потерями, которое наблюдается в сегодняшнем дне, очевидные такие усиленные чувства беспомощности, вот те агрессивные реакции и ауты, и гетеры, не только открытые высказывания о нежелании жить, но и такие намеки, некая необычная форма поведения и отгороженности, наоборот, вовлеченность вот в такую агрессию, некие символические прощания, фиксация на теме и обсуждение ее с близкими, замкнутость, а в некоторых случаях, как отмечал еще в своих ранних работах по депрессии БЭК-67 года, 76-го, непосредственно перед уже суицидальным актом человек, наоборот, может успокаиваться и демонстрировать успокоение, расслабленность, даже бывает такая улыбающаяся депрессия непосредственно перед самим суицидом. Поэтому этапы, которые классически описаны были и мировой суицидологии, и отечественной, это такие важные вехи для понимания динамики суицидальных пациентов, начинающиеся в виде пассивных суицидальных мыслей и высказываниях, надоело жить, ничего не интересно, заснуть бы и не проснуться, собьет машина и не жалко, уже на это стоит обратить внимание, и в некоторых случаях это не только повод для более интенсивного общения с психологом, педагогом или психотерапевтом, но даже и повод для госпитализации, если за ними выявляются уже суицидальные замыслы. Это более активная форма, когда уже есть идеи о том, как реализовать этот уход из жизни, что это не будет само по себе случайностью, а что я в этом приму участие. И замыслы опасны тем, что они могут превращаться в намерение с быстрым переходом в осуществление уже самого суицидального акта. Поэтому для всех этих этапов характерны свои конкретные признаки. Есть целый ряд шкал, например, шкала суицидальных мыслей Бека, шкала безнадежности, которая коррелирует с суицидальным поведением, колумбийская шкала суицидального поведения, разработанная Колумбийским университетом в Нью-Йорке, и другие, и отечественные в том числе. Но, к сожалению, в рамках отведенного на доклад времени все мы их охватить не сможем. То, что касается способов, уже задуманных человеком, их, вы понимаете, бесконечное множество, как только можно убить себя как угодно. И в том числе вот такие сайты с играми в Синий Кит рассказывают о сотнях способах, как ты можешь это осуществить, поразив там и родителей, и сверстников, и, к сожалению, вовлекающих вот в такие суицидальные игры. Но ВОЗ описывает типичных 80, и они еще контекстуально очень связаны с этим религиозно-этническим, социальными конструктами и другими факторами, которые могут быть привязаны даже к какой-то локальной территории. Так, например, в Пенджабе, север Индии, самоубийцы чаще умирают под колесами поездов. Это отдельная история. Я был с коллегами на севере Индии, мы общались с нашими индийскими коллегами-суицидологами, они рассказывают о таком древнем ритуале, еще до буддизма, даже возникшего в индуизме, когда такая повозка очень крупная, ее иногда даже называли джиггернаут, еще до игр компьютерных так, ну, по-английски уже, когда британцы захватили Индию, она шла во главе процессии, и вот некоторые суициденты считали, что жрецы рассматривали как суеверие, что если броситься под колеса такой повозки, то отрезанная таким образом повозкой голова будет символом освобождения от кармы и всех грехов, и отсутствием уже последующих реинкарнаций, а сразу попаданием в такие высшие состояния и миры. Поэтому, казалось бы, это дело давно минувших дней, как хракири в Японии, но вот эти контексты способствуют суицидальному поведению и даже выбору способов и средств. Например, в Китае традиционно это отравление, и у нас в Институте скорой помощи на отделении токсикологии мы до сих пор поражаемся, что та уксусная эссенция, которую использовали даже не бабушки, а прабабушки в XIX веке, до сих пор является одним из часто встречающихся способов сведения счета в жизнь, хотя не самый эффективный и не самый известный, но тем не менее где-то в закоулках нейросети оставшийся такой отпечаток, импринт способствует такому выбору в критической кризисной ситуации. Но это тоже отдельная тема суицидальных программ, поэтому важна труднодоступность и в алгоритмах терапии таких клиентов в антисуицидальном контракте или в сейфти-плане, в плане безопасности, один из первых пунктов устранения вот таких предметов, которые легко доступны и высокоэффективны, высоколетальную. Например, сдача оружия или, как в Британии, например, устранение использования коксового газа, замена его на природные привело к резкому снижению от такой формы. Понятно, что стали использоваться другие, но в целом снизился и абсолютный относительный процент на определенный период. Не буду касаться типологии, и, к сожалению, тоже аспекты помощи могут быть только дополнительно рассмотрены, может быть, в какой-то дискуссии, если будут появляться у нас такие промежутки свободного времени между докладами. Поэтому, пожалуй, чтобы не злоупотреблять временем, я и так использовал и время перерыва, остановлюсь на этом в демонстрации и постараюсь ответить на, может быть, какие-то вопросы. Да, вот здесь Василиса пишет, что антисуицидальный контракт применяется в психиатрии. В прошлом возможно, но сейчас десятки статей, если вы наберете в интернете контракт против сейфти-плана, планы безопасности, большинство исследователей категорически против антисуицидального контракта, потому что он создает иллюзию безопасности для, скорее, специалиста, чем для клиента. И поэтому необходим сейфти-план, где по пунктам расписывается, что ты можешь делать. Буквально, начиная с самых примитивных действий, погладь кошку. Если кошка не сработала, позвони Бет своей приятельнице, если это не сработало, выйди на улицу, пообщайся с людьми, если это не сработало, звони своему психологу, если линия занята, звони в психологическую помощь, если там не ответили по каким-то причинам. Есть 911. То есть алгоритм действий. Вот что полезнее для суицидального клиента, для управления рисками, чтобы он знал, что делать. Потому что в острой ситуации мы, и уж тем более наши клиенты, не поднимутся до вершин своих ожиданий, как замечательно сработают все техники и правила, опустятся на дно своих навыков. Поэтому мы стараемся работать с навыками, и большинство современных школ направлены именно на работу с этими навыками. Но это тоже отдельный длительный разговор, просто освещение такое широкое уже самой терапии, к сожалению, выходит за рамки задач нашей конференции. Это уже больше такие курсы, подготовительные программы, семинары, в том числе, которые проводятся и в рамках нашей ассоциации, и в рамках зарубежных программ, и в работе, например, Института Сербского, где есть отделение суицидологии, и подготовительные программы для профессиональных суицидологов. Да, вот Safety Plan, пишет Ольга. Это большая тема, к сожалению, она потребовала бы гораздо большего времени, но чтобы дать возможности коллегам выступить и не тянуть одеяло на себя. Если появится минутка, могу ответить на вопросы и рассказать более подробно. Да, спрашивают, ну, я все вопросы, к сожалению, не вижу, очень быстро они сдвигаются по поводу доведения до самоубийства. Есть такая статья у нас в Уголовном кодексе, есть за рубежом такие статьи, и есть такие процессы, которые возникали, в первую очередь, в зарубежных странах Европы, Северной Америки, но у нас это эксквизитные случаи. Чаще всего просто разбирается ситуация смерти, юридическую ответственность несет врач-психотерапевт или психиатр, поэтому в основном это врачебная комиссия специальная, разбирает такие кейсы. Будет ли доступ в видеозапись? Мы узнаем у всех спикеров, согласны ли они на предоставление их докладов в формате видеозаписи, если такое согласие будет получено, то да, мы такую видеозапись обязательно предоставим. Да, вот МГППУ совместно с Институтом Сербского тоже проводят такие семинары, поэтому вот как вариант. Просто в Институте Сербского профессор Положий создал такую хорошую программу, многолетний труд, где вот в свое время еще советская школа и в Институте психиатрии Тихоненко, последователь уже Амбрумовой и Положий и другие профессора создали целый ряд таких важных обучающих программ, алгоритмов, которые пока, к сожалению, за рамками того, что мы могли бы обсудить сегодня. Поэтому с удовольствием отвечу в последующие какие-то возможные окошки для нашей дискуссии, обсуждения вопроса, последующие моменты. А сейчас с удовольствием передаю слово Денису Николаевичу Иванову, спикеру, коллеге моему по нашей ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Поэтому, Денис Николаевич, вам слово. Здравствуйте, коллеги. Спасибо, Дмитрий Викторович, за интереснейший доклад. Да, и спасибо за сотрудничество, потому что, конечно, то, что я знаю, то, чем я владею, в том числе благодарность Дмитрию Викторовичу, что я и сам периодически продолжаю обучаться, совершенствовать свои навыки. И, конечно, этот вопрос, работа с суицидальными пациентами, это, наверное, с моей точки зрения такой вот краеугольный камень, который требует от специалиста множество умений. И хотя сегодня довольно распространено ознакомиться просто с протоколами, получить какие-то наборы техник, а затем бежать их применять, на самом деле я бы хотел остановиться сегодня все-таки на подходе и на том, как когнитивно-поведенческая терапия адаптируется под работу со сложными пациентами. Так же случилось, что я работаю в основном с юношескими депрессиями, и это хронические депрессии, в том числе у множества пациентов диагностированы расстройства личности. И как они попадают ко мне в практику? В основном они идут, конечно, после стационара или от психиатров. Это клиенты, которые попадают в сам стационар, обычно как раз-таки в состояниях тяжелой депрессии, когда у них уже совершенная попытка суицида, к счастью, неудавшаяся, либо какое-то суицидальное поведение в виде самоповреждений, либо какие-то расстройства поведения. То есть там рисковое поведение может присутствовать, и все, что угодно, что можно себе представить по части самоповреждающих каких-то действий. Сегодня набор обширный, более того, сам контекст, медийный контекст подсказывает новые и новые возможности для каких-то проб. И, к сожалению, даже дети, то есть подростки молодого возраста, сегодня уже прекрасно владеют вот этими вот дезадаптивными навыками регуляции таких вот тяжелых своих эмоциональных состояний вот через такое поведение. И когда говорят, а подходит ли, вернее, когда спрашивают, подходит ли КПТ под работу с такими тяжелыми пациентами? И часто даже приходится слышать такой миф или фразу. Мне кажется, что этот пациент тяжелый. Почему? Да потому что невозможно к нему применять какие-то основные принципы КПТ. А как ты понял, что к нему невозможно применять принципы КПТ? Ну, потому что клиент тяжелый, никак они не применяются. И, собственно, если мы взглянем с вами на эти основные принципы КПТ, то в действительности в работе с тяжелыми пациентами они еще гораздо более важны. Особенно если мы говорим о пациентах, которые, конечно, из такой высокой группы суицида. И здесь, конечно, мы будем говорить про конкретные цели. Это, наверное, задача номер один. Прояснять, устанавливать эти цели с клиентами. Я останавливаюсь на этом дальше чуть позже. Но что важнее, это, конечно же, еще и альянс. Потому что очень часто пациенты, которые приходят, попадают ко мне в практику, это незамотивированные клиенты, которые не хотят устанавливать альянс. Их часто направили врачи или родственники, привели за руку. И что мы будем с ними делать? Конечно, будет очень тяжело просто-напросто даже сформулировать кейс. А нам очень важно все-таки от проблем в настоящем проделать мостик к пониманию источников этих проблем. И что, мы будем это изучать только по карте, по истории болезни? Да нет, нам нужен этот доступ. Конечно, принцип КПТ – это еще и ограниченность во времени. И мне очень важно, чтобы сами мои клиенты получили определенные навыки, сумели справляться со своими тяжелыми состояниями и регулировать свои эмоциональные состояния, если вдруг их суицидальное поведение снова актуализируется. Ведь ни меня, ни родственников, ни каких-то других костылей может не оказаться в доступе. И тут, конечно же, сам базовый принцип помогает нам, по сути, что сделать? Сделать самого человека психологом для себя. Конечно, для всего этого мы не форсируем прошлый опыт. Мы все-таки ориентируемся на проблемах в настоящем. Структура, структура, еще раз структура. Проходя сейчас супервизию, я снова и снова убеждаюсь, что структура на самом деле важна, в том числе, когда структура якобы невозможна. На самом деле это и есть те самые буйки, за которые мы, как психотерапевты, не заплываем. Они помогают и нам не испытывать тревогу, особенно когда мы работаем с клиентами из такой группы риска. Нам очень важно опираться самим на что-то, в том числе и на протоколы, конечно же, и на структуру, если мы говорим про отдельно взятую сессию. И что еще? С тяжелыми клиентами мы по-прежнему формулируем проблемы, конечно, в когнитивных терминах. И, конечно же, с тяжелыми пациентами на первый план, как уже Дмитрий Викторович сказал, выходит, конечно, направленность на навыки саморегуляции. И это не только когнитивные навыки, это, конечно же, навыки и через регуляцию эмоций, через тело, поведенческие навыки. И с чем более тяжелым клиентом мы с вами работаем, чем более тяжелая депрессия, тем, конечно же, этих проведенческих аспектов терапии будет больше, больше, больше. Но как ко всему к этому приступиться? Как спланировать план лечения, если мы не понимаем когнитивную концептуализацию? Поэтому еще один важнейший принцип. С первой сессии мы вынуждены и обязаны смотреть на концептуализацию этого клиента, разбираться, что у него там актуализируется, какие у него глубинные убеждения, как я быструю с ним терапевтические отношения. И на самом деле, когда говорят про КПТ, что это сухой метод, абсолютно не так. Конечно же, терапевтические отношения – это базис, на котором мы строим отношения с нашим клиентом. И зачастую именно терапевтические отношения могут стать тем пунктом, который повлияет на клиента, если вдруг снова захочется сделать суицидальную попытку. Но, может быть, именно воспоминание, что я не должен подвести своего терапевта, он в меня верит, станет тем самым мостиком, крючочком, который его остановит. Терапевтические отношения, по сути, это обмен между нами с клиентом. И это будет способствовать раскрытию его мыслей, чувств, убеждений. Это будет способствовать, по сути, его изменениям. И, как сказала Джудит Бек на конференции КПТ в Берлине, чем более сложный пациент, тем в более психодинамическом ключе мы работаем. Это акцент на «здесь и сейчас», это работа через наши отношения, что происходит здесь и сейчас на сессии. Вы уже знакомы, конечно же, с основными элементами терапевтических отношений. И это становится такой вот еще, ну, как бы, наверное, ожиданием или то, чему мы должны с вами, как консультанты, соответствовать. Помимо КПТ-специфических навыков, все-таки мы с вами должны быть еще и хорошими эмпатами. Мы должны все-таки транслировать своим поведением позитивные намерения. Мы должны снова и снова собирать обратную связь. То есть все роджерианские вещи, все вещи, которые нам завещал Роджерс, гуманистическая терапия, они все тоже здесь. И в том числе мотивационное консультирование опирается на эти принципы. И с тяжелыми пациентами, пациентами, которые с высокой суицидальностью, зачастую это выходит на передний план. Но, опять-таки, что такое терапевтические отношения и как понять, как выстроить их с тяжелым пациентом, который сейчас даже с тобой не хочет разговаривать. Напомню, когнитивная концептуализация. С первой встречи мы концептуализируем, что происходит в его внутреннем мире, что влияет на то, что сейчас он не хочет с нами разговаривать, что происходит, когда он чувствует себя подобным образом, что происходит у нас в кабинете и что там актуализировано. Только понимая его когнитивную концептуализацию, но еще и собственную когнитивную концептуализацию, мы способны с вами выстроить тот самый альянс. Две когнитивные концептуализации адаптивным образом позволяют нам выстроить терапевтические отношения. Но для этого, конечно же, нам с вами важно, чтобы наши автоматические мысли не мешали процессу. Нам важно с вами быть человеком, который проходит собственную психотерапию и не позволяет своим каким-то глубинным убеждениям помешать процессу. Так мы, конечно же, создав альянс, переходим и к планированию, к постановке психотерапевтических целей. И здесь, чем более конкретными мы с вами эти цели видим, чем более поведенческими мы видим суицидальными пациентами, тем проще и лучше мы будем оценивать эффективность проводимой работы. Но когда мы говорим про психотерапевтические цели, важнейший момент, который мы почему-то забываем, что часто приходится видеть на интервизиях, эти цели звучат в основном как? Уберите от меня суицидальные мысли, уберите от меня тревогу, уберите от меня депрессию. Окей, давайте займемся поведенческой активацией, давайте займемся какими-то техниками, которые потребуют усилий. Что в итоге клиент не будет это делать. А почему? Потому что он сам не ответил себе на вопрос, зачем ему меняться. Он не видит, для чего ему все эти изменения. И когда мы формулируем цели по принципу «уберите от меня что-то», то это никак не добавляет ему мотивации. Да, это где-то греет, может быть, не станет легче. Но ключевой вопрос – для чего тебе это? И здесь мы проясняем с первых встреч ценности клиента. И мы проясняем, какую жизнь он бы хотел для себя. На самом деле даже с психотическими пациентами мы рассматриваем содержание бреда иногда. И сам Аарон Бек занимался этим, исследовал содержание бреда, потому что даже там мы понимаем ценности пациента, и как в одном моем случае с одним моим клиентом, там все темы были связаны с тем, что он спасает мир, что он помогает людям. И это его ценности, которые могли бы ему помогать изменяться самому. Мы понимаем, что он хотел бы быть нужным и важным. И вот так, понимая свои собственные ценности, для чего меняться человеку, он и будет, по сути, обращаться и работать, и сотрудничать вместе с вами. И иногда будет делать те самые неприятные, надо сказать, какие-то поведенческие процедуры. Когда у тебя депрессия, тяжелая депрессия, это действительно сложно встать и пойти. Иногда просто помыть голову, да? Только понимая, для чего тебе это, стараться, ты сделаешь это. Когда мы говорим про работу с клиентами с высокой суицидальностью, да, мы, конечно же, как я уже упомянул, рассматриваем это как суицидальное поведение. И для того, чтобы, да, для того, чтобы перейти к работе над этим, над всем, мы, конечно же, да, в голове имеем еще ряд мишеней, которые приоритизируем. И вот приоритизация мишеней, она должна выстраиваться таким образом, чтобы на первом уровне у нас в работе с такими клиентами всегда стояла, конечно, угроза для жизни. Это то, о чем мы говорим, с чего мы начинаем. Угроза для собственной жизни, угроза для жизни других людей. Это самая важнейшая цель, что мертвый пациент уже не пациент, терапия невозможна без него. Но что еще происходит в работе, в частности, в моей работе? Еще одной целью первого уровня становится поведение, которое препятствует терапии. И здесь как раз-таки вспоминаем, да, терапевтические отношения – это не только концептуализация, это не только поведение самого клиента, но это еще и поведение меня как терапевта. На самом деле его поступки, его действия, его пропуски, его иногда шантажное поведение точно так же влияют на мои эмоции, на мою мотивацию. Поэтому мы фокусируем внимание на поведение, которое препятствует, противодействует терапии, ибо без этого мы точно так же не можем с вами продолжать. Именно поэтому это мишень первого уровня. Ну и точно так же в качестве мишени первого уровня нам стоит выделить угрозы для качества жизни. То есть то, что влияет на качество жизни клиента, конечно, определяет его вообще вовлеченность в терапию. И там, конечно же, и ссоры, и там ряд проблем. И зачастую, работая как раз таки с клиентами в депрессиях, с суицидальными намерениями, мы будем разбираться с тем, что происходит в жизни. И здесь мы будем заниматься зачастую решением проблем, помогая клиенту решать проблемы за проблемой, переходя уже потом к какой-то когнитивной реструктуризации или проводя эту процедуру в параллеле. Но что важно, на что я еще хотел обратить внимание, в самом начале, когда мы начинаем уже работать с суицидальным поведением, мы относимся к этому именно как к поведению. И зачастую даже пассивные суицидальные мысли – это, по сути, суицидальное поведение, просто вот такое скрытое, имплицитное. Но мы понимаем, что у него есть функция. Функция, и тогда нам становится ясно, концептуализируя это поведение, нам становится ясно, почему снова и снова он обращается к этой стратегии. У него, у этой стратегии, у этого поведения есть функция, и, скорее всего, клиент пока не до конца понимает, что у этого же есть ряд минусов, ряд вещей, которые никак не помогают ему обеспечить собственные потребности, идти по направлению к своим целям. Вместе с клиентом, таким образом, мы смотрим, концептуализируем, почему это поведение актуализируется, и самое главное, в какие моменты. И когда мы говорим уже про терапию, не глубинные какие-то убеждения, не его правила, а иногда важнее посмотреть на то, что делает его уязвимым. То есть, по сути, что приводит к такой эмоциональной уязвимости, что ни один навык не сработал, что он забыл записать, выделить свои автоматические мысли. Скорее всего, ты не спишь, ты переутомлен, или ты ничего не делаешь, ты, я не знаю, сидишь без денег, ты не ешь. То есть, такие базовые вещи иногда становятся и выходят на передний план. Мы разбираемся с его суицидальным поведением, но мы разбираемся еще и с тем, почему те или иные навыки, которые он приобрел в психотерапии, не используются. Почему он вернулся к старым каким-то методам, и что повлияло на него. И когда на семинарах приходится слышать от студентов, дайте больше техник, дайте техник, дайте техник, для того, чтобы лучше помогать, я снова и снова задаю вопросы. А зачем? Зачем вам эти техники? Ведь важна не сама техника, а то, когда, в какой момент, как вы эту технику будете применять. Но еще важнее, если мы работаем в КПТ-парадигме, передать эту технику самому клиенту. И вот при таких условиях нам ясно, что без когнитивной концептуализации, без терапевтических отношений мы применяем техники просто вслепую. Просто мы, как подорожники, прикладываем их в разное место, а потом удивляемся, почему нет эффекта. Вот, собственно, эта стройность и понимание, как это и когда это сделать вовремя, требует, конечно же, от психолога, от психотерапевта много-много-много разных штук. По сути, требования к терапевту, которые работают с тяжелыми клиентами, получаются очень так прилично. То есть здесь будут базовые навыки, как мы уже с вами проговорили. Нам, конечно же, важно владеть когнитивно-поведенческими специфическими навыками. Нам, конечно же, важно владеть процедурой когнитивной концептуализации, чтобы мы могли это выстраивать вследствие понимания когнитивной концептуализации. Мы тогда лучше будем правильно применять техники. Но что бы было полезно знать еще? Нам было бы хорошо владеть, конечно, принципами мотивационного консультирования. Нам крайне важно владеть когнитивно-поведенческой терапией депрессии, проходить семинары. Конечно, было бы здорово владеть еще и принципами терапии, когнитивно-поведенческой терапии расстройств личности. Плюс ко всему мы будем сталкиваться с дополнительными проблемами, и мы должны знать, например, как работать с той же инсомнией. Здесь нам поможет когнитивно-поведенческая терапия, инсомния, расстройства сна. Но что еще? Конечно, было бы здорово понимать, как развиваются, как обладевает человек навыками эмоциональной регуляции. И здесь уже наработки наших смежных подходов или подходов КПТ третьей волны. Здесь же, конечно, и работа через терапевтические отношения и понимание режимов пациента, в том числе это схемотерапия и новейший метод, который разработает до сих пор сейчас, и вот вышла книжка, метод CTR – Cognitive Therapy Recovery. То есть это терапия для тяжелых случаев, для пациентов с тяжелыми ментальными состояниями. Там тоже в основе лежит концепция режимов. Концепцию режимов Бек разрабатывал давно. В тот момент Янг был его учеником. И, собственно, интересное направление, которому сейчас уделяю большое внимание я сам, оно как раз-таки сосредотачивает внимание на том, чтобы из дезадаптивных режимов, когда ничего не хочется, все бессмысленно, безысходность, да, мы помогали клиенту овладеть навыками, чтобы он учился переключать эти режимы в адаптивные, да, и учился это делать самостоятельно. Как кажется, уложился даже в свое время, в свой промежуточек. И если есть вопросы какие-то, я готов ответить. Спасибо большое, Денис Николаевич, более чем. Но я думаю, что вполне можно использовать эти ближайшие полчаса и для дискуссии, для того, чтобы развернуть какие-то тезисы вашего доклада. Здорово. Я, к сожалению, сейчас не вижу пока вопросы. Так, вот в чат, наверное, надо зайти. Говорят, шикарный доклад у Дениса Юрьевича. Ну, надеюсь, что это про Дениса Николаевича не говорят. Либо передо мной кто-то был. Юрьевич пока не успел выступить. Юрьевич не успел. Смел адресовать. Да, окей, хорошо. Тогда приму комплимент на свой счет. Да, материал. Свою собственную презентацию я с удовольствием разделю. На русском языке CTR пока нет. Пока этого нет. Это новый метод. Когнитивоповеденческая терапия психозов – это вообще довольно новое такое направление. Здесь Дмитрий Викторович не даст соврать, прокомментирует, дополнит меня. Оно только-только разрабатывается. Но уже есть ряд исследований, которые демонстрируют эффективность, в том числе в работе с бредом, в отношении к бреду. Есть отдельные протоколы, как у Ван Даргага, по-моему, по работе с голосами, которые тоже считаются очень сейчас многообещающим. Можно не волноваться, смело опираться в своих ожиданиях относительно будущего на нашу ассоциацию. Мы берем на себя обязательство перевести на русский, опубликовать на русском языке эту книгу. Так что все произойдет, если не ближайшие месяцы, то в течение, надеюсь, следующего года. Так что берите терпение, эта книжка будет на русском языке. Есть вопрос, насколько психотики соглашаются на терапию, если более сильное сопротивление. Если мы с вами посмотрим просто даже на людей, которые страдают расстройствами личности, то, как говорил Артур Фриман, которого, к сожалению, с нами теперь уже нет, он говорил, что клиенты, чем более низкое у них функционирование, тем вера в собственные убеждения, какие-то глубинные убеждения у них ярче, сильнее. И тогда они смотрят на мир и на себя, и на других людей так, как будто бы это так оно и есть. В случае с психотическими клиентами, там довольно высокий уровень еще и вот этим вот каким-то бредовым конструкциям своим. И, конечно, это все влияет на то, насколько человек будет отзываться в психотерапии. И вот, собственно, поэтому я и сосредоточил сегодня внимание именно на психотерапевтических отношениях. Потому что все эти убеждения, все убеждения сложных пациентов, и пациентов тяжелой депрессии, это тоже сложные пациенты, у которых актуализированы такие вот дезадаптивные глубинные убеждения, и они искаженным образом смотрят на мир. Это сложные пациенты. И поэтому все это, весь этот взгляд на мир, на других и на себя, он будет присутствовать у вас в кабинете, в психотерапии, в психотерапевтических отношениях. Как пишет Джудит Бек, это и делает их сложными пациентами, что клиент как бы не способен разделить. И все это присутствует в терапии. Поэтому здесь главным инструментом становятся терапевтические отношения. Как мотивировать сложных пациентов? Снова и снова мы будем уходить в мотивацию сложных пациентов. Если кажется, что мы уже с вами нашли альянс, и что мы уже движемся в правильном направлении, у нас с вами все получается, это зачастую обманчивое такое ощущение. В следующий раз он приходит через неделю и говорит, что все, ничего не получилось. И снова и снова мы обращаемся к принципам мотивационного консультирования. Мы ищем ту самую амбивалентность человека. Что-то помогает ему все-таки приходить к вам в кабинет, стараться, продолжать стараться. Мы, конечно же, смотрим и вспоминаем вместе с ним, для чего он старается, какие у него ценности, что он хотел бы изменить в жизни. Собственно, мотивация будет присутствовать все время. Даже если вы говорите просто про элементарное домашнее задание, план действий какой-то на неделю, вы обязательно будете прояснять мотивацию клиента. И наша задача не просто сделать какую-то манипуляцию, чтобы он вдруг реально замотивировался. Нет. Со сложными пациентами нам важно передать навыки, самомотивирование. И то, как мы работаем с клиентами в депрессии. По сути, то, чему они хотят научиться больше всего, чтобы появилась мотивация. Вот для этого мы тоже передаем им эти навыки. Они сами лучше начинают понимать, как я могу мотивировать себя. Денис, здесь одна участница просит задать вопрос голосом. Послушаем ее? Конечно. Мария? Да, я тут. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте. Не знаю, меня видно или нет. Я попыталась включить. Я хотела спросить такой вопрос. Насчет бреда и работы с ним. Почему не стал его писать? Потому что он достаточно долгий, наверное, такой вопрос. Если, предположим, при шизофрении, мы ведь, когда у человека острые симптомы психотические, как я понимаю, мы все-таки туда как бы не лезем, пока не снимется острая симптоматика, пока медикаментозно это все не снимется. Но ведь бред мы имеем, естественно, не только в составе шизофрении далеко. И вот мы в любом случае, пока не снимутся острые симптомы, ну, не спрашиваем про вот эти бредовые убеждения, не расспрашиваем, как бы не погружаем человека туда. Или же, если это не шизофрения, то мы можем даже в остром состоянии это спрашивать. Вот такой вот вопрос. Ну, то есть, как здесь быть? Окей, я бы разделил, конечно, ответ на несколько частей. Есть определенные критерии, конечно же, да. Когда человек соответствует этим критериям, мы его берем в психотерапию, да. И зачастую какие-то острые состояния, подострые состояния, они требуют бережного, конечно же, бережной работы. И в некоторых случаях даже медитация, может быть, противопоказана, да, только чтобы не спровоцировать опять вот эти вот какие-то состояния, да. Вот. Тем не менее, когда уже мы понимаем, что человек доступен, что у него есть плюс-минус критика, и он способен с вами выстраивать диалог, то зачастую не сами темы бреда выходят на первый план. Нам важно все-таки вместе с клиентом разбираться с его отношением к этим бредовым идеям и работать над реструктурированием этого отношения. Когда мы говорим просто, и так вот обобщаем, говорим, бред, бред, бред. На самом деле, это тоже такое континуум состояние. И какое, я не знаю, какие-то идейки у нас у самих тоже есть. А вдруг вы обо мне сейчас что-то думаете, да? То есть какое-то чтение мыслей. Просто уровень доверия вот к этой мысли у каждого человека разный. Собственно, на это на все тоже важно еще и смотреть с точки зрения такого континуума, да? И зачастую, вот даже то, что сделал я сейчас, да, психообразование уже творит чудеса, когда клиент понимает, что оказывается у вас, Денис, тоже бывает, что вы читаете мысли других людей? Ты знаешь, не только у меня. Ну, то есть вот так, может быть, не напрямую, да, но я постарался ответить. Да, спасибо, я поняла ответ. Да, спасибо большое. Все ли психологи с опытом могут распознать, что клиент имеет суицидальные мысли или желания, если он их хочет скрыть? Ну, для того, чтобы все-таки, да, работать с этим суицидальным поведением, да, нам важно понимать, какие еще факторы могут сейчас повлиять на то, что человек вдруг где-то в глубине души сейчас, да, пусть не раскрывает, но может решить и предпринять такую попытку. Ну, собственно, для этого мы используем, опять-таки, и терапевтические отношения, и выстраивание альянса для того, чтобы создать поле доверия. Если человек захочет скрыть, он, конечно же, скроет. Он скроет, но скроет он, скорее всего, опять-таки, по каким-то причинам. У него есть, у вот этого поведения, скрыть от терапевта что-то, есть какая-то функция. Собственно, если вы чувствуете, что он что-то скрывает, это становится мишенью номер один. И мы понимаем, что это мишень, это поведение, препятствующее сейчас нашей психотерапии. Зачем-то он пришел, но почему-то он и не раскрывается. Мы чувствуем, что есть какой-то слон в комнате. В таком случае нам, похоже, важно поговорить с ним об этом в плане в комнате и поделиться, что сейчас происходит. Возвращаю, опять-таки, к комментарию Джудит Бетт. С такими пациентами, со сложными пациентами мы будем работать здесь и сейчас часто через наши отношения. Таким может быть результат работы на сессии с суицидантом на начальном этапе терапии. Имеется в виду, если человек уже сообщил, что у него была суицидальная попытка, или если вдруг он пришел и говорит, заявляет о том, что у него есть такое желание. Существует ряд протоколов, в котором нам следует обращаться. И если вы пока не знакомы с этими протоколами, то хорошо бы заполучить его и держать при себе. Потому что иногда в такие моменты само поведение и эмоции терапевта могут препятствовать проведению просто опроса. Нам важно понять, конечно же, насколько сейчас существуют риски. И если вдруг риски существуют, или вы предполагаете, что они существуют, то здесь мы, конечно же, разрабатываем сразу здесь сейчас кризисный план. Это будет тем, с чем должен уйти после первой сессии клиент из вашего кабинета. Как работаете с сопротивлением сложных пациентов? Как не впасть в искушение, не стать преследователем? Когда, например, человек не выполняет, пропускает сессию? Да. Шаг вперед, три назад. Ну, собственно, работа с тяжелыми пациентами, она и требует от нас супернавыков, так скажем. Почитайте книгу у Джудит Бек «Когнитивно-поведенческая терапия сложных случаев». Она как раз очень хорошо структурировала, систематизировала основные сложности, которые случаются с клиентом. Но здесь опять на первое место выходит когнитивная концептуализация. Если есть сопротивление, мы его концептуализируем. Нет каких-то готовых шаблонов, почему он так себя ведет, и какие методы или техники применить, чтобы его замотивировать. С каждым конкретным клиентом мы концептуализируем, что происходит, для чего он так себя ведет, почему он не выполняет домашние задания. То есть мы переходим на уровень немножечко выше. Вместе с ним в альянсе как два наблюдателя, как два психолога анализируем, почему есть такое сопротивление к психотерапии. Как можно построить работу при остром депрессивном состоянии в результате потери, смерти близкого человека. Работа с гореванием – это, конечно же, отдельный навык. Это отдельный ряд навыков, которые требуют, во-первых, от самого человека хорошего знания собственной когнитивной концептуализации и владения, конечно, навыками собственной эмоциональной регуляции. И как вы будете устраивать работу, чтобы здесь не переходить просто к каким-то базовым моментам, рекомендациям, я вас перенаправлю все-таки на изучение литературы. Могу кратко сказать, что там, конечно же, на первый план выходят навыки, так скажем таки, базовые навыки, которыми должен владеть любой консультант. Конечно, анализировать, работать с глубинными убеждениями мы не будем. Мы будем работать с отношением к тому, что произошло или к своему собственному состоянию. Зачастую клиенты добавляют себе негативных эмоций, требуя от себя, например, спокойствия или не понимая, аж почему они испытывают вину. Почему вина, например, начинает этой вине приписывать разные-разные интерпретации. Вот, собственно, мы нормализуем такое вот состояние и помогаем клиенту, конечно же, с первой сессии сформировать более адаптивное такое вот отношение, самоотношение, да. Но принципом работы с гореванием и работы с человеком, который попал в кризисную ситуацию, да, нужно отдельно пообучаться. И не так давно я выкладывал в Фейсбуке доступ на бесплатный курс у себя в Фейсбуке на страничке можете полайдить. Он называется терапия First Aid, да, то есть такой вот первой помощи. Самые главные базовые принципы. Спасибо большое, Денис. К сожалению, время наше ограничено, нам нужно дать слово коллегам, поэтому часть вопросов, может быть, останется на какие-то последующие дискуссии и окна перерывов. Давайте дадим возможность выступить и другим участникам. Алена Шибаршина, организатор группы поддержки для людей с биполярным расстройством и их близких, Воскресный бар, координатор общественной организации биполярники, координатор проектов партнерства равных. Тема роль группы поддержки в профилактике суицидов. Как раз роль общественных организаций, поэтому слово сейчас как раз представителю общественных организаций Алене Шибаршиной. Здравствуйте. Так, ну что, Дмитрий меня уже представил. Сегодня здесь прозвучали, и я думаю, что мы еще много услышим отличных докладов от специалистов. Я хочу рассказать о вопросе с другой стороны, со стороны пациентов. Наверное, я бы немножечко еще рассказала о том, чем именно я занимаюсь. Проекты, которыми я занимаюсь, направлены на помощь и информирование людей с биполярным расстройством. Мы собираем список проверенных специалистов, психиатров, психотерапевтов и психологов, список клиник, в которые можно обратиться, проводим мероприятия очные и онлайн, особенно в этом году. и ищем и делимся полезной информацией по теме. Например, я веду YouTube-канал, на котором провожу эфиры со специалистами на самые запрашиваемые и волнующие темы от людей. С ассоциацией «Виполярники» мы сейчас делаем совместный сайт, чтобы собрать всю эту информацию вместе и сделать ее более доступной. А пришла я сюда рассказать о группах поддержки, которые организуют сами пациенты для поддержки друг друга. Они, по-моему, очень необходимы, потому что если говорить о биполярном расстройстве, то по статистике каждый третий биполярник предпринимал попытку суицида и по разным исследованиям от 4 до 19 процентов людей в итоге погибли. Есть разные варианты групп. Я выбрала подход равный-равному. Этому подходу именно в сфере психиатрических расстройств уже почти 30 лет и он предполагает, что все участники группы поддержки, в том числе и ведущие, пережили или переживают идентичный опыт и все находятся в равной позиции. То есть нет кого-то старшего, знающего ответы на все вопросы. Это позволяет людям чувствовать себя более расслабленно и безопасно. На встречах люди могут поделиться своими историями, задать вопросы другим участникам о том, как они справлялись, переживали какие-то ситуации, могут получить поддержку и поддержать других, что тоже дает хороший положительный эффект. Часто у людей с диагнозом, я могу говорить о диаполярном расстройстве и депрессии, нет человека, к которому они могут обратиться. В семье могут не понимать или обесценивать состояние и даже сам диагноз. В депрессии многие не могут общаться с людьми и их не понимают и просто перестают общаться. Кто-то обижается, когда человек не выходит на связь. Из-за выпадания из жизни люди в принципе сталкиваются со многими проблемами, например, лишаются работы, отношений, поддержки семьи. И кроме внешней стигматизации люди часто сами себя обвиняют в том, что они какие-то не такие, сами виноваты в происходящем, что они обуза для родных и просто закрываются и боятся рассказать о том, что переживают. Поэтому группа поддержки это зачастую единственное место, где они могут выговориться и поделиться своей болью. И в принципе даже если у человека полностью принимающее окружение, то понять его состояние окружающие все равно не могут и важно иметь братьев по духу людей, которые точно поймут. В чем плюс группы поддержки? На группы поддержки идут охотнее, чем к специалисту. психологу, психотерапевту и тем более психиатру. И группа поддержки хороша тем, что слыша рассказы других участников, человек может быть не сразу, но постепенно сам приходит к мысли, что с его ситуацией можно справиться и понимает необходимость обратиться к специалисту. Я слышала мнение и понимаю, что есть много сомнений в полезности таких встреч. Я слышала мнение о том, что группы поддержки могут ухудшать состояние участников и даже подталкивать людей к суициду, но это не так. Если группа соблюдает правила, то она становится не только безопасным, но и поддерживающим и полезным пространством, которое помогает улучшить самочувствие и прийти в норму. Правила, которые соблюдают группу, в принципе, участники группы создают, устанавливают их сами, но есть четыре таких базовых правила, от которых зависит безопасность встреч. Первое, это, конечно же, конфиденциальность. Участники должны быть уверены, что информация о них закрыта, что никто не разгласит их истории и тем более их имена за пределами группы без их согласия. Следующее правило, это взаимное уважение. Вроде бы мы все в обычной жизни по идее должны им пользоваться, но, к сожалению, часто об этом забывают, поэтому на группе мы обязательно говорим о том, что здесь друг друга не перебивают, не спорят, и в том, что участники не вступают в споры на какие-то спорные темы, то есть, например, лучше не упоминать темы религии, политики, сексуальной ориентации, коронавируса, нужно, не нужно носить маски, это тоже сейчас очень такая холиларная тема, их лучше оставлять за дверью. Ну, и важные правила для безопасного общения, это безоценочность, обязательно говорим о том, что каждый сам разбирается в том, что для него хорошо, а что плохо, давать оценку действиям, и тем более ставить диагнозы нельзя. И обязательно говорим о том, чтобы человек говорил именно о себе и своем опыте. Я думаю, все вы знаете, что такое я-высказывание, то есть, человек может рассказать о том, что он пережил, или на рассказ другого участника он может ответить, чем рассказ отозвался внутри, но сказать кому-то, как ему нужно себя вести, куда пойти и что делать нельзя. Ну, и здесь же запреты на непрямые советы, мы стараемся пространно не выражаться из разряда, что там и все мы в этот момент чувствуем это, или вот тогда ты идешь туда и ждешь вот этого, то есть, мы возвращаем людей и просим говорить именно о себе, что же он чувствует, когда видит что-то, и что он чувствует, когда идет куда-то. Ну, и важное правило это запрет на антипсихиатрию, поскольку биполярное расстройство это все-таки психическое заболевание и лекарственная терапия очень важный элемент лечения, мы предупреждаем участников, что они не могут пропагандировать отказ от принятия лекарств, отказ от психотерапии, но рассказывать о своем опыте человек может. Никто его не осудит, и, в общем-то, это еще один принцип принятия, что группа поддержки, она, безусловно, поддерживает. Но может направить человека в нужное русло, в принципе, для чего группа и нужна, она нужна в том числе для того, чтобы человек, глядя на примеры других людей, на то, как они справляются и каким образом они справляются с трудностями, мог намотать что-то себе на ус и, может быть, не сразу, но со временем прийти к какому-то правильному решению и разобраться со своей ситуацией. Группу я веду полтора года, и когда группе исполнился год, я решила посмотреть статистику и обнаружила, что за год на встречу записались более 800 раз, и за год ни разу не было случая, в принципе, уже за полтора, чтобы встречи не проводились, при том, что проходят они раз в неделю, всегда на них кто-то приходит, и даже наоборот, через три месяца с момента запуска группы пришлось добавить еще одну встречу, чтобы у всех желающих была возможность прийти, и это при том, что в Москве есть еще одна группа поддержки для биполярников. Когда группа из-за карантина перешла в онлайн, где мы до сих пор находимся в силу известных событий, то два месяца даже приходилось проводить три встречи в неделю, потому что для многих группа была единственным способом борьбы с тревогой и возможностью общаться в поддерживающей среде. По общению с людьми я поняла, что группы необходимы многим в разных городах, так как как сказать там молва о группах, которые я провожу, разнеслась довольно быстро и мне писали люди из разных городов России и даже ближнего зарубежья. Они обращались и в мою группу «Воскресный бар» и в ассоциацию «Полярники», говоря о том, что хотели бы открыть группу в своих городах, что им этого не хватает. Многие искали группы в своих городах. И сейчас видно, что на самом деле это такая большая необходимость, потому что я также работаю координатором проектов некоммерческой организации «Партнерство равных». И в этом году мы выпустили методическое пособие по введению групп поддержки для людей с биполярным расстройством, депрессией и циклотемией. И сейчас в ноябре мы запустили обучение для ведущих. Это однодневный тренинг шестичасовой. И мы планировали провести две встречи, одну очную и одну онлайн. И планировали, что таким образом нас посетит где-то 20 человек. В итоге все встречи пришлось проводить онлайн. И за три дня нам пришлось через три дня закрыть запись, потому что записались 46 человек. И нам пришлось вместо одного потока проводить четыре. И сейчас все выходные ноября у нас заняты обучением ведущих. и это очень большая география. Это люди из Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья, Омска, Томска, Петрозаводска, Иркутска, Ростова-на-Дону, Кемерово. И я специально не сверяла города, поэтому те, которые я запомнила. Вот. Поэтому мне кажется, что группа правда очень полезная. И и я вчера спросила у участников групп, что же им группа дает, чтобы они мне как-то дали вдохновение для моего сегодняшнего рассказа. И мне сказали, например, что группа помогает понять, что я не одна такая, становится легче от того, что я знаю, что я не белая ворона. И есть успешные истории, которые дают надежду, что у меня может быть так же, что если совсем плохо, можно всегда обратиться в группу, и здесь не осудят, и будет безопасно. Также сказали, что группа дает огромную поддержку при сути дальних мыслей. Мне написали, что лично у меня такие мысли бывали часто, и не раз группа вытягивалась из этого состояния. Поддержка взаимная, а не одностороннее нытье, что дает возможность не только получить помощь, но и увидеть себя со стороны. Вот такие некоторые отзывы. Я поняла, что как-то очень быстро все рассказала. В общем и целом примерно так выглядит группа поддержки. Если у кого-то есть какие-то вопросы, то задавайте, я буду рада. Спасибо большое за оптимальное использование времени. Вы не просто уложились в тайминг, даже выручили нас, потому что мы чуть дальше зашли во время. Я старалась. Коллеги, вопросы к Алене либо в чате, либо устно. Вы можете посмотреть в чате несколько вопросов, Алена, но может быть кто-то готов устно спросить, что-то. Так, какие исследования подтверждают эффективность групп поддержки в таком формате? Я могу сбросить ссылки. Я хотела вставить свои контакты. Секунду. У меня запустилась демонстрация экрана? Да, сейчас видно. отлично. Я хотела оставить свои контакты, если будут какие-то вопросы по группам поддержки, либо по обучению группы поддержки, можно написать либо мне, либо в почту партнерства равных. И я готова буду сбросить ссылки на исследования и на ту статистику, которую я приводила, чтобы не быть голословной, но сейчас я воспроизвести не смогу, к сожалению, это все. Так, есть ли разница эффективности групп оффлайн и онлайн форматов? Ну, на самом деле, здесь сложно сказать, потому что лично мне нравятся и онлайн, и оффлайн форматы. Онлайн кажется мне очень удобным, потому что людям не обязательно выходить из дома. Если они в тяжелом состоянии, в депрессии, очень часто сложно собраться, сложно даже с кровати встать, зубы почистить и причесаться, не то, чтобы выйти и доехать докуда-то. Это дома поддерживающая обстановка, как говорится, дома и стены помогают. Но с другой стороны, кому-то важна именно социализация, важно выйти в люди, для кого-то важно именно прямое общение, особенно сейчас в пандемию для многих было очень тяжело встречаться онлайн, и даже сейчас многие участники группы все подвигают, предлагают встречаться очно, но все-таки это опасно, и мы из этого формата не выходим. Поэтому сложно сказать, мне кажется, они полезные, кому-то они не нравятся, в смысле, онлайн-встречи, кому-то они просто уже надоели за текущий год, но мне кажется, лучше так, чем никак. Хотелось бы узнать о структуре занятия, как и о чем вы разговариваете. Вообще группа проходит обычно как? Сперва я, как ведущий, рассказываю о правилах, рассказываю о том, каким образом группа будет проходить, и дальше уже в зависимости от того, сколько пришло участников, я рассчитываю время на каждого человека. То есть человек рассказывает о себе, то, что считает нужно, может быть, о заболевании, что-то рассказывает, и дальше он может либо рассказать свою историю, может рассказать, что произошло с ним в последнее время, может задать какой-то вопрос участникам, подать запрос, о чем хотелось бы узнать, как с каким-то определенным, определенной ситуацией, с определенным обстоятельством участники себя вели. Ну, и, собственно, дальше остальные дают обратную связь. Так, бывает ли ухудшение состояния у участников группы? Вообще, когда человек первый раз приходит на встречу, то я предупреждаю, что, может быть, после встречи будет не очень легко, потому что многие истории отзываются, много люди рассказывают о своей боли, и, конечно, это может быть тяжело, но в целом все всегда проходило хорошо, обычно после того, как вот такой, как это сказать, первый период проходит, то группа становится только полезной. Ну, и, опять же, ведущий, он все-таки должен следить за тем, чтобы группа выходила на конструктивный лад, потому что, если обсуждаются какие-то сложные моменты и тяжелые моменты, что, в общем-то, происходит практически всю встречу, чтобы участники не ушли в какой-то абсолютный минус, грусть, печаль и страшные мысли, ведущему неплохо бы вывести на конструктивный лад беседы, то есть, если человек, например, говорит о своих суицидальных мыслях или о тяжелой депрессии, то ведущий может спросить о том, что же человеку помогало справляться с ними, может спросить у других участников, как они себя вели в такой ситуации, что помогло им выйти из депрессивного состояния, таким образом группа становится безопасной. Так, секунду, я тут немножко запуталась, сообщения убегают. Так, есть ли среди ведущих психолог? Нет, психолога нет, точнее, они, конечно, могут быть, но только если это психолог равный, поскольку это группа для людей с идентичным опытом, то есть, в нашем случае, это группа для людей с биполярным расстройством, соответственно, довольно много есть психологов с биполярным расстройством, они приходят на встречу, но они приходят как участники. Так, как вы делаете объявление, откуда приходят дети. Дети не приходят, это встречи для взрослых с 18 лет, ну, самые младшие участники, которые у нас были, это выпускники школ, 17-летние, самому старшему участнику около 75 лет, а все-таки с детьми особое совершенно должно быть общение, это абсолютно другой подход, я считаю, что с детьми должны работать все-таки профессионалы, поэтому я за такое не берусь. какая форма конфиденциальности в устной или письменной форме, как недоверчивому человеку донести, что такая форма поддержки конфиденциальна. Ну, к сожалению, мы не защищены от того, что онлайн или офлайн группы на самом деле пройдут безопасно, ведущий может за этим следить, он может это обязательно проговаривать, но я, например, знаю человека, у которого, ну, который, в принципе, очень мнителен, и он боялся прийти на онлайн-встречи, потому что боялся, что кто-то их запишет, но и очные встречи для него тоже были некомфортные, потому что он переживал, что вдруг в психологическом центре, где мы встречались, там посмотрят камеру наблюдения и его увидят, или вдруг навстречу пришел журналист под видом участника для того, чтобы написать статью, ну, то есть с такими какими-то очень серьезными опасениями я не знаю, как быть, объясняю, как могу о том, что участники делают группу безопасной сами, и что это наша задача, и она важна и нужна для нас всех. Будет ли еще обучение, как можно на него попасть? Да, обучение будет, у нас будут следующие потоки буквально 21-го и 28-го, и мы уже открыли запись на следующие тренинги, пока мы даты не знаем, но как только группа наберется, мы ее озвучим. Я оставила почту партнерства равных, можно на нее написать, и там я уже подробнее все расскажу и сброшу форму для записи. Спасибо большое, уже в чате коллеги волнуются. Да, простите, заговорилась, но в общем, если у кого-то есть вопросы, пишите. Прерывать, к сожалению, даже грубо, в том числе спикеров, поэтому прошу извинить за эту мою функцию, но тем не менее у нас впереди обед, поэтому это время точно можно будет использовать не только для пищевого подкрепления, но и для тех, кто останется для того, чтобы как-то подискутировать. Поэтому еще раз большое спасибо и перед этим Денису Николаевичу и Алене за подробные объяснения и такую важную информацию. И сейчас позвольте передать слово следующему докладчику Марине Рис, учредителю благотворительного фонда «Просто люди», юристу и арт-терапевту с темой психосоциальная помощь, что могут сделать «Просто люди» о проекте «Скажи жизни да». Здравствуйте, коллеги. Хорошо ли меня слышно? Нормально я подключилась? Здравствуйте, Марина. Отлично слышно. Есть ли у вас презентация на всякий случай, что чат может волноваться, будут показывать или нет, чтобы подключить ее в случае, если она есть? Я обязательно что-нибудь покажу. буквально два слова скажу просто про себя, прежде чем мы перейдем к текстам, слайдам, конкретике. Огромное спасибо за это приглашение, что можно обратиться к большой аудитории и как когда ко мне обратились с просьбой выступить, говорит «Расскажите об инициативах снизу». Мы совсем снизу, но собственно я буду рассказывать о том, что может сделать социальное сообщество. Я представляю благотворительную инициативу, социальные проекты и в общем это тоже особая категория помощи людям с психическими проблемами и которая интересно встраивается в общую систему помощи, которая существует. То есть то, что мы делаем, надеюсь, вам покажется интересным. То есть мы не совсем входим в профессиональное сообщество психиатров, психологов, психотерапевтов. Мы не совсем входим в пациентские сообщества, мы находимся где-то посередине и пытаемся налаживать связи между клиентом и помогающими людьми. Ну вот собственно об этом будет сегодня моя презентация о новых проектах фонда. Немножечко о старых схожу и включу тогда презентацию. Одну минуточку. Хорошо видно? Да, отлично. Все, отлично. Ну тогда рассказываю. Чем занимается наш фонд? На самом деле фонд был изначально создан для помощи людям с разными психическими расстройствами и работаем мы достаточно давно, с 2013 года, но в основном в рамках учреждений московских. мы сотрудничали практически со всеми психиатрическими больницами и с большинством психоневрологических интернатов в Москве и вот в рамках учреждения пытались оказать какую-то социальную помощь. Опять же не столько профессиональную, сколько социальную помощь людям, которые там оказались или которые там живут. сейчас у нас основной проект, который по-прежнему идет в учреждениях это арт-терапевтический проект, они понятно хорошо откликаются всегда при любых заболеваниях и тоже не совсем психотерапевтические, а скорее больше в направлении арта. Мы очень воюем за то, чтобы людям возвращали дееспособность и чтобы люди выходили из ПНИ. Это очень длительные кейсовые буквально проекты по длительной реабилитации человека, восстановлению юридической дееспособности и возвращении его в общество. Этим мы тоже занимаемся. Мы также пробовали обучение мастерству, трудоустройство, занимались волонтерскими программами, занимались благотворительной помощью. Эти проекты потихонечку отходят на второй план, потому что буквально в марте практически все наши учреждения были закрыты для посещения волонтерами и МКО. И мы оказались в полной прострации, то есть у нас активный фонд, много сотрудников, много проектов, но мы не могли их реализовывать. И тогда вот уже прямо на первой буквальной волне мы придумали, ну окей, если мы не можем посещать, и мы не могли тогда организовать никаких онлайн проектов, это было технически сложно для учреждений, вот тогда мы придумали новый проект, назвали его символически, естественно, скажи жизни, да, что собственно и определяет его миссию и ну как сказать суть, как мы это делаем. Мы придумали этот проект и начался он с того, что мы открыли грубо говоря горячую линию психологической поддержки, нашли огромное количество психологов, опытнейших психотерапевтов, которые работали раньше в больнице, которые готовы были на этой линии работать и начали принимать звонки, но пока осторожно, не очень разрекламировано это шло, стали принимать звонки от людей, у которых есть психические расстройства. И вот по ходу дела, по ходу приема этих звонков мы пока пытались, ну получая звонок, он мог быть суицидальный, он мог быть про то, чтобы просто пожаловать, про то, чтобы исправить всю жизнь, ну там тревога, что угодно. По ходу дела, принимая эти звонки и оказывая классическую психологическую поддержку на горячей линии, мы стали более, ну как бы прочувствовали, а что реально может сделать наш фонд, наше сообщество помогающих людей, наша организация, что она может сделать для, ну в общем-то говоря, широкой аудитории. Телефон, как вы видите, 495-025-15-35, он московский, для Москвы он бесплатен, в основном звонят из Москвы, но постепенно о нем стали уже узнавать и из России, и если мы захотим продвигать этот проект, то мы должны быть готовы к тому, что очень много будет обращений. на данный момент у нас приходит порядка ну где-то 10 обращений, уже не просто звонков, позвонили, трубку положили, таких я не знаю сколько, вот уже приходит порядка 10 обращений в день и где-то порядка 5 из них результативные. И количество может быть увеличено, ресурсы у нас в принципе есть, но надо понимать, а что ты можешь сделать для человека, у которого от легких каких-то проявлений тревоги до депрессии и шизофрении, что вот для такого человека ты можешь сделать, как ты ему можешь помочь. Вылечить по телефону за один звонок невозможно. Даже если будет работать самый опытный терапевт, он понимает, что такие вещи не лечатся за один раз, грубо говоря, это даже может даже еще и покалечить за один раз, если одно неверное слово скажешь. Поэтому мы отошли от психологической поддержки и позиционируем себя как организацию, оказывающую психосоциальную помощь. Что включает в себя эта помощь? С одной стороны, прием обращении и работа с клиентом в том состоянии, в каком он обратился. В этом плане мы, конечно, тоже психологи. Если тебе звонит человек с суицидом, ты будешь работать с суицидом, ни о какой-то психоциальной речи не пойдет. Хотя звонки у нас фильтруются, потому что система простроена так, что звонок поступает на автоответчик, оператор связывается через смс с клиентом и назначает время работы с консультантом. Человек либо подтверждает, либо отказывается. Проходит какое-то время, когда уже приходит консультант и беседует с человеком. Поэтому очень острые случаи к нам просто не могут поступить. если мы слышим, что пришел острый случай, мы моментально ориентируем человека на судеологические службы. Есть такие телефоны не во всех регионах, не везде мы нашли, но хотя бы на московские ориентируем. И если их нет в регионе, то на обращение в психиатрические организации. Такую высокую ответственность за жизнь человека мы взять на себя не можем. Так или иначе большое количество клиентов с разными проблемами или расстройствами доходят до нашего консультанта и мы начинаем работать со случаем. Какова наша цель и миссия? Чтобы человек пошел по какому-то маршруту помощи себе. Но маршруты в зависимости от ситуации самого человека могут быть самые разные. И мы как консультанты пробуем подбираем что это может быть именно для него. Потому что тут нет классического пошагового ведения. В идеале конечно понятно. Ты получил психиатрическую помощь, ты занимаешься психотерапией долгие годы, ты потихонечку интегрируешься в общество социализируешься, работаешь над своей жизнью. Вот это серьезный подход. Но люди приходят с самым разным состоянием психики, с самым разной степени подготовки, образования, знания, с разным материальным положением, с разными возможностями. Поэтому сказать, на самом деле единицы пойдут по этому эффективному пути. И не всем он, кстати, подходит, и не всем он нужен. Не каждый способен вообще работать в психотерапии. Надо это признать, что для этого все-таки надо иметь какой-то настроенный на этот склад ума, так скажем. Поэтому вот основные маршруты я перечисляю, которые уже у нас сейчас заработали. Это обращение и работа с психологом быстро. 5-10 сессий мы предлагаем недорогого психолога из числа нашей команды, который может поддержать человека в кризисный период. Обращение, работа с консультантом и рекомендация к психиатру тоже хороший вариант. Обращение, работа с консультантом, психиатрическая помощь, психолог, подготавливающий к психотерапии и затем уже психотерапевт в перспективе, а это уже дорого и долго. Бывает, что мы пообщались с человеком и видим, что и к психиатру мы не надо, и к психологу не надо, все у него это есть, он просто очень одинокий, он ищет сообщество. И здесь мы пытаемся найти и начать развивать сообщества, о которых только что говорила Алена, но на самом деле проанализировав весь, так сказать, рынок услуг сообществ, мы видим, что только биполярники уже хорошо организованы, у них есть отличные соцсети, у них есть информационный канал, у них есть группа взаимопомощи. Что творится в соцсетях, скажем, тех же депрессивных и шизофрении, это просто страшно, но туда людей искренне страшно направлять. Поэтому вероятно, эти сообщества придется специально нам и в партнерстве с другими пациентскими организациями нам надо будет эти сообщества создавать, чтобы была поддерживающая среда для человека, который столкнулся с расстройством. Бывают еще более сложные маршруты, когда мы не только включаем человека в общение с нами, мы пытаемся выводить его на сообщество в социуме. Скажем, человек обратился, он говорит, я в Бога верю, мы можем найти ему поддерживающую общину, где его не травмируют. опять же, подбирая очень аккуратно, куда он пойдет. Или человек сидит дома, ему очень хочется с тяжелым, скажем, дефектом, ему просто надо куда-то выйти в течение дня, чем-то заняться. Мы находим мастерские и тому подобное, курьерские, ну, не курьерские, но не важно, какие-то организации, которые предлагают какие-то формы волонтерства и трудоустройства. вот, в частности, изумрудный город Надежда Степуниной такие варианты предлагает, ток-рук, керамическая мастерская такие варианты предлагает. То есть, есть какие-то способы найти варианты занятости и социализации, этим мы тоже занимаемся, ну, в зависимости от того, сколько там мы общаемся с клиентом, насколько хорошо мы его знаем. вот, к сожалению, не только я открыла файл, вернусь к вам, и вернулась к вам. Не пропало, нет? Все, вроде все окей. Я тогда сейчас не по презентации, немножечко расскажу, кто же такой вот этот психосоциальный консультант и как, собственно, работает наша команда, как мы это делаем и, ну, какие у нас навыки. Разумеется, у нас работают и психологи, и психотерапевты, и психиатры есть в команде, и есть, ну, есть просто люди, которые разбираются, грубо говоря, в рынке, разбираются в ситуации, то есть без специального образования, и все, в общем-то, работают одинаково, но психологов нам пришлось переориентировать немножко на другую схему. Ну, и смотрите, обращается клиент и ему хочется поговорить, ему хочется обсудить, ему хочется вот, ну, чтобы кто-то побыл рядом. Это понятно, особенно, если это первый звонок. Разумеется, здесь мы работаем, ну, классически, да, мы принимаем, выслушиваем, даем поддержку, все, какое-то время идет классически. Дальше, в зависимости от готовности, мы пытаемся прояснять запрос, то есть, более четко формулировать психотравмирующую ситуацию, то есть, это мы уже, мы уже достаточно, ну, как это сказать, ну, некоторые интервенции идет, то есть, мы более четко проговариваем ситуацию, мы расспрашиваем о симптомах болезни, мы там внимательно вот эти вот все аспекты выслушиваем и называем это своими словами, как это называется, не я, ой, у меня какая-то тревога, а человек в жутком страхе, мы так и говорим, это страх, или там, ой, не знаю, как это у меня все скучно, 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 вот сил нету, ну, это апатия, да, то есть, мы немножечко, немножечко подводим человека к осознанию того, что это все-таки симптом некого заболевания, расстройства более или менее тяжелого. Мы расспрашиваем человека о лечении, и мы знаем, или, по крайней мере, держим Google рядом, что какие лекарства он принимает и какой примерно у него диагноз, даже если человек не знает о своем диагнозе, на основании там назначенных препаратов и дозировок, мы можем подозревать, что с ним такое, и тоже оценивать его состояние с учетом побочного действия лекарств, или наоборот, эффективности, что они помогают. Мы обязательно выводим человека на то, что выход из этой ситуации есть, и что лечение существует. Очень много отчающихся людей, чем больше людей, причем, чем больше срок, так сказать, пребывания человека в системе психиатрии, тем меньше надежды на то, что лечение существует. К сожалению, это так. Счастье, что есть люди, которые приходят при первых симптомах, счастье, что людям есть куда пойти с первым эпизодом, потому что через пять лет практически надежда на то, что кто-то или что-то в этом мире может помочь, она пропадает, и человек живет с ощущением, что я такой останусь на всю жизнь, и от меня ничего в этой жизни не зависит, и не надо рассказывать про психиатрию хорошую, она хорошей не бывает. Мы обсуждаем варианты помощи. Это не всегда естественно первый и первый звонок, это уже скорее второй или третий. Мы обсуждаем варианты помощи, которую мы можем не предложить, не оплатить, мы ее можем организовать. Мы рассказываем, что такое психиатр и чем он отличается от психолога. Что психиатр лечит медикаменты, что медикаменты для того, чтобы помочь, а не для того, чтобы убить. Мы предлагаем, если человек в государственной системе помощи, мы предлагаем попробовать обратиться к частной психиатрии на очень-очень льготных условиях для того, чтобы исключить, подтвердить диагноз, получить второе мнение, то есть получить чуть более квалифицированную помощь, чем он получает в ПНД в данный момент или чем прописано в больницах. Это очень сложно. Это очень сложно. То есть на самом деле есть не только стигматизация психической болезни, есть стигматизация психиатрии, и с этим реально работать надо. Психиатры стигматизированы в глазах пациента. Переломить это мнение, это мнение, это наша работа. Дальше мы рассказываем и о том, как работает психолог, и мы показываем, как работает психолог. Если человек до этого не работал, он может поработать с молодым специалистом хотя бы понять, что это не болтовня, а что это реально помогает. Тоже по льготным ставкам фонд не оплачивает ничего стопроцентно. Это наш принцип. Бесплатно быть тут ничего не должно, но какие-то деньги настолько номинальные, что это может позволить себе человек практически в любой материальной ситуации мы берем на себе значительную часть расходов. Ну и по возможности выводим в психотерапию. И надеемся, что будет какая-то поддерживающая среда в виде сообществ и групп взаимопомощи, которые будут создаваться. Полярников они уже есть, мы знаем, куда направить. Остальных пока нет. Время мое подходит к концу. Мне бы не хотелось тоже отрывать кого-либо от обеда. Я хотела еще рассказать про сайт, соцсети, которые мы создаем, но, наверное, это лишнее. У вас есть еще минут, так что смело можете... Может тут вопросы уже какие-то пошли. Производный город просит вас уточнить в чате, если есть возможность. Да, я бы прошлась по чату какое-то время, а потом, если останется время, можем еще поговорить про сайт и про то... Наверное, одну последнюю вещь я скажу, что нам сейчас очень нужно для нашего проекта. Прямо остро начинать нужно. Мы уже знаем достаточное количество психиатров, психологов, психотерапевтов, которые с фондом уже сотрудничают. Но ресурсов уже недостаточно. То есть есть много разных клиентов, которых просто не знаешь, куда направить. мы бы хотели получить... Если есть желание сотрудничать с фондом, мы бы очень хотели получить такие предложения. Мы будем направлять к вам клиентов, и мы будем частично оплачивать их терапию. Но нам нужны очень проверенные контакты, которые я знаю лично. Я не могу посоветовать человеку, с которым я вот как с вами говорю, я не могу ему посоветовать пойти туда, куда я не знаю куда. Я к незнакомому никогда не отправлю. Очень важно, чтобы мы все консультанты, мы как фонд тоже знали, куда мы направляем, и чтобы получали тоже обратную связь и от сотрудничающих, помогающих организаций, и от клиентов об организации. То есть ходил человек к психологу, расскажи нам, мы постоянно получаем фидбэки по поводу того, как все у него идет, никого не бросаем. Для сайта мы ищем проверенную информацию, наверное, это точно не сейчас, это большой рассказ о сайте. Если коротко, мы бы хотели создать не библиотеку, где куча научной может быть очень хорошей информации хранится, и когда человек, у которого и так с головой не совсем в порядке пришел, посмотрел в эту библиотеку, он подумал, ой, все, я ухожу, это не для меня, это не для моего мозга. Мы бы хотели рассказать о психике так, чтобы ребенку было понятно, то есть использовать качественную информацию от научного сообщества и переводить это все на человеческий простой язык просто людей, так, чтобы что-то доходило. Это психообразование, да, психообразование, но задача очень непростая, мы над ней работаем сейчас. Вот, наверное, все, в основном я все сказала, во время уложилась, и теперь тогда могу перейти к чату. про изумрудный город подробнее. Это московская организация, ее возглавляет Надежда Степунина, психиатр, и направлена она на то, чтобы люди с расстройствами, работают они преимущественно с шизофренией, нашли бы какое-то полезное занятие и смысл. У них есть несколько проектов, во-первых, волонтерский проект, то есть не всегда человеку можно дать оплачиваемую работу, но есть достаточно волонтерских мест, где при условии определенного сопровождения у человека будет интересное занятие. Там есть экологические проекты по уборке территории, там есть уход за животными в приютах, там есть какая-то курьерская работа, небольшая типография, где можно немножечко поучиться, ну в общем смотрите изумрудный город, организация такая же относительно молодая, как и наша, и вот эти вот инициативы сейчас все развиваются. Можно ли стать нашим волонтером? Да, с огромным удовольствием волонтером можно стать, мы будем очень благодарны, хотя проекты финансируются фондом президентских грантов, забыл упомянуть, вот, на самом деле все мы полуволонтеры, то есть мы работаем не бесплатно, но очень недорого, и волонтерская помощь нам, конечно, очень нужна, как профессионалов, так и просто любые мозги им нужны, потому что работы много. И начинающих мы тоже берем, более того, мы их охотно берем и говорим, ребята, вот такую клиническую практику, как у нас, вы не найдете нигде. Вы закончили, скажем, вы клинический психолог, вы отучились 6 лет, вы к психотерапии будете готовы нескоро, вы мало клиентов видели, мало ситуаций. У нас вы сразу приходите в клиническую практику, и достаточно безопасно, то есть все-таки мы как социальные консультанты не берем на себя вот такую меру ответственности за жизнь и судьбу человека, поэтому в принципе у нас начинающие действительно могут интегрироваться очень хорошо. Про волонтерам, да, я говорила, и студентов, и психологов, все это возможно, ну, небольшое обучение надо пройти, кстати, про обучение хотела сказать, если кто-то хочет развиваться в этом направлении, буквально недавно, вот на днях в ГППУ, с которым мы сотрудничаем, в Москве, психолого-педагогический университет, открылась чудесная программа именно по подготовке специалистов по психо-социальной реабилитации, у нее две части, первая вот уже идет сейчас с ноября до, наверное, января, а вторая будет практическая, она пойдет с марта, очень интересная программа, посмотрите, там коллеги наши, там Рычкова, Холмогорова ведут очень-очень профессиональный курс, потому что, наверное, то, что мы делаем, ну, сейчас, как первопроходцы, такие немножко слепые котята, наверное, это будет развиваться и будет востребовано, психологов, правда, на всех не хватит, вот, дальше, спасибо, спасибо вам за спасибо, я, наверное, покажу сейчас еще раз презентацию, я покажу еще раз презентацию, чтобы вы могли скопировать экран, вот, и взять наши контакты, но очень просто нас найти, в гугле набираете фонд «Просто люди», мы будем в первых строках, вот, все, контакты продемонстрировала, возвращаюсь к вам, спасибо большое, я думаю, что действительно и в поисковиках могут найти, но если кто-то успел сделать принт-скрин, то будет еще и почтовый адрес и возможности вас найти в интернете и присоединиться потом очно. Ну, все есть на сайте, мои личные контакты, это единственное, чего там нету. Правильно, спасибо большое за подробную такую информацию об очень важном деле и спасибо вам большое за это дело и спасибо, что упомянули обучающий курс МГППУ, который совместно с Институтом Сербского проводится, Алборит Абадурова, наш коллега и матриарх когнитивно-поведенческой терапии у нас в стране, поэтому тоже очень важное дело обучение суицидологов, к сожалению, в 90-е нулевые годы это было проблематично, ни Институт Бехтерева, ни Институт Сербского таких открытых обучающих программ не проводили, поэтому важно, чтобы это были профессионалы и имя Аллы Борисовны Холмогоровой это такой знак качества, который действительно показывает, что туда стоит прийти, послушать, пообщаться. сейчас, чтобы не перегружать Аллу Борисовну, мы ее не приглашали на это мероприятие, но в прошлом году и, надеюсь, в следующем году мы будем проводить на два города и Аллу Борисовну обязательно позовем и она, скорее всего, подробнее уже расскажет об этой программе, но те, кто не будет дожидаться следующего года, могут через Марину как раз присоединиться к этому процессу и накапливать опыт, развиваться, расти как специалисты в области суицидологии. Спасибо большое. Спасибо вам. Прощаюсь. До свидания. Спасибо еще раз. Сейчас время пищевого подкрепления по Ивану Петровичу Павлову, поэтому есть время отдохнуть, выдохнуть докладчиком, подготовиться к следующим докладчикам через полчаса, точнее уже через 24 минуты мы продолжим, но чай, кофе, какие-то другие необходимые потребности можно реализовать в это время. У нас будет потом перерыв для второго обеда, последующего подкрепления. Поэтому спасибо всем, кто выступил, спасибо всем, кто пришел, спасибо за активность и участие, и вопросы, и я надеюсь, мы продолжим, и докладчики продолжат, и наша дискуссия продолжится. Часть информации в чате отражена, в том числе презентации, и Денис Николаевич выложил презентацию, и я свою презентацию здесь в чате оставил, поэтому если есть интерес к этим материалам, то можно обратиться и к ресурсам, которые упомянули докладчики, и к тому, что есть в чате. Спасибо еще раз, коллеги, просьба не отключаться, потому что может быть сложно потом зайти, у нас был момент перебора, более тысячи участников было на нашей конференции, к сожалению, Zoom ограничивает площадку тысячами, тысячи участников, поэтому можно просто выключить экраны и звук и вернуться в 14 часов к продолжению нашей конференции. Спасибо, и до скорой встречи. Коллеги, два часа, давайте продолжим нашу конференцию, и слово для доклада предоставляется нашей коллеге по Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии Елене Владимировне Светличной. Психологическая помощь кризисным пациентам в процессе проживания, горе и утраты. Это очень опытный наш коллега из Мурманска, и дадим ей слово для доклада. Дмитрий Викторович, здравствуйте, меня видно, слышно? Да, все видно и слышно. Будет ли у вас презентация, чтобы... Да, я сейчас как раз демонстрацию экрана сделаю. Мы тренировались, я сейчас переведу ее в режим слайда. Все, видна презентация? Да, все видно. Здравствуйте, еще раз, спасибо большое за то, что пригласили на такое важное мероприятие, я участвую в нем впервые. Много говорим о суициде, проблема суицида в нашей стране действительно очень острая, неуклонно растет, причины суицида многогранны, но мне хотелось бы сегодня особым образом выделить состояние человека, который является экстремальным, кризисным, то есть это те люди, которые переживают потери, утраты. Зачастую такие пациенты не сообщают открыто о суицидальных мыслях и намерениях, это скрытые очень посылы утраты смысла жизни, потери интереса ко всему окружающему. Конечно же, такие пациенты сопровождаются тяжелейшими клинически выраженными уровнями депрессии и самостоятельно справиться с таким эмоциональным состоянием, находясь дома, даже при поддержке близких, крайне сложно, но мой опыт клинический, работой в отделении уже 10 лет показывает, что практически невозможен только на эмоциональной поддержке близких. В своем докладе я хочу осветить ой, я забыла переключить, осветить комплексный подход к экспериментально-психологическому обследованию именно таких пациентов, а также уже интегративный подход психокоррекционного психотерапевтического сопровождения в рамках нашего отделения. как правило, такие пациенты помимо депрессивной вот этой вот симптоматики, явно депрессивной симптоматики, сниженного настроения, подавленности, апатичности такой эмоциональной, физической, они испытывают глубокие чувства стыда, вины, особенно если потеря близких произошла насильственным каким-то образом и либо внезапная потеря близких людей. Актуальность выбранной темы, она еще высока тем, что в нашей стране недостаточно, на мой взгляд, развито оказания психологической и психотерапевтической помощи людям, находящихся именно в кризисе на таких состояниях, в состояниях переживания, потери и несовершенства в этом смысле и законодателя. В том числе нет взаимосвязи между стационарами и амбулаторной звеной. Она прям не прослеживается, хотя мы с коллегами психоневрологического диспансера пытаемся эту связь как-то установить. 17 лет назад на базе многопрофильной больницы было открыто отделение кризисных состояний, в котором я работаю уже 10 лет. На сегодняшний день около 5000 пациентов обратились уже за помощью, получили комплексную поддержку. Это и фармакотерапия, это психотерапия, это физиопроцедуры. Месяц срок госпитализации и надо сказать о том, что это очень малый срок для того, чтобы проработать с пациентом психотерапевтический процесс полностью. Поэтому мы затрагиваем в большей степени теористические такие тренинговые аспекты, о чем я чуть позже расскажу. И в свою презентацию и в доклад я включила трех пациенток с их разрешения. Я не делала это в виде кейса, чтобы не задерживать время, но хочу коснуться их именно как клинические случаи. так как больницы у нас работает и психиатр, и клинический медицинский психолог, то соответственно у нас комплексная происходит терапия, диагностический инструментарий необходим для того, чтобы своевременно выявить эмоциональное состояние и исследовать индивидуальные личностные особенности и актуальность эмоционального состояния и оценить степень суицидальной направленности пациента. Для этого используется ряд шкал. Эти шкалы уже апробированы нами, они стандартизированы, они имеют как качественную, так как количественную, так и качественную оценку, но качественная оценка здесь больше зависит уже от опыта клинициста, потому что стандартизированные больше направлены на количественную оценку. Я хотела бы обратить внимание, сейчас вы видите на экране те стандартизированные техники, которые мы используем в рамках работы с такими пациентами, но я хотела бы обратить ваше внимание на шкалу депрессии БЭКа, которая при обработке имеет не только количественное, то есть измерение самой депрессии, глубины депрессии, клинически выраженный уровень, средний выраженный уровень, но и качественную оценку. Качественность оценки заключается в том, что можно выявить какого генеза на самом деле депрессия, это эндогенная, а депрессия больше физиологическая, такая соматизированная или невротическая, также выявляют суицидальные мысли и направленность, там есть определенный блок. Для степени оценки суицидальной направленности применяются стандартные тесты, и также отдельной строкой, чуть ниже отдельной строкой я выделила проективные методы исследования. Чем они хороши в этом смысле? Тем, что при первичном, конечно же, обследовании, когда пациент еще не находится в таком открытом контакте, он сам стесняется своих мыслей, своих переживаний, он может подключать мозг, кору и пытаться скрыть какие-то данные, которые бы он не хотел проявить. Так вот, данный тип методов, это как портретный выбор сонди, хенд-тест и тат, они помогают именно как раз наши комплексные оценки и играют такую важную роль исключить момент подстройки, потому что пациенту неизвестна цель исследования в этом смысле и что сводит к минимуму включения пациента когнитивного контроля над ответами. Не менее важным этапом для получения информации о пациенте естественно я сейчас переключилась дальше уже на слайд, но чуть-чуть отклонюсь от него. Не менее важным этапом является получение информации о пациенте, если это возможно, конечно же, от микросоциума посредством расспросов, бесед, наблюдения и по результатам работы в отделении и опираясь на результаты вышеуказанных методов диагностики были следующие выводы сделаны. Я их не делала в график, но я проговорю их очень быстро. Аутоагрессивные наклонности чаще всего выявляются у акцентуированных личностей по экзальтированному типу, нежели чем у личностей сомативной или тревожной акцентуации. При потере супругов смерть развода или смерти детей в структуре личности превалируют часто в эмоциональной сфере именно утрата смысла жизни и суицидальные тенденции, а не мысли. Клинически выраженный уровень депрессии всегда сопровождает таких пациентов и на первоначальном этапе, как правило, с ними психотерапевтическая деятельность невозможна, потому что уровень тревоги и депрессии настолько высок, что когнитивная сфера немножечко отключена к восприятию. При потере работы чаще выявляются суицидальные мысли, реже тенденции. Также выявляются у таких пациентов экстракоммунитивные агрессивные реакции на работодателя, если это было какое-то внезапное увольнение или сокращение. Практически все испытуемые применяют пассивные формы поведения, совладания со стрессом. Копинг-стратегии, естественно, диагностику мы проводим, защитные механизмы на входе, чтобы понять, насколько человек обладает ресурсами и какими защитами пользуется в данном, в актуальном состоянии. так вот, как правило, все испытуемые применяют пассивные формы и стратегии совладания со стрессом и направлены они на временный уход от решения проблем. Из механизма защиты превалируют больше вытеснения или смещения и регрессивные формы поведения, такие детские защитные формы поведения. Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что комплексная экспериментальная психологическая диагностика позволяет оценить не только степень суицидального риска, но еще и глубину личностных переживаний, глубину эмоционального расстройства. Наше отделение работает, я сейчас небольшую оговорку сделаю, наше отделение работает только с невротическим уровнем F40, F48, то есть эндогенных пациентов у нас нету, психиатрического регистра, это уже большая психиатрия, мы считаемся здесь малой психиатрией. Этапы очень важны, и вот сейчас я как раз к слайду перейду, который включен с этапом работы с кризисным пациентом, об этом уже говорили предыдущие докладчики, докладчики, но я все-таки проговорю еще раз, так как кризисный пациент и для него является его состоянием и видится оно ему как неразрешимым и является ведущим как раз именно неразрешимой самой ситуации и того состояния, в котором он находится, для него очень важен, конечно же, первоначальный этап, который мы выстраиваем, это доверительный контакт, где действительно пациент может спокойно почувствовав поддержку, не критику, не осуждение, а такое участие, эмпатический такой момент, немножечко снять напряжение, даже на физиологическом уровне это очень заметно, когда человек сидит в однообразной закрытой позе и потом начинает менять эту позу, становится более открытой, потом также закрывается, но уже есть какая-то динамика, это очень важный момент при первичном контакте с пациентом, так он понимает, что он может доверять, находясь в состоянии острого горя, заключение психотерапевтического контракта, о котором Дмитрий Викторович говорил, мы его все равно заключаем, он не имеет никакой юридической силы, он необходим нам по сути для того, чтобы выиграть время и возможность дать и себе и пациенту время для поиска совместного внутренних ресурсов, выхода из этой кризисной ситуации для него и позволяет опять же человеку почувствовать свою важность и ответственность. Находясь в состоянии острого горя, человек не видит смысла в дальнейшей жизни и считает, что горе никогда не закончится. В связи с этим немалую роль играет именно информирование о закономерности от протекания процесса горевания. Основные задачи работы с горем я называю именно это работы горем, потому что там пять этапов и за тот период небольшой, который пациент находится в отделении, мы можем теоретически проработать с ним все пять этапов, но практически это только этап отрицания, агрессии и проработать с ним депрессивную фазу, там, где именно на фазе острого горевания высвобождается колоссальное количество психической такой энергии, где человеку нужно перестраивать свою полностью жизнь, а все нейронные связи напрямую соединены с объектом утраты, с тем, как он будет жить без, поэтому мы проговариваем это, мы рисуем пошагово инструкцию, как человек может начать жить без. Совместный пояс ресурсов это как раз плавно перетекающий такой четвертый этап, в него включена уже психотерапевтическая такая психокоррекционная работа, о которой я чуть-чуть позже расскажу, там как раз мы применяем когнитивно-поведенческие техники, это групповая работа, уже индивидуальная и групповая подключается работа, и пятый заключительный этап, это тренинговый такой этап, в котором мы закрепляем навыки адаптации. При работе с нашими пациентами кризисными мы подходим к комплексу научник этой работе, почему? Потому что рассматривать личность только с одной какой-то стороны, на мой взгляд, неправильно и, в общем-то, негармонично. Учитывая, что личность многогранна и в ее структуре протекают одновременно различные процессы, когнитивные, эмоциональные, поведенческие, да, и физиологические, то, соответственно, мы здесь не отдаем предпочтение какой-то из школ, это такой интегративный процесс, но когнитивно-поведенческая терапия и техники ее в третьей волне. Это серьезное расширение границ работы с кризисными пациентами. Не побоюсь этого слова сказать, Дмитрий Викторович, спасибо огромное за обучающий процесс, за обучающие циклы, которые помогли улучшить и расширить работу с подобными пациентами. Основными задачами является естественно затронуть все сферы, все сферы деятельности пациента. У меня много времени осталось, я просто хотела бы остановиться на технику и на трех. 12 минут у вас есть? Есть, да? Тогда возможно ли я, учитывая, что я и доклад свой и отдам презентацию для всех желающих. Я очень быстро проговорю КПТРФ так, основные задачи и перейду к двум клиническим случаям, к трех клиническим случаям, о которых мне хотелось бы с вами поделиться. Вы делайте, как вам удобнее. Да, спасибо. Как я сказала, серьезным расширением границ методов принадлежит представителям школы когнитивно-поведенческого. психотерапии в России известным представителем являетесь вы, Дмитрий Викторович. Совместно с Еленой Ромак, тренером рациональной эмоционально-поведенческой терапии, а также представителем третьей волны когнитивно-поведенческой психотерапии АКТ, это терапия принятия ответственности, разрабатываются новые интегративные техники, которые нам на самом деле помогают. О, в клинический случай ушла. Которые нам помогают рассматривать личность уже именно комплексно со всех сторон. Когнитивно-поведенческая терапия является активным, директивным, ограниченным по времени методу, поэтому нам очень подходит он в работе, ограниченное в отделении. техники направленного явления ошибочных представлений и умозаключений, которые пациент фиксирует в специальном протоколе, обязательно специальный протокол дисфункциональных мыслей. Целью техники РЭП является научить пациента устанавливать связь между тем, что он говорит и что он переживает. Это очень важный момент практически научить применять новый, более гибкий тип мышления. Техники принятия ответственности в основе техник принятия ответственности заложена идея выбором человека эмоционального состояния, то есть там, где он может выбирать, что для него более ценно и важно, таким образом задействовано и изменение как внутреннего, так и внешнего поведения. Преимущество когнитивно-поведенческой терапии третьей волны заключается в том, что человек через фиксацию своих мыслей представлений научается видеть свои логические ошибки, устанавливает связи между ними, между тем, что он говорит и что переживает. Учится брать ответственность за выбор того или иного состояния при помощи техник поведенческой терапии. более осознанно способен закреплять новые адаптивные формы поведения. И почему мы заметили эффективность в этом? У нас сократилось количество повторных поступлений по одному и тому же поводу. Это хороший очень сигнал. и с 2018 года мы начали ввести эту статистику, пока не готовы еще ее обнародовать, потому что она еще сырая. Я хотела бы поставить клинический случай. Одновременно у нас поступило в отделение практически в один тот же период, с разницей в несколько дней, поступило три пациентки. Они находились в процессе горевания, но процесс горевания у них был у всех разный. и причины поступления обращения в отделение тоже были разные, то есть не само горе. Первая пациентка, которая описана, пациентка Д, 33 года, она поступила с утратой смысла и с чувством вины на себя, с аутоагрессией, с тем, что она не справляется даже больше не сама в жизни своей социальной, а с взаимоотношением с сыном. Если сейчас там читательно, то вы увидите такой анамнез небольшой ее. У нее было 5 лет назад трагическая смерть супруга. Свекровь ее поддерживает в процессе горевания по мужу. Вот на тот момент, когда она поступала, то есть в течение 5 лет она ходила на кладбище, брала с собой ребенка, они здоровались, прощались, она плакала, это формировало неправильное представление у ребенка, в том числе о взаимоотношениях с отцом, он его, во-первых, не помнил, он был маленьким, когда отца не стала, но она и не сообщила о том, что это является причиной для госпитализации, это выяснилось уже в ходе сбора анамнеза, она находилась в патологическом горе, она была совершенно оторвана от социальной среды, активной социальной среды в соответствии с ее возрастом, она не имела ни с кем отношений и она была, конечно, поражена в процессе работы нашей, что причиной этого ее состояния является как раз именно нахождение ее в патологическом горе, в непринятии того, что супруга нет. Пациентка, которая 40 лет давала, внезапная смерть супруга, у нее больше психосоматический компонент, на передний план выступил, да, и клинически выраженная депрессия, которая была обусловлена тяжелым чувством вины, она считала, что ответственность за здоровье супруга была на ней и не разделяла ответственности взрослого человека, несущего ответственность за свое здоровье, поэтому это привело ее в состояние тяжелой депрессии, клинической депрессии, и она, в принципе, считала себя единственной ответственной за смерть супруга. Третья пациентка, 43 года, вдова, она была в состоянии острого горя, и у нее на тот момент смерть супруга, месяц был со дня смерти супруга, и она, конечно же, горевала о самом супруге, о потере, о внезапности, о недоговоренности, потому что перед внезапной смертью, трагической смертью супруга у них была ссора, обычная ссора, бытовая, не задумываемся над тем, что мы можем там завтра не увидеться, да, вот, поэтому основным компонентом в ее депрессии это была аутоагрессия, как раз вина, и сначала была индивидуальная работа с каждой из пациентка, а потом они были объединены в группу, и вот здесь, когда они работали в группе, был очень интересный момент, когда они начали отрабатывать вот эту вот третью стадию, задача этой третьей стадии, это доплакать, договорить, что очень часто замалчивается, да, нашими пациентами, они перестают общаться по поводу близких, потому что это вызывает колоссальную боль, так вот, этот третий этап, он был прям тренинговым этапом, они объединились, приносили фотографии, общались, вспоминали, это помогло им сохранить воспоминания о близких своих людях, ну и естественно, мы двинулись дальше в работе, да, это такой план, жизненный сценарий уже после выписки, все выписывались, они с улучшением эмоционального состояния, строили реальные планы на будущее, и вот эти три пациентки, они, у них сформирован свой чат, они периодически сообщают, несмотря на разницу там возрасте, да, они периодически сообщают о том, как меняется их жизнь, я включена в их чат, и они благодарны друг другу как раз именно за эту групповую работу и находятся на такой поддержке. Наверное, в заключение мне хотелось бы сказать, так подытожив, тем, что комплексная экспериментальная психологическая диагностика, проводимое выделение, она помогает не только оценить степень и глубину, да, но и помогает эффективно спланировать, реализовать дальнейшую психокоррекционную работу, психотерапевтические мероприятия. Интегративный подход такой помогает более внимательно и более целостно, что ли, да, помочь таким пациентам, да, уже после выписки с огромными объемами написанных схем и тетрадок, да, пробовать себя в новой своей жизни, в новом понимании себя, сохранением добрых воспоминаний о близких и утраченных людям. Спасибо большое. Если есть какие-то вопросы, я готова ответить, наверное. Переключусь. Спасибо большое за четкий тайминг. Хотел, раз уж вы упомянули, вопрос задать по поводу контракта, психотерапевтический контракт, это то, что мы заключаем или в устной, или в письменной форме с любым клиентом, пациентом, он полезен для любого клиента, не только суицидального, но сейчас в литературе, как вы знаете, очень дискутабельный вопрос относительно именно антисуицидального контракта, что не равно психотерапевтический контракт. Психотерапевтический контракт это установление запроса, согласование его с клиентом в соответствии с целями, задачами, ценностями, смыслами, как раз перекличку с тем, что вы упоминали относительно третьей волны когнитивно-поведенческой терапии, но и второй волны, которая тоже и ценностей, и смыслов касалась. Поэтому интересно посмотреть, конечно, если бы была возможность группы контроля и сравнения, с кем заключаются контракты, с кем не заключаются, если между ними именно антисуицидальные, если между ними разница, потому что сейфти-план, план безопасности рассматривается сегодня как альтернатива антисуицидальному контракту и доводы в пользу жизни и хоп-бокс, коробочка надежды и перспективы, и чувство перспективы, вот на что делается акцент как раз в согласовании и в обсуждении целей и задач и потом в терапевтических мероприятиях, если говорить о перспективах вот таких вариантов, обсуждаемых в профессиональном сообществе. Дмитрий Игоревич, мы как раз на входе психотерапевтический контракт заключаем, когда понимаем, что есть суицидальные даже мысли, утрата смысла жизни. Они активно могут об этом даже не сообщать. Это выявляют причем проективные методы исследования, где пациент не видит завтрашнего дня, не знает, что ему делать завтра. У него нет плана на год, на месяц, на неделю. Он ограничивается отделением и говорит, я не знаю. это больше психотерапевтический контракт или это антисуицидальный контракт? Я обещаю не совершить суицид. Это больше все-таки психотерапевтический контракт, когда мы с ним заключаем именно на момент после установления такого мостика доверия о том, что нам важно, мы присоединяемся же здесь к пациенту, дайте нам время, вы сейчас не видите и я понимаю вас. Хорошо. И вопрос и в чате здесь тоже звучал. Работа с острым горем. Вы используете концепт Уильяма Уордона, четыре задачи, которые нужно решить горюющему или какие-то другие концепты? классический естественно вариант, но вы знаете, так как пациенты поступают всем на разных этапах горевания и в разных эмоциональных состояниях, то в любом случае я начинаю с самого начала, где здесь пациент даже, я не знаю, как отключить на макбуке презентацию, чтобы должна быть такая красная кнопочка стоп остановить остановить отлично теперь вы можете увидеть чат, здесь есть ряд вопросов да, я просто хочу теперь как-то сделать поле больше на весь экран войти в полноценный все, спасибо огромное маленькая информация для Дарьи Вадимовны и Дарьи Сергеевны, вы не переживайте, у нас будет час еще там на тот случай, когда мы смещаемся в графике, поэтому все докладчики успеют, если можно, мы сейчас дадим возможность ответить на вопросы ну, давайте тогда вот с работой горя да, чтобы Ирина Владимировна могла все-таки работать работа горя это целый, это действительно целый процесс и ознакомительная часть, она очень необходима для пациента, это такое информирование, психообразование для пациента, в этот момент пациент даже сам определяет, он тыкает пальцем, я работаю с доской, всегда с маркером, он тыкает пальцем и говорит, я здесь сейчас, до этого он даже не понимал, где он находился, да, первое, с чем сталкивается пациент, я могу пробежаться по тому, каким образом я, да, провожу эту работу, это, чем внезапнее смерть, тем первая стадия шока, она более неожиданна, задача этой стадии это признание факта потери и здесь психика всегда включает сопротивление, сопротивление как раз именно этому факту потери, потому что мозгу нужно перестроиться, а мозг не готов, у нас все нейроны, все связи, все наши воспоминания, они связаны с объектом утраты, поэтому здесь психика защищает как бы нас от психической деятельности, защищает от столкновения с третьей стадией, стадии кросс-депрессии, острого горевания, где сила боли настолько велика и интенсивна, что, наверное, стадия шока она не случайна, она немая, это страх столкнуться с самой потерей, самим признанием факта потери это просто мысль и здесь психическое сопротивление может быть как снижение значимости потери не очень-то и потери, отрицание потери как таковой либо торг, дальше плавно перетекает в стадию агрессии, аутоагрессии либо агрессия вовне и хорошо воспитанные люди, я говорю это в кавычках, для специалистов сейчас, они, как правило, склонны к аутоагрессии забирать всю ответственность на себя, что, конечно же, непродуктивно, они могут злиться на того человека, который их покинул, на себя, что не успели, на Бога, на больницу, на кого угодно, но очень часто злятся на себя, присваивая себе такое всемогущество в этом смысле. Пока человек злится, он не плачет, но как только возникает ощущение обиды, мы приближаемся к третьей стадии, стадии острого горевания, стадии депрессии, называю так, где ряд задач, очень важных ряд задач, нас не обучают горевать, и у нас вообще очень мы относимся к горе, как к утрате, другие религии относятся к этому, то есть есть религии, которые относятся к этому иначе, для нас это неизгладимая потеря, и очень часто пациент даже боится начать горевать, потому что у него есть некая идея, что если он погорюет и догорюет, то он как бы все предал, забыл, то есть очень-очень много мыслей высказывают разных по этому поводу, лишь бы не начать это делать, но как только человеку стало обидно, он начинает плакать, и здесь как раз высвобождается очень много такой психоэмоциональной энергии, память, это память на то, какие планы, представления, на то, как жили, ругались, мирились, борщи варили и так далее, задачи этой стадии, они очень важны, они отрабатывают как раз первые два этапа, это доплакать, договорить, если договорить невозможно, дописать, и здесь целый структурированный психотерапевтический дневник, который мы с ними ведем, и перераспределить эту энергию, потому что очень часто в потере, почему поступают к нам соматизированные, например, депрессиям пациенты, в анамнезе у них потери, с психосоматическими расстройствами, потому что они всю эту энергию свою психофизическую, только бы не чувствовать борь, направляют, например, в работу, и 24 на 7 они работают, или перенаправляют на кого-то из родственников, наделяя его важностью такой, и себя, соответственно, но это не говорит о том, что они прожили потерю, потому кого утратили. В процессе как раз договаривания, дописывания наступает переоценка, сохранение добрых воспоминаний и доделание незавершенного. Мы переходим уже к четвертому этапу понимания, сознания, принятия, и пятому это построение новых планов. Так вот, в больнице мы как раз в отделении, мы как раз пробегаемся по всем стадиям, обнаруживаем, где, и с того момента начинаем работу. В силу экономии времени, тогда резюмирую, наиболее часто повторяющийся вопрос в чате это библиотерапия, поэтому от лица чата, если можно, завершающий вопрос, какую литературу вы используете как библиотерапию для самих клиентов, пациентов, и какую бы могли порекомендовать участникам нашей сегодняшней конференции? Мне очень нравился Гнездилов психология утраты, психотерапия утраты, и на сегодняшний день, так как психообразование, я им такое по потерям я даю, я, конечно же, рекомендую БЭКа, очень много рекомендую БЭКа, они обучаются у нас и схемам, и логическим ошибкам, они замечают уже их, поэтому это и психотерапия депрессии, но они находят разные книги БЭКа, и расстройств личности, и Элиса в том числе, то есть когнитивно-поведенческого направления. Литература, но вы с ними разбираете, видимо, на сессиях какие-то выжимки им предлагаете, правильно я понимаю, потому что все-таки психотерапия, когнитивная терапия депрессии, это больше для профессионалов книга? Да, но они, когда обучаются, они именно хотят не по психологии уже, пройдя психотерапевтический серьезный процесс, со всеми схемами, они именно хотят хорошую литературу, и это запрос такой качественности, на мой взгляд. Хорошо, а Андрей Владимирович Гнездилов, профессор института Бехтерева, он много лет проработал в хосписе Вольгина, вы такую литературу рекомендуете, его художественную, где его псевдоним доктор Балу, или какую-то профессиональную? Нет, профессиональную литературу это психология именно утраты, утраты и потери. У вас, по сути, чуть ли не профессиональная переподготовка у ваших пациентов отделения происходит, очень серьезный уровень у вас проработки. Спасибо, коллеги, я надеюсь, что у нас во время перерыва те, кто пожертвует вторым обедом, будет возможность еще задать спикерам вопросы, но если позволите, мы пойдем по плану, а потом вернемся, у нас будет часовой перерыв, и возможно, Елена Владимировна ответит еще на какие-то вопросы, те, которые мы не успели затронуть. Спасибо большое. Да, презентацию, доклад, они у вас, и вы можете их использовать по назначению, пожалуйста. Мы можем потом переслать тем, кто будет запрашивать из администраторов ассоциаций. Спасибо большое за согласие, и переходим тогда к следующему докладчику. Спасибо большое за терпение и принятие, тренировку и практику принятия. Дарья Вадимовна Довбыш, старший преподаватель первого Московского государственного медицинского университета, прошу прощения, имени Сеченова, клинический психолог научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Сухаревой, сложности и страхи специалистов в работе с суицидальными клиентами, очень актуальная тема, поэтому спасибо большое за ваше согласие принять участие, и Дарья Вадимовна, вам слово, если есть презентация, то можно ее сейчас использовать. Добрый день, коллеги, презентация есть, я надеюсь, что сейчас все с ней сложится, да, прекрасно, все видно, да, я так понимаю, я действительно буду сегодня говорить, наверное, больше про специалистов, чем про клиентов с суицидальным опытом, и, собственно, идея вообще вот этого доклада, почему фокус, да, больше направлено на специалистов, а не на клиентов, выросла, ну вот, из двух моих работ закономерных, первая, это обучение студентов, и в основном я веду курсы, связанные с аномалиями поведения или патопсихологии, в рамках которых как раз и говорится о суицидальных переживаниях клиентов, и как раз и с практической моей работой, поскольку я работаю с подростками на базе клиники кризисной помощи, у нас достаточно много общества, да, которое нам, ну, как бы позволяет обсуждать, что происходит с нами в процессе этой работы, да, и там, с чем именно сложно нам, когда мы каждый день соприкасаемся с суицидальными и самоповреждающимися подростками, ну вот, как-то захотелось больше понять, что происходит со специалистами, и когда мы говорим о страхах, которые есть у специалистов, почему именно страхи, разные наши тревоги, ну, первое, потому что наличие страхов у специалистов очевидным образом ограничивает качество помощи, да, ограничивает доступность помощи для клиентов, потому что если специалист боится услышать, да, о суицидальных мыслях клиентов, то он не расспрашивает об этом подробно, или если специалист боится, то тогда возникает идея, что, ну, пускай, да, Суицидальными мыслями работают исключительно в клинике, а в частной практике мы помощь таким клиентам оказывать не будем. И поэтому вот эта идея избегания, она, конечно, ограничивает пациентов и клиентов помощи внеамбулаторной. И, на мой взгляд, достаточно сильно снижает качество помощи, если специалист в большей степени сфокусирован на своих страхах. Помимо этого, когда мы говорим про специалистов, страх суицидальных клиентов, безусловно, повышает риск нашего выгорания. Когда мы работаем с темой смерти, жизни и смерти, это достаточно эмоционально нагруженные, эмоционально насыщенные темы. Если к этому добавляется еще некоторый страх того, что я плохо с этой работой справляюсь, или я могу понести некоторое наказание за эту работу, уровень нашего выгорания сильно возрастает. А при этом в обратную сторону, если мы говорим про то, что очень много страхов нас ограничивает, отсутствие страха в такой работе тоже некоторым образом отрывает нас от реальности. Потому что работать высоко, остро, риском суицидальным, вне помощи коллег, вне сообщества, вне иногда работы с психиатром, это небезопасно уже для клиента. Поэтому в нашем страхе важен, наверное, некоторый какой-то баланс. С одной стороны, он удерживает нас в реальности, а с другой стороны, может сильно мешать. Другая опасность страхов специалистов, как мне кажется, в том, что про страх работы с суицидальным каким-то опытом у нас не принято говорить. И когда мы обсуждали это с коллегами, ну вот иногда сказать о своем страхе, это даже немножечко стыдно. Ну потому что все такие классные специалисты, все могут вести амбулаторные группы, группы DBT, группы навыков, а мне почему-то страшно с ними работать. И, наверное, может быть я какой-то плохой специалист. Или если вдруг я кому-то скажу, что а мне сложно в этой работе, давайте я кому-нибудь передам этих клиентов. Это тоже часто сопровождается идеями некоторой уязвимости своей профессиональной. Или страх какой-то личной ответственности тоже часто сообществом может быть встречен весьма негативно. Поэтому, к сожалению, страхи, как я сейчас покажу, они у всех общие и схожие. А вот навыков говорить об этом страхе, вообще какого-то места и пространства, где об этом страхе можно было бы говорить, у нас сравнительно мало. И вот для того, чтобы маленький сравнительный анализ провести, я выбрала несколько групп сравнения. Первые две группы, конечно, это группа студентов. И это два курса. Первый курс, младший курс, третий курс. У них практически пока нет каких-то профессиональных узких дисциплин по специальности. И тема суицидологии они нигде не касались. А четвертый курс, это курс, который уже прослушал какой-то базовый кусочек по работе с суицидальным риском. Поэтому очень интересно было посмотреть различия между ними. Ну, вдобавок, так как это медуниверситет, все студенты будут получать специальность клинического психолога. Поэтому мы много с ними говорим о том, что с высокой вероятностью, где бы они ни работали, да, хотя бы какие-то клиенты с суицидальным риском так или иначе к ним будут приходить. И третья, да, такая масштабная группа, это группа как раз психологов клиники «Кризисная помощь». Клиники у нас работают уже два года, поэтому в основном костях уже два года точно просьбенно работает с специальным поведением. Ну, а у нас, естественно, что, как мы с собой, по работе с людьми в жизни. И мы задавали несколько достаточно простых вопросов, все из них можно было разделить на пять категорий. Первое – это трудности, которые сам специалист выделяет в потенциальной работе или в реальной работе с суицидальным риском. Второе – это оценка уверенности, да, какой-то компетентности специалиста в работе с диагностикой суицидального риска. Третье – это вообще знакомство с правовыми аспектами оказания суицидальной помощи. Четвертое – ну, это поиск некоторой опоры, что могло бы выступить ресурсом, как кажется, специалистом для них. И пятое – это, ну, там, да, я просила ценить согласие с несколькими убеждениями о суицидальной работе. Естественно, все это было добровольно, анонимно, там, да, никоим образом не влияло на качество помощи, которые получают пациенты или на оценку на зачете, да, на добровольных основаниях. И сравнивая, да, сначала группу студентов между собой, вот можно увидеть, что единственное, чего боятся те, у кого вообще не было никакого профессионального опыта соприкосновения с суицидальностью, это страх смерти клиента. Какого-то дифференцированного страха там нет. И все ответы так или иначе укладываются, да, вот в эту идею о том, что я боюсь, что мой клиент умрет, да, если у него есть какой-то суицидальный риск. Когда мы спрашиваем группу, которая уже имеет некоторый, ну, такой, да, образовательный бэкграунд, мы можем выделить уже, ну, некоторую дифференциацию, да, я боюсь, что умрет клиент. Я боюсь, что умрет клиент, и тогда на мне будет, ну, как бы некоторые клеймо специалисты, у которых вообще-то умирают клиенты. И еще очень тревожно студентам за то, что какие-то их действия могут привести к суицидальным последствиям или, наоборот, отсутствие каких-то личных качеств, да, типа эмпатии или стрессоустойчивости, тоже может привести к ухудшению состояния пациента. И здесь они уже гораздо ближе, на самом деле, вот эта группа с опытом образовательным к специалистам, но интересно, что для специалистов по большей части на первый план выходят страхи, связанные с юридическими аспектами работы с суицидальными пациентами, клиентами. Это и что делать, если клиент отказывается от госпитализации, если, да, мы видим очень высокий суицидальный риск, и что делать, если суицидальная попытка будет предпринята в амбулаторных условиях, и, конечно, да, про вообще, ну, какую-то правовую основу нашей деятельности. И только потом в целом, да, это страх о том, что клиент уйдет из жизни, это будет завершенный суицид, и вот этот страх большой ответственности, да, что на специалисте очень много ответственности и за то, чтобы помочь, да, там, не знаю, госпитализировать, если необходимо, и вести потом после госпитализации, да, на постгоспитальном этапе, и часто координировать там, да, взаимодействие, например, с врачом, взаимодействие с родственником. И именно вот эта ответственность специалистов с реальным опытом работы пугает. И, ну, вот, на мой взгляд, да, вот эта разница в страхах, она дает нам понимание, какой помощи требует специалист с разным опытом работы, да, потому что понятно, что если большая часть вопросов, она про правовые аспекты, значит, важно специалистам давать, ну, какую-то грамотную, да, четкую, понятную информацию о том, как работает здесь закон, да, а если мне страшно, что, да, там, я что-то не так скажу, то это некоторая отработка навыков, да, как я это учусь делать. Интересные достаточно, ну, на мой взгляд, да, данные про диагностику суицидального риска, о том, что вот и студенты, которые вообще ничего не учили про суицидальный риск, и те, кто уже что-то знает, в общем-то, не сильно отличаются друг от друга и не сильно отличаются от тех специалистов, кто реально этой диагностикой ежедневно занимается. И вопрос, да, конечно, который стоит, это мало критики у обучающихся, да, пока они переоценивают свои знания, или это специалисты уже настолько погрязнут, да, в некоторых нюансах дифференциальной диагностики, действительно иногда сомневаются, да, в своей способности оценивать суицидальный риск. И, что тоже достаточно интересно, я задавала вопрос о том, на что опираются в диагностике, и ни одна из групп не называет опросники, да, или там некоторые диагностические протоколы, как, ну, там, инструмент первой линии оценки суицидального риска. И если мы говорим глобально про сообщество специалистов, которое с суицидальными клиентами работает, это, конечно, ставит перед нами задачу, ну, либо разработки новых методик, либо валидизации, да, зарубежных методик. В клинике мы действительно, да, сталкиваемся с тем, что каждый подросток, у которого есть суицидальная угроза, перед выпиской должен пройти комиссию, на которой его состояние оценивают трое врачей-психиатров плюс патопсихолог. Но реально, да, вот принимая решение о выписке, мы практически ничем не можем его подтвердить, да, мы не можем сказать, что есть, да, там какая-то валидная методика, мы померили, да, суицидальный риск низкий, поэтому мы выписываем. Поэтому каждый раз это исключительно коллегиальное решение, и таких хороших инструментов нам не хватает. На что же тогда специалисты опираются? Опираются на беседу, но при этом, когда мы говорим, да, о студентах, несмотря на то, что так бодро они заявляют, да, о своей способности к диагностике, назвать, ну, какие-то ключевые, да, пункты этой беседы, ключевые темы, они, ну, вот очень в этом плавают, да, достаточно, хотя точно, да, там, ну, стандартная информация у них есть. И, конечно, мои любимые правовые аспекты, также по пятибалльной шкале я просила оценить коллег, будущих коллег, насколько, как им кажется, они хорошо информированы в правовых аспектах. И вот мы видим, да, что, к сожалению, даже те специалисты, кто работает непосредственно с оцидальным риском, ну, не супервысоко оценивают, да, свою подготовленность в правовых вопросах. И чаще всего вопросы, которые, да, там здесь возникают, ну, кажется, да, собственно, я их вывела, да, на слайде, когда мы говорим о реально работающих специалистах, да, какие у нас есть рычаги, когда мы можем настаивать на госпитализации, в том числе, например, работая на телефоне доверия, да, что делать, мы не можем вызвать скорую, да, например, по адресу, ну, на котором находится собеседник, что делать, если мы вызываем скорую психиатрическую помощь, а дальше клиент отказывается, да, от своих мыслей или отказывается от своих слов, отказывается от госпитализации, какая ответственность вообще лежит, да, на специалисте в случае завершенного суицидом, вот эти вопросы всегда остаются, потому что даже, ну, с учетом, да, нашего большого опыта в этой теме, например, интерес прокуратуры к завершенным суицидам, это каждый раз, ну, там, достаточно непредсказуемый процесс, мы не можем, да, сказать, после какого завершенного суицида, например, будет изъятие, да, истории болезни, а после какого нет, и мы даже не всегда узнаем отсрочно, да, о том, что кто-то из наших бывших пациентов завершил, ну, завершил завершенный суицид или погиб, да, если, ну, не получаем от правоохранительных органов информации. Ну, понятно, да, что младшие курсы, вот я так выделила это капсулом, в общем, у них все правовые вопросы вызывают вопросы, да, они говорят о том, что вообще знаний практически никаких нет, да, в правовых вопросах. Вот оценка убеждений задавала вопрос коллегам о том, как им кажется, согласны ли они с тем, что вот если мы расспрашиваем клиентов о суициде, это может спровоцировать суицидальную попытку, и вот те, у кого нет никакого опыта обучения, да, практически 70% из них считают, что да, действительно, расспрос может спровоцировать суицид, и по моему опыту, поскольку я преподаю еще специалистам уже завершенным образованием, но не клиническим, а семейным психологам, вообще вот эта идея среди неклинических психологов очень распространена о том, что расспросы могут вызвать попытку или усилить мысли, ну, вот в группах, да, там, сотрудников, уже прошедших обучение такой тенденции нет. И вот это достаточно спортная идея о том, действительно ли должны все пациенты суицидальные проходить лечение на базе стационара, по-разному совершенно, думаю, да, разные группы, и меньше всего сотрудники клиники считают, что люди с суицидальными, да, какими-то интенциями действительно должны обязательно получать помощь только на базе стационара, а вот специалисты, будущие, да, специалисты-студенты гораздо, ну, как бы выше эту вероятность оценивают. Ну, вот у меня было предположение про группу, да, тех, у которых уже есть какая-то, да, там, образовательная база, потому что, может быть, мы немножко их пугаем в процессе обучения, и поэтому, да, возникает идея, что вот нет-нет-нет, только в стационаре, и тогда мы, ну, несколько в другую крайность уходим. Вот, собственно, как, да, на наш взгляд, когда мы говорим про университетское образование, могло бы строиться обучение работе с суицидальным риском. Первый, это, конечно, образовательный блок. Это то, ну, фактически, да, что, на чем сейчас останавливается большая часть образовательных программ, так как они есть в свободном доступе, мы можем посмотреть, да, как там первый, второй, третий, московские меды, МГУ, СПБГУ готовят, да, клинических психологов, по большей части в рабочих программах, когда мы говорим о суицидальном риске, отражены две темы. Первое, это диагностика, как диагностировать, и второе, это разные теоретические концепции формирования суицидального поведения, психодинамические, когнитивно-поведенческие, системные, ну, и разные факторы, да, которые могут в разном возрасте вносить вклад в суицидальное поведение. Конечно, когда мы говорим про специалистов, реальных, да, там, клинических психологов, этого оказывается недостаточно, и, ну, вот, на наш взгляд, точно важны еще два блока. Первый — это эмоциональный блок, это вообще умение, ну, некоторые навыки рефлексии, профессиональной и человеческой понимания того, что происходит со мной, когда я соприкасаюсь с этой темой, да, когда я расспрашиваю, когда я думаю, когда я работаю с суицидальным поведением, и здесь мы со студентами читаем монографию Лукаса и Сейтана, это книга «Молчаливое горе», и она написана в помощь родственникам, пережившим завершенный суицид близкого, и рассказывает о разных типах сделок, к которым эти родственники прибегают, и, ну, помимо, да, там, может быть, какой-то научной и ненаучной ценности, она дает возможность с разными историями соприкоснуться и, собственно, увидеть, да, какой-то свой эмоциональный отклик, что со мной происходит, и близко к этому вообще навыки обсуждения, да, вот этого своего эмоционального отклика, а как я могу у коллег просить помощи, как я могу эту тему выносить на обсуждение, как я могу искать, да, какой-то поддержки и говорить, что, слушайте, а мне в этом, ну, как бы не хватает, да, не хватает устойчивости, знаний не хватает, опыта не хватает, как вообще, да, вот, ну, этот запрос на помощь сообществу подсылать. И второе, это очень желательно, да, нам бы очень хотелось, чтобы большего времени этому уделялось, это некоторый блок навыков, как уметь, да, диагностировать не только с помощью методик, но и выделять, да, там, какие-то поведенческие, когнитивные, лингвистические маркеры, да, высокого суицидального риска, как вообще для многих, да, специалистов, это оказывается сложностью, как произносить эти слова в диалоге с клиентом, да, как говорит, там, не есть ли у вас, там, эти мысли, да, а действительно часто ли вы думаете о том, что, там, вам хочется уйти из жизни и умение называть, ну, собственно, да, там, те феномены, с которыми мы работаем своими словами. Навыки кризисного консультирования, опять же, так как никто из них никогда не застрахован от того, какой клиент к ним придет, да, вот навыки хотя бы поведения, проведения, да, первой встречи кризисной, да, после которой можно перенаправить клиентов, безусловно, сюда должны быть включены. Большое количество отработки, и об этом, да, сейчас тоже я еще отдельно скажу. И, конечно, информирование, да, обучающихся о правовых аспектах обязательно, да, при этом хорошо бы, чтобы этим занимались не только другие психологи, но и, например, юристы, да, или те, кто занимаются правовыми аспектами оказания психологической помощи. Конечно, да, анализируя вот все ответы о том, какой вообще помощи хотели бы специалисты с разным опытом, мы понимаем, что сейчас достаточно приоритетная задача перед разными сообществами стоит эта задача формирования сообщества специалистов, которые работают со социальными клиентами в рамках разных подходов, в рамках организации, в рамках территориального признака, да, там, городов и районов, но, тем не менее, формирование некоторой поддерживающей среды, да, не только для клиентов, но и для специалистов, и здесь мы видим, что чем больше, да, специалисты работают, тем более конкретное у них появляется понимание, да, того, что может им помогать не только, да, там, обучение и супервизия, но и, да, как раз многие специалисты выделили важность вот этих групп самоподдержки, устойчивых протоколов работы, что особенно сейчас, да, в период пандемии, конечно, пошатнуло, да, нас, потому что многие привычные нам протоколы работы оказались невозможны, да, к реализации, узкое обучение, супервизии, да, очень хороший контроль нагрузки, связанные, да, с работой с клиентами с суицидальным риском, потому что мы достаточно работоспособный коллектив клиники и раньше имели опыт работы в других отделениях, да, и мы там знали, что, ну, для нас, например, достаточно легко работать, да, там, 6-7 консультаций, как и для многих людей в госучреждениях, но проводить, да, там, 6 или 7 консультаций с семьей подростков с суицидальным риском невозможно, ну, с учетом того, что завтра, да, ты придешь и будешь проводить примерно столько же, поэтому варьирование, да, вот этой нагрузки для уже работающих специалистов становится прям вот очень приоритетной задачей, и, ну, хорошо, что сама рефлексия, да, специалистов с разным опытом работы дает очень четкое понимание того, что сейчас требуется от профессиональных сообществ, какой помощи и поддержки, да, формирование понятных протоколов работы, разработка, да, курсов по узкому обучению, да, специализированному именно работы с суицидальным риском, супервизии, да, посвященные именно этой теме, ну, понятно, да, контроль нагрузки и понятный сеттинг, в общем, наверное, во всех темах были бы полезны, но в этой особенно. И, собственно, наши контакты, центры и телефон доверия, и мои контакты, если у вас возникают вопросы о докладе или о сотрудничестве. Я сейчас через пару секунд остановлю презентацию, и я видела, что есть вопросы, готова буду ответить на вопросы. Да, коллеги, вопросы есть, какие-то вопросы. Дарья Вадимовна, не очень важные моменты были озвучены. Действительно, есть страх у начинающих специалистов, тех, кто еще не практикует, или тех, кто именно с суицидологией не сталкивался по тем или иным причинам. Действительно, говорить ли о суициде или нет, для тех, у кого за плечами нет практического опыта, часто очень тревожный момент. И Бек в своей книжке отмечал, что еще в 60-х он описывал удивительный факт, даже среди профессионалов есть такие сомнения. Поэтому спасибо, что вы это раскрываете в своем докладе, используете в своей практике. Как раз много подобных сложностей. Мы тоже сталкиваемся с теми же явлениями. Коллеги, вопросы? Я вижу, вопрос был про телефон доверия. Он действительно для клиентов работает, особенно если мы говорим о детях, подростках и близких. Да, телефон доверия очень важная функция. И телефон доверия МЧС, и отдельных клиник, и специальный детский, детско-подростковый телефон доверия. Это все важная составляющая работы. Перед этим Светлана Владимировна сказала, что есть проблема такого перехода клиента в кавычках из рук в руки между стационарами, амбулаторией, между амбулаторией и уже реабилитационным каким-то восстановительным периодом. Самостоятельное плавание очень опасно. Суицидальные риски очень динамичны. И поэтому, конечно, здесь такой комплексный подход всех служб объединения было бы очень важным. И спасибо, что вы от лица вузов, от лица исследовательских центров говорите. Мы послушали общественные организации перед этим, что это такая инициатива снизу, как сама Марина сказала. В комплексе, и мы видим пример зарубежных стран, как раз лежит решение вот этой проблемы. Иногда брошенности таких пациентов, страх обращаться за такой помощью, страх стигматизации, страх карательной психиатрии в кавычках. Вот эти все аспекты. Действительно, стоит нам вместе на таких мероприятиях обсуждать и искать решения в связи с такими вызовами, особенно современного, текущего года. Вот вопрос от Анны в чате к вам. Можно его тоже осветить, если вы можете. Да, я видела ряд вопросов и про телефон доверия. Он, к сожалению, работает только в формате телефона нашей службы. Если мы говорим про... Вопросы, которые Анна задает, точно очень интересные. И, к сожалению, пока в нашей стране скорее вопросы для дискуссии. Действительно, вот если после первой встречи клиент не приходит на следующую встречу, не выходит на связь, у нас нет однозначного ответа на вопрос, обязаны ли мы с ним связываться. Вот, например, если я работаю в госучреждении, в детской психиатрической клинике, с точки зрения правовых аспектов, я не имею права звонить и предлагать свои услуги. И даже более того, без письменного согласия, если семья не дает на его, я отсрочно не имею права им звонить и интересоваться, например, через полгода, как у вас дела, все ли у вас в порядке. Поэтому сейчас во многом это регламентируется правилами либо той организации, в которой вы работаете, либо каким-то личным этическим кодексом, которым вы располагаете. Точная суицидальная мысль, высказанная клиентом, не может оставаться без внимания. Мы не можем ее проигнорировать в силу разных причин, потому что клиентам тяжело про это говорить, и потому что очень часто для клиента игнорирование со стороны специалиста этой мысли является некоторым сигналом, что это настолько неважно, что даже специалист этим не заинтересовался. Либо настолько небезопасно и страшно, что даже специалист не хочет вообще про это расспрашивать и в это углубляться. И тогда своей осторожностью мы скорее поддерживаем тот страх, что это так тяжело, что даже специалисту невозможно это вынести. И многие наши клиенты из заботы о нас действительно не продолжают на этом настаивать и не продолжают эту работу с суицидальной мыслью, если видят наш некоторый страх в этой теме. Очень важный аспект вы подняли в докладе. Нормативно-правовая база, регламентирующие документы и те сложности, которые возникают. Например, в случае угрозы суицида с гомицидом, принудительная госпитализация, вопрос открытый, если клиент не дает согласия на госпитализацию, как осуществлять вызов полиции, тоже открытый вопрос. Если есть угроза для ребенка, например, на Западе целая служба существует, один звонок и идут разбирательства очень существенные. Здесь у нас много вопросов открытых и как раз такие публичные обсуждения могут помочь нормативную базу формировать, потому что мы ждем закона о психологической помощи, который тоже желательно посвятил и эти аспекты в консультировании, поскольку, очевидно, не хватает здесь регламентирующих документов для работы психологов в суицидальном профиле и поле. Спасибо. Тогда, если позволите, вопросы мы перенесем на перерыв. Если будет время, то будем ждать отклика от спикеров, которые уже выступили, если получится использовать перерыв с 15.30, еще дать возможность спикерам договорить, если будут к ним вопросы. Спасибо еще раз. И теперь слово Дарье Сергеевне Уткиной, клиническому психологу, сооснователю проекта о ментальном здоровье матерей, бережно к себе, первой в России онлайн-платформе для помощи женщинам с послеродовыми расстройствами настроения. Всем добрый день. Меня зовут Даша Уткина. Давайте проверим, как видно, слышно, все работает. Да, видно. Но пока презентацию еще не видно. У меня не будет презентации, которую я буду показывать, но потом можно будет сделать рассылку, если кому-то нужна будет презентация с цифрами и ссылками на исследование. На всякий случай, потому что иногда возникают вопросы в чате, только я не вижу презентации или лектор без презентации. Да, 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 лектор без презентации. Да, я вместе со своими двумя коллегами по проекту «Бережно к себе», Мария Корнович-Вуа и Ксения Грасильникова, вот уже год делаю такой первый проект о ментальном здоровье матерей в России. Надеюсь, он перестанет быть единственным в скором времени. И, наверное, я немного расскажу, как мы к этому пришли и что мы заметили за год работы. Вообще так вышло, что я по образованию клинический психолог, но с темой депрессии знакома как с точки зрения профессиональной, так и с точки зрения вполне себе личной. И последние 10 лет, даже больше, я работала с мамами в перинатальном периоде. То есть это была подготовка к родам, у меня есть опыт сопровождения родов в качестве доулы. Если кто-то не знает, кто это, то я предлагаю погуглить, потому что много материалов, но в целом это не медицинская поддержка в родах. И постепенно, естественно, формировался круг женщин, которым нужна была поддержка после родов. И в какой-то момент стало очевидно, что очень непросто найти специалистов, которые хотели бы работать с женщинами в этом периоде, и кто знал бы некоторые особенности. И мы задумали проект «Бережно к себе» давно, но вот только год приступили к реализации, и началось все с группы Facebook для мам. Это группа поддержки. То есть это не группа, где к специалистам за экспертной оценкой могут обращаться женщины, но это группа, где можно получить безоценочную поддержку и принятие на равных. Эту группу мы сделали, я ее сделала просто, чтобы она была, и очень быстро стало очевидным, что без всякой рекламы вдруг огромное количество людей стало приходить, женщины добавляли других женщин. В общем, стало понятным, что мы наткнулись на что-то такое, что похоже на ящик Пандоры, который мы приоткрыли. И вот очень символично мы запустили год назад проект 11 ноября. Мы сделали первый пост в Инстаграм, и ровно в этот день так совпало. К сожалению, в Москве произошла история, я думаю, она многим была знакома, из новостей, Людмила Соколова выбросилась из окна с двумя детьми. И, в общем-то, этот случай привлек огромное внимание и СМИ, и Минздрава, по крайней мере, Департамента московского, к теме ментального здоровья матерей. И это было очень показательно, потому что в целом истории о самоубийствах женщин в послеродовом периоде, они происходят регулярно. И инфантицит, конечно же, тоже здесь периодически присутствует, но когда это происходит в каком-то маленьком городе, где там женщина выбросилась с моста или еще что-то сделала, это выглядит как, ну, это вот какая-то страшная другая Россия, это вот другая жизнь, поэтому с ней вроде как можно не взаимодействовать. И мы видели, насколько по-другому и специалисты, и просто люди, которые столкнулись с этой темой, стали на это смотреть, когда оказалось, что это может произойти в Москве, в Бабушкинском районе, с женщиной, которая вроде бы вот такая же, как и все остальные, которых ты встречаешь на площадке. И проект очень быстро стал набирать обороты. И сейчас у нас больше 10 тысяч участниц в группе поддержки бесплатный Facebook. У нас есть аккаунт в Instagram, куда мы выкладываем и статистику, и интервью с экспертами, и историю женщин, и какие-то поддерживающие посты. И там порядка почти 30, по-моему, сейчас женщин. И мы запустили еще такую вещь, которая называется подкаст. Я не знаю, может быть, вы можете написать мне, «Да, если вы знаете, что это такое», «Нет, если не знаете, я пойму, надо ли рассказывать о том, что это». Ага, да, нет. Подкаст — это такой формат, скажем так, радиопередачи, которую можно слушать через приложение в телефоне. И чем подкасты отличаются просто от радио? Это тем, что люди могут выбирать тематические, нишевые подкасты. И обычно при прослушивании создается такой эффект, как будто бы разговоров на кухне. И вот за это наш подкаст очень полюбили не только мамы, но и папы, и люди без детей. И вот сейчас мы приближаемся к миллиону прослушиваний. Вот за последний год у нас уже 40 выпусков. И да, вот спасибо, очень радостно, что кто-то знает о нашем проекте специалистов. Вот, и постепенно оказалось, что проект рекомендуют психологи и психиатры своим клиентам. И многие женщины удивительным образом для нас пишут о том, что прослушивание подкаста дает им вот ощущение, как будто бы они чувствуют поддержку, как будто бы они не одни. Это не было изначальным намерением, но через какое-то время стало понятно, почему так происходит. И в частности, потому что мы сейчас живем в таком обществе, где действительно женщине крайне сложно вот куда-то вообще адресовать свои трудности, да, ментальные, и получить помощь квалифицированную, как это ни странно, даже в Москве. И я, наверное, немножко расскажу про вообще послеродовую депрессию, потому что с ней есть определенные сложности. Я думаю, если здесь, как большинство, да, я предполагаю участников этой профессионалы, я думаю, что вы прекрасно знаете, что, допустим, в таком широком дискурсе, да, послеродовой депрессии сейчас говорят в контексте, ну, там, хотя бы первого года жизни, да, шире даже сейчас начинают говорить о, ну, скажем так, перинатальных трудностях со строением в перинатальном периоде, захватывая и беременность, и иногда даже еще этап подготовки к беременности, если мы будем говорить про ЭКО, да, экстракорпоральное оплодотворение. И статистика вообще в мире такова, что рождаемость падает, но количество беременностей и родов ЭКО растет. Вот, поэтому это, ну, то, что будет в сфере работы любого специалиста, если он работает с людьми, да, потому что у вас будут отцы, матери, они могут приходить с другими проблемами, но этот спектр будет так или иначе видимо. И послеродовую депрессию, вот, например, в ДСМ включили только в 94-м году вообще как вот какую-то диагностическую категорию, и то это звучит как onset of depression в перинатальном периоде, да, то есть возникновение депрессии в определенном периоде перинатально. В России с этим все, мне кажется, еще сложнее, потому что мы сталкиваемся, по крайней мере, вот сейчас в реальной практике, что очень многие и психологи, и психиатры могут хорошо ориентироваться в том, что такое депрессия, но могут не знать особенности именно послеродовой депрессии, да, в чем ее особенность? В частности, в том, что, ну, крайне редко, да, можно наблюдать женщину в каком-то таком вот классическом депрессивном подавленном состоянии, потому что, во-первых, это супер не похоже на то, что от нее ждут, да, женщины обычно стараются соответствовать и быть хорошими матерями, и часто ее внешний, да, какой-то вид, он совершенно не похож на то, что она переживает внутри, и даже наоборот, есть такой феномен, связанный с молодыми мамами, когда у них все очень хорошо, у них и пирог испечен, и дома чистота, и вот, значит, младенчик там в коляске 4 часа уже выгулен, но при этом иногда люди, которые работают с женщинами в этом периоде, замечают вот градус напряжения, да, на уровне, там, неправильно поставил ботинки на коврик, и видно, как женщину просто вот током пробивает, то есть это очень большое напряжение, часто очень большая тревога и, ну, такое ощущение полного хаоса внутри. Почему сложно бывает с этим взаимодействовать? Потому что иногда даже специалисту, может быть, сложно понять, это нормальное явление, связанное с кризисом, да, перехода из одной роли в другую, трансформации вот такими вещами, да, и какими-то трудностями адаптации, или все-таки у женщины действительно уже депрессия. Что еще бывает важно заметить, да, что в послеродовой депрессии очень часто выражен сильно тревожный компонент, да, ну, вот опять по понятным причинам, потому что быть депрессивной мамой чуточку сложнее, если, допустим, женщина 24 на 7 с ребенком. И очень часто у женщин возникает такая вещь, как контрастные мысли, им может казаться, что что-то ужасное случится с ними, с их ребенком, иногда появляются следом навязчивые действия, да, то есть женщина может там убирать какие-нибудь предметы, да, и прочее. Но опять, если, допустим, такое происходит в обычной жизни, да, людям бывает чаще адресовать это, допустим, специалисту или с кем-то поделиться. Для женщин, особенно если они сталкиваются с контрастными мыслями на тему того, что происходит что-то с ребенком, и это может связано с тем, что женщина причиняет вред ребенку, да, то есть она не представляет, что она, допустим, убивает, да, но часто мама рассказывает про что-нибудь, там, да, в духе потемкинской лестницы, что коляска случайно куда-то уезжает, или там на эскалаторе, не знаю, что-нибудь застревает, или там она случайно ударяет ребенка, там, не знаю, головой обо что-то и прочее. И вот ужас от того, что с ними происходит, и полная невозможность вообще этим с кем-то поделиться, потому что, конечно, большинство женщин, если у них не было никакой психиатрической истории до, да, возникновения этих контрастных мыслей, они обычно живут с ощущением, что, во-первых, они сошли с ума, во-вторых, пока это никто не заметил, надо об этом никому не говорить, а, в-третьих, что, ну, такое случилось только с ними, и, в принципе, об этом невозможно разговаривать. И вот часто бывает так, что и специалисты, когда разговаривают с мамами, потому что некоторые женщины все-таки начинают искать помощь, и опять мы проводили, ну, такое неформальное исследование на тему, как быстро женщина находит помощь, когда у нее есть ментальные трудности после родов, и, ну, это, наверное, отчасти черные лебеди, да, те, кто нашли эту помощь, но вот мы выяснили, что в среднем 4-6 специалистов женщина посещает, то есть это может быть психолог, психиатр, да, вот кто-то из тех, кто работает со сферой психического здоровья. На мой взгляд, это такая вообще нехилая тяга к жизни и здоровью, да, потому что, ну, это большой стресс для женщин с младенцем, найти эту поддержку, да, просто физически найти человека, дойти на консультацию, да, это требует организационных больших затрат. Вот, и очень часто женщины, преодолев все эти препятствия, сталкиваются с тем, что специалист может быть хорошим профессионалом в целом, но вот какие-то моменты незнания о специфике именно послеродовых расстройств настроения бывает, что мешают как поставить диагноз, так и, на самом деле, получить лечение. Я об этом, наверное, ну, поподробнее позже расскажу, но в целом вот сейчас из тех материалов, скажем так, которые мы всей командой изучаем, и с нами сотрудничает Вера Якупова, единственный в России, наверное, психолог, который изучает в академии вообще расстройство настроения послеродов, так уж вышло, что вот эта вот история про биопсихосоциальную модель, да, в контексте послеродовой депрессии, там вот компонент социального, хотя вроде бы, да, ожидается, что био должен быть на первом месте, вот компонент социального звучит очень-очень громко. И в первую очередь, да, это связано с тем, что статистика, да, вот количество случаев послеродовой депрессии, она все-таки указывает на то, что, видимо, это какие-то еще особенности, связанные с тем, как вообще устроены практики материнства в современных развитых странах. Вот мне даже интересно, ну, может быть, кто-то догадывается от статистики, как вы думаете, сколько вот в год женщин в России сталкиваются с послеродовой депрессией? Какие у вас самые смелые могли бы быть оценки? Сколько это женщин, вот тех, кто столкнется с послеродовой депрессией? 50% все, так, а если в абсолютных цифрах, если не в процентах, вот сколько этих женщин в стране, например? Тысяча, так, каждая третья, 4000, так, вот пара миллионов, ага, каждая сотня тысяч, да, вот сотня тысяч — это самое близкое, потому что, к сожалению, в России нет никакой статистики, как вы понимаете, по послеродовой депрессии. И когда мы запускали проект, мы думали о том, как же все-таки посчитать, да, потому что одно делает какие-то проценты, другое дело — реальные женщины, да, вот которых можно посчитать. И мы пришли к тому, что можно попробовать примерно прикинуть таким образом. ВОЗ приводит данные, и это, ну, в общем-то, данные, которые совпадают с многими другими исследованиями в том плане, что редко бывает меньше, что около 20% женщин в развивающихся странах сталкиваются с послеродовой депрессией. Здесь я должна сказать ноту Бена именно послеродовой депрессии, потому что в ментальных вообще трудностях послеродов много чего другого есть. И если это 20%, то мы можем посмотреть на количество родов в год в стране, а, к счастью, эта статистика у нас есть, она в официальных документах вполне себе доступна, то мы можем посчитать, сколько же будет 20% вот от этих родов. Ну, там понятно, что будет погрешность, потому что есть разные нюансы, но, тем не менее, у нас получилась цифра 300 тысяч женщин в год столкнулся с послеродовой депрессией. Не с грустью послеродов, которая называется baby blues, и которая в первые три недели проходит, а с послеродовой депрессией, которая значительно влияет на их качество жизни, на то, как они спят, на то, как они едят, на то, как они строят отношения с ребенком, с партнером, на то, какими сотрудниками они становятся, потому что рано или поздно они выходят из декрета. И да, 300 тысяч – это только послеродовой депрессии в год. А мы понимаем, что если мы будем смотреть на то, как практики определяют послеродовую депрессию, то есть если мы будем диагностические критерии не сужать до месяца после родов, поговорить про год после родов, то очевидно, что эта цифра на самом деле начинает расти и расти. Плюс есть такая гипотеза, ее в России редко где можно услышать, но часть западных специалистов, и я с ними в этом, пожалуй, согласна, и очень надеюсь, что у нас скоро будут большие исследования об этом, потому что есть пока только маленькая, которую Вера Якупова провела, но часть специалистов говорит о том, что, похоже, диагноз послеродовой депрессии получают до половины случаев женщины, которые на самом деле страдают от ПТСР, посттравматического стрессового расстройства в связи с опытом родов. И вот это вообще такая, мне кажется, супертапуированная, необсуждаемая тема. При этом мы понимаем, что, например, в плане психотерапии, в плане медикаментозного лечения для специалистов могут быть довольно важные нюансы, в зависимости от того, в какую сторону мы смотрим, на какой диагноз. И вот Вера Якупова провела в прошлом году исследование, оно было предварительным. В выборке были женщины с высшим образованием, хорошим доходом, те, кто живут в городах-миллионников. И когда она провела это исследование, она сначала решила, что плохо посчитала цифры, потому что оказалось, что 20% женщин в этой выборке не просто имеют какие-то симптомы ПТСР. Мы понимаем, что можно не добрать симптомов до диагноза, но при этом жизнь от этого не станет сильно прекрасной, если у тебя просто есть какое-то количество симптомов. Так вот, получилось, что среди этих образованных, обеспеченных, в хороших городах, в общем-то, живущих женщин, 20% имеют достаточное количество симптомов для того, чтобы говорить о том, что, по всей видимости, они вполне себе вписываются в диагностические критерии ПТСР, классические. И мы не знаем из этих, допустим, 300 тысяч женщин в год, какое еще количество женщин столкнется с ПТСР. И если это еще 300 тысяч, потому что, конечно, многим достается волшебная комба и того и другого, мы можем говорить в этом контексте о миллионе и, возможно, нескольких миллионных женщин, которые сейчас находятся в очень непростом состоянии, которым нужна помощь. Что важного про ПТСР еще после родов можно сказать? Что часть того, почему возникает ПТСР, связана с тем, как устроена система родоспоможения в России. И мы в Европейском университете делали тоже об этом доклад про системные факторы, которые влияют на опыт женщины иногда даже больше, чем какой-то индивидуальный фактор в виде того, как общается женщина и врач, как с ней общается акушерка. Но также мы знаем, опять, кому интересно, можете погрузиться по хэштегу насилия в родах, такой был флешмоб несколько лет назад, о том, что в России, как на самом деле и во многих странах, огромное количество насилия происходит в период, когда женщина максимально уязвима. И также вот в эту структуру ПТСР и, видимо, структуру тех женщин, которые потом получают или не получают диагноз после родовой депрессии, но находятся в этом состоянии, попадают еще женщины с опытом сексуализирования, сексуализированного насилия, потому что опять волшебная цифра 20% работает и здесь. И та же ВОЗовская статистика говорит, что до 18 лет каждая пятая женщина, это их общая статистика, имеет опыт сексуализированного насилия. И есть огромное уже количество исследований, хотя не такое большое, как о послеродовой депрессии, о том, как влияет опыт сексуализированного насилия на беременность, на роды и на послеродовый период, и вообще на практике материнства. И, к сожалению, эти цифры, когда их впервые видят специалисты, когда мы об этом начинаем разговаривать, чаще всего комментарии, которые мы слышим, это не может быть, чтобы было так много. Ну, это просто невозможно. Так не бывает. И мне бы хотелось тоже присоединиться к идее, что так не бывает, но тот запрос, который мы видим, то количество сообщений, которые мы получаем от женщин, и тот факт, что первый пост в Инстаграм собрал за неделю 5000 подписчиков без рекламы и вообще без всего, да, для меня говорит о том, что, ну, похоже, это какая-то тема, которую давно ждали. Вот. Да, вопросы я читаю, наверное, мы оставим для них время. Я, кстати, уточню, я правильно понимаю, что у нас час или полчаса? Ну, по плану полчаса, но чувствую себя свободно, потому что те, кто захочет уйти на обед, сделают это самостоятельно волевым решением собственным. А у нас до 16.30 есть люфт. Так что... Ну, я постараюсь закончить 16, потому что обед, мне кажется, это святое. И все-таки базовые потребности надо удовлетворять. Вот. В общем, что мне хотелось сказать, да, что женщин много, да, структура ментальных трудностей очень разная, и кроме послеродовой депрессии, ПТСР, которые, в общем-то, преодоладают, да, и действительно там могут быть еще и тревожные расстройства и прочее, прочее, но они обычно коморбидны с чем-то из ПТСР и послеродовой депрессии, к сожалению. Вот. Но женщин много, спрос большой. И мы видим, что, например, некоторые специалисты, когда они начинают работать с этой темой, они вдруг прямо, они так и говорят, что вы открыли мне дивный новый мир клиентов, потому что это такая вот дорожка, тропинка, которая просто не зарастает в кабинет, потому что из рук в руки передают тех, с кем можно работать. Что еще, мне кажется, важно вот сказать о трудностях, да, с которыми сталкивается женщина. Не принято говорить вообще о том, что материнство может быть чем-то, кроме счастья, и не принято говорить о том, какие факторы риска могут быть, не принято говорить о том, что некоторые современные практики материнствования напрямую могут быть связаны с ментальным состоянием женщины, да, и с его психическим здоровьем. Например, социальная изоляция, ну, которую сейчас хлебнули в основном все, и вы наверняка знакомы с шуткой, она постоянно, мне кажется, звучит, что матерям в декрете, наконец-то, радостно, что все поняли, как они себя ощущают все это время. И действительно, когда мы общались с женщинами на тему, там, карантина, да, многие говорили о том, что они не видят никакой разницы, потому что, в общем-то, их жизнь мало изменилась. И вот эта социальная изоляция, да, она, конечно, очень сильно влияет на то, какие вообще у женщины есть ресурсы, чтобы справляться с довольно большим количеством задач, которые для матерей, младенцев встают. Плюс, что происходит? Действительно, вот здесь был комментарий про психологическую помощь, да, по ОМС. Она вообще-то у нас есть. Вообще-то в женских консультациях есть ставка психолога, вообще-то психологи есть в роддомах. И в целом даже женщина после родов может получить направление для того, чтобы пойти на несколько психологических консультаций, допустим, к психологу в роддоме. Но в реальности, к сожалению, да, так уж вышло, что я очень включена в такую инсайдерскую историю про то, как это устроено на самом деле, вот как раз имея опыт работы долой. В реальности обычно ставка психолога в ЖК и в роддоме – это такая очень формальная история. За исключением некоторых роддомов, да, например, в 24-м роддоме сейчас очень внимательно к этому подходят. В Красногорском роддоме работает моя замечательная коллега Маша Малышева и тоже очень много делает для того, чтобы было по-другому. В Центре планирования семьи репродукции в 8-м роддоме активно работают психологи. Но это скорее исключение, и все эти роддома и психологи, которые там работают, это люди, которые также связаны с сопровождением родов. То есть это люди, которые очень хорошо видят, как это устроено изнутри, а не снаружи, когда ты читаешь учебники про доминанту беременности или вот что-нибудь в этом духе. Поэтому в реальности формально вообще-то возможность получения помощи, она есть, но в реальности очень сложно получить эту помощь, даже если женщина знает о том, что такой вариант есть. Обычно, конечно, женщины не информируют. Сейчас вот за этот год кое-что поменялось. Департамент здравоохранения выпустил единственный утвержденный буклет о ментальном здоровье после родов. И он довольно дикий, потому что одна из прекрасных вещей, которые там написаны, это, что кроме близких никто не может понять, что женщина в депрессии, и сама женщина, конечно же, понять не может. И это вот действительно такая дополнительная стигматизация, которую мы наблюдаем, что когда начинают говорить про ментальные трудности после родов, женщины продолжают воспринимать как такой объект, да, объект матка или объект мать, и предлагают там принудительную госпитализацию, принудительное обследование, и совершенно вообще не учитывают, что вообще это живые люди, у которых есть какие-то идеи, установки, убеждения, ожидания, очень часто не совпадающие с реальностью материнства. Про скрининг тоже важный, наверное, момент. Даже в странах, где раньше начали заниматься темой послеродовой депрессии, не всегда эти скрининги эффективны, но тем не менее, скрининг, например, на послеродовую депрессию, в принципе, имеет смысл в качестве, допустим, возможной профилактики суицидов, хотя бы с той точки зрения, что можно отсекать какие-то совсем крайние состояния. Другой вопрос, что с этим скринингом делать специалисту, да, и кто его мог бы проводить. Если вы хотите какой-то скрининговый инструмент для себя в работу взять, то есть такая штука, которая называется, это мы все знаем, «Удинбургская шкала после родовой депрессии». Она вполне чувствительна, иногда женщины сами ее используют для какого-то, да, первооценки состояния. И немногие знают, но это, мне кажется, тоже важно, что эта же шкала чувствительна и для депрессии во время беременности. Вот, а депрессия во время беременности случается у порядка 15%. Женщин вообще тоже немало и является одним из предикторов возникновения послеродовой депрессии. Вот, что еще? Ну, еще, наверное, такая большая история, связанная с трудностями в получении помощи, да, это то, что неважно, по ОМС или платно, очень сложно женщинам найти психиатров, которые могли бы прописывать препараты с учетом того, как они совместимы с лактацией. Классический вариант, да, это рекомендация прекращения лактации и, к сожалению, здесь тоже вообще никакой, вот, как бы биопсихсоциального подхода не происходит обычно, потому что либо женщине в категорической форме рекомендуют завершить лактацию, либо прописывают что-нибудь в духе настойки пиона. И, в общем, когда за это платишь, например, 5-7 тысяч рублей, это больно. Вот, и обычно энтузиазм женщин дальше общаться со специалистами сильно снижается. Вот, что можно делать тем психиатрам, которые хотели бы разобраться в теме вообще совместимости препаратов с грудным скармливанием. Ну, во-первых, есть коллеги, и если вам будет интересно, можно написать нам на почту postpartum.ru, собака.gmail.com, мы можем вас познакомить, я думаю, они в каком-то личном, да, формате могут вас проконсультировать об этом. Во-вторых, многим врачам помогает такой сайт, который называется e-lactancia.org, иногда он открывается через VPN, и на этом сайте собраны вообще все лекарства, и есть такая шкала рисков, связанная с грудным скармливанием. И чаще всего для большинства препаратов, за исключением препаратов, которые предназначены для лечения онкологии и ВИЧ, можно найти... Прекрасный комментарий, кто у нас участница колдунья. Вот, можно найти препараты, которые совместимы с грудным скармливанием и могут быть альтернативой, да, то есть, например, большинство антидепрессантов современных совместимы с грудным скармливанием. Конечно, здесь у практиков возникают вопросы, да, потому что нужно понимать, как устроена лактация, да, потому что одно дело прописывать антидепрессанты, например, максимальной дозировки женщине, которая три недели, как родила ребенка, и кормит его только грудным молоком, да, и мы понимаем, что здесь риски для здоровья ребенка, для здоровья матери и там по количеству препаратов, которые может попадать, да, будет несопоставим, например, с ситуацией, где женщина, не знаю, кормит ребенка, которому год, и который ест всю остальную еду. Очень часто мы сталкиваемся с тем, что врачи по понятным причинам, да, если они, и психологи, если они специально этой темой не интересуются, они довольно мало знают о том, как вообще устроена физиология лактации, уж тем более, как совместим препараты, как они попадают в кровь, да, в каких количествах и прочее, прочее. В связи с этим отсутствием знаний, а еще с тем, что эти знания в основном доступны на английском языке, понятно, что энтузиазм психиатров в этом вообще разбираться, плюс это обычно считается такой не очень интересной темой, да, потому что одно дело, ну, ты какими-нибудь серьезными расстройствами занимаешься, а тут, как нам обычно говорят, какие-то мамочки в депрессии, ну, как бы, кому вообще это надо? Вот, очень понятно, что врачи тоже не готовы брать на себя какие-то риски, да, вот поиска таких разных специальных альтернативных вариантов, потому что известны, да, уже вполне себе ситуации, где врачи потом подвергают уголовным преследованиям даже за какие-то ситуации, где они вообще не очень на что-то могли влиять. Вот, но тем не менее, если вы психиатры и вы хотели бы разобраться в этой теме, тоже пишите нам, пожалуйста, мы планируем сделать курс с врачами, которые уже в этой теме чуть дольше живут, и они могли поделиться знаниями. Вот, что еще такого трудного, да, есть? Это история про то, что, как ни удивительно, личный опыт чрезвычайно сильно фонит в случае с послеродовыми расстройствами настроения. И это смешно, потому что часто, когда мы говорим об этом с коллегами, когда я привожу какие-то примеры, мне говорят, ну, это точно плохой психолог, или да это вообще психиатр такой, что вот вообще ужас, где он учился, да, и на самом деле мне здесь хочется всегда сказать, что чаще всего и психологи, и психиатры, да, это те люди, у которых тоже рождаются дети, у которых тоже есть какой-то перинатальный опыт, в том числе это может быть и опыт перинатальных потерь, и опыт травматичных родов, и много чего еще. И иногда бывает так, что вот в нашем и психологическом сообществе, да, и в сообществе психиатров не так уж много внимания этой теме уделяется. И это всегда что-то такое вот личное, что-то, с чем там надо самим справляться. И из этого рождаются довольно странные ситуации. Ну вот, например, там, за последнюю неделю я несколько раз в таком ситуации, где женщинам психологи рекомендуют или не рекомендуют рожать определенным образом или кормить ребенка определенным образом. Одни психологи говорят, надо обязательно кормить грудь, другие психологи говорят, не надо кормить грудь и перестань это делать. Здесь, конечно, понятно, да, что какие-то факторы личного опыта, ну, вклиниваются, может быть, гораздо сильнее, чем в других темах. Поэтому мне кажется, что если вы бы хотели заниматься поддержкой женщин в послеродовом периоде, то бывает очень важно как-то направить фокус внимания на то, как это для вас, да. Опять же, какие у вас есть у самих установки, убеждения, во что вы верите, да, что работает, а что нет. Потому что, к сожалению, ну вот это тоже не повышает, скажем так, желание женщин дальше обращаться за помощью, потому что иногда кажется, что все психологи, все психиатры такие. Так, а что еще мне хотел сказать? Ну вот что еще, да, бывают ситуации, когда послеродовая депрессия, либо другие, да, расстройства, в том числе, да, гораздо более редко встречающиеся, но встречающиеся после этого психоз, требуют госпитализации женщины. И здесь опять, да, для женщин, допустим, находящихся, вы знаете, в такой пограничной ситуации, где вроде бы хорошо бы, чтобы была госпитализация, но вроде бы может быть и можно амбулаторно, я думаю, все прекрасно знают, да, как это происходит, когда вот, допустим, нет четкой уверенности, что сейчас есть одно хорошее решение. В ситуации с послеродовой депрессией, естественно, да, возникает куча-куча других вопросов на тему, где будет ребенок, кто будет за ним ухаживать, а что будет там с привязанностью и прочее-прочее. И самый вот, ну, частый вопрос журналистов, например, это, Даша, скажите, пожалуйста, а если вот у мамы, ну вот нет семьи, нет друзей, у нее нет мужа, и у нее вот тяжелая послеродовая депрессия, и ей нужна госпитализация, а что же ей делать, да, как же ей быть, вот, а куда она денет ребенка? И понятно, да, что, ну, кроме детского дома, в общем-то, особо никуда. И с другой стороны, допустим, в Англии, в Америке и в некоторых других странах сейчас уже есть то, что называется Mother Baby Units, то есть это мать и дитя, отделение именно психиатрическое, куда женщины могут госпитализироваться с детьми, где они могут сохранять с ними контакт, но при этом, естественно, есть персонал, который ухаживает за ребенком, потому что очевидно, да, что женщине в тяжелой послеродовой депрессии это действительно крайне сложно. Вот. Что, наверное, вот из трудностей, я все, наверное, перечислила, вот вижу вопрос про статистику по суицидам, да, это важно. Когда-то, когда я в первый раз писала о послеродовой депрессии, это было для книги «Мама на нуле», очень тоже рекомендую, она не о ментальном здоровье, как бы вообще о феномене выгорания родительского, но тем не менее, я тогда первый раз наткнулась на информацию об исследовании в Англии, где выяснили, что, угадайте, какая главная причина смерти среди матерей. Вот та самая, ради которой эта конференция проводится. Суицид. И меня это поразило, потому что, честно говоря, я не ожидала, что может быть такая статистика. Я специально заглянула сегодня перед встречей, и в Англии проводили несколько таких исследований, и вот у них оказалось, что первое исследование, которое проведено было в 1997-1999 году, и где получилось, что в целом 42% смертей матерей связано с психиатрическими причинами, и вот 28% было связано с суицидом, и дальше там были переразировки наркотиками и трудностями с алкоголем. В 2003 году проводили аналогичные исследования, и оказалось, что, допустим, смертность от разных физиологических причин, от осложнений физиологических, связанных с беременностью и родами, она падает. А вот эта смертность остается такой же. И дальше такие исследования проводить стали в Америке, но опять, да, это очень сложно собирать такую статистику, потому что, например, в Америке только в 2003 году в, собственно, свидетельстве о смерти добавился вот этот вот вопрос, была ли она беременна, да, и там, когда она родила. Соответственно, всю эту статистику можно собирать стало вот в последние 20 лет. В России никакой такой статистики нет. И ждать, что она, скажем так, появится в какие-то ближайшие лет 10, я думаю, довольно сложно, потому что, чтобы такую статистику собрать, нужно поменять много разных вещей в ведомствах, которые, ну, прямо, скажем, мало заинтересованы в ментальном здоровье матерей, скажем так. Так, вот. Что, наверное, еще я хотела сказать важного, это что мы заметили из каких-то вот хороших штук в рамках проекта «Бережно к себе». Мы увидели, что работает для женщин в плане субъективного, да, по их ощущению улучшения состояния. Первое – это информирование, да, то есть как только появляется вообще какая-то повестка и массив информации о том, что так бывает, это не потому, что женщина плохая мать, что депрессия вообще лечится, да, что чем раньше ты начнешь ее лечить, тем быстрее можно оказаться в более здоровом состоянии. Это все очень сильно влияет на то, что женщины начинают вообще об этом говорить, об этом начинают говорить их родственники тоже. Второй момент – это нормализация вообще того, что после родов женщине может быть трудно, что после родов она может сталкиваться с амбивалентными, чувствами, что после родовой депрессии, в отличие от того, что сейчас последний год делают СМИ, да, они пытаются уравнять, после родовой депрессии равно женщина убила себя и убила ребенка, или женщина супер маргинально ведет себя по отношению к ребенку, да, вот последняя была статья в «Медузе» про там женщину, которая заперла ребенка в шкаф на неделю и что-то в этом духе. Вот очень важно бывает нормализовать, да, что после родовой депрессии может выглядеть вот так, вот так и вот так. И это не означает, что женщина плохая или что ее семья плохая. А еще кроме депрессии, да, бывает там baby blues, бывает тревожное расстройство, бывает трудной опыт родов, бывает ситуация с домашним насилием из кучи-кучи всего. Например, та же история с сексуализированным насилием, да, она, например, очень часто приводит к тому, что у женщины может быть чудесная беременность, у нее могут быть максимально гуманные из возможных роды. Но при этом сам процесс материнствования, да, например, тоже кормление грудью или уход за ребенком или просто количество тактильного контакта, которое обычно нужно младенцу, для женщины с таким опытом может быть очень мощным триггером. И если она не знает о том, как это все связано, да, и что это в ее ситуации скорее ожидаемо и нормально, она начинает мучиться очень сильно. Я не говорю уже о том, что есть, ну, очень специальные ситуации, да, например, есть такое, как бы, такое состояние, которое называется димер. Оно связано с тем, что во время выделения окситоцина для выделения молока, во время лактации, женщина вместо вот этих ощущений расслабления, доверия и прочего испытывает очень острую дисфорию, которая длится от нескольких минут до, там, не знаю, получаса. И когда женщины об этом не знают, они очень часто думают, что, ну, они ужасные матери, потому что вокруг себя, например, любят кормить ребенка грудью, а они испытывают острое просто раздражение и такое, как можно вообще с этим жить. И иногда женщины достаточно просто узнать, что так бывает, чтобы совершенно по-другому посмотреть, да, на картину материнствования, которая у нее есть в голове. Вот, что еще? Еще важна дестигматизация, потому что, конечно, как мы шутим, женщина после родовой депрессии – это супер бинго по стигмам, да, потому что, во-первых, она женщина, во-вторых, у нее какой-то потенциальный психиатрический диагноз, а в-третьих, она мать, да, то есть, ну вот, даже быть просто женщиной, просто человеком с психиатрическим диагнозом и матерью – это уже достаточно, чтобы со стигмой встретиться по полной, а здесь это вот сройное комбо. И, конечно, мы работаем над дестигматизацией, то есть мы очень много говорим о том, что депрессия не выбирает людей, да, что любая женщина может столкнуться с ментальными трудностями после родов, и любая женщина может искать помощи, что это тоже нормально. И, наверное, последние, да, вещи – это вот преодоление социальной изоляции, да, это тоже то, что дает, как мы выяснили, опытным путем для многих женщин прослушивание подкастов, потому что они часто говорят что-нибудь в духе «я иду гулять с коляской и включаю подкаст, потому что это удобно слушать, и мне становится спокойней, потому что я слышу какой-то голос приятный, вы озвучиваете те мысли, которые у меня были, вы рассказываете, какие могут быть решения, я узнаю, что может стать лучше, а потом стать хуже, или там я слышу, как могут мне помочь родственники, или я наконец-то разобралась в том, чем отличаются психиатры, психотерапевты, психолог, к кому мне надо идти, да, то есть это вот такие вещи, которые очень простые, очень, я бы сказала, даже банальные, но это то, с чего, ну вот как мы увидели, нужно начинать. И последняя вещь, которая, на мой взгляд, тоже работает для субъективного улучшения состояния женщин, это создание сообщества, причем это создание сообщества не только женщин, да, но и вообще любых людей, которым идея бережно к себе, она близка, и как оказалось, их очень много, нам пишут, например, комментарии «я child free, но мне интересно слушать ваш подкаст и читать там инстаграм», потому что эти идеи я применяю для своей жизни вообще в принципе. И также в сообществе появляются специалисты, и у нас есть даже такой, ну, условный термин, да, «бережно к себе специалист», то есть это, допустим, психиатр, который не падает в обморок от того, что женщина кормит грудью, который не будет советовать женщине накраситься, сходить на эпиляцию и лучше ухаживать за мужем, а то он от нее уйдет, или там, я не знаю, больше любить ребенка и перестать быть такой плохой матерью, а все-таки рассмотрит, да, что с ней происходит и чем он может помочь. Это сообщество психологов, которые хорошо понимают специфику именно перинатального периода и того, с чем женщина может столкнуться и в рамках родов, и в рамках жизни с младенцем, потому что там очень-очень много разных нюансов, связанных как раз с базовыми вещами, типа там сна, например. Вот. И еще один такой инструмент, который у нас появился, это онлайн-группы поддержки, они платные, но они довольно дешево стоят, порядка 700-800 рублей, куда женщины приходят в таком свободном режиме, и там находится специалист, который ведет эту группу поддержки, но обычно это может быть и психолог, и кто-нибудь другой. Но главная история в том, как работает группа поддержки, да, ну, я думаю, многие знают, что, опять, это не терапевтическое пространство в том смысле, что специалист берет на себя ответственность по планированию, да, терапевтических вмешательств или по предварительной диагностике состояния, да, клиента в группе. Это пространство, где соблюдаются все несколько правил. Возможность делиться личным опытом в рамках конфиденциальности, возможность не давать советы и не давать оценки, и вместо этого рассказывать о том, как это откликается внутри, да. И вот, как оказалось, такая базовая, тоже очень простая история, которую, ну, мне кажется, она близка к тому, что описывал Винни-Код, когда говорил про холдинг, да, и мы ее называем иногда такая питательная среда для мам. Это что-то, что, оказывается, тоже работает, и женщины очень часто говорят, что они совершенно не ожидали, что можно просто прийти, просто поговорить, да, не получив лишних советов, косых взглядов и удивлений, что как это ты не радуешься младенчику, или как это тебе тяжело, у тебя же есть пылесос, вот, и это уже может сильно улучшить их состояние. И, конечно, ну вот, наверное, раз я здесь оказалась на этой конференции, мне бы очень хотелось позвать к диалогу специалистов по суицидам, потому что этот вопрос возникает периодически, и хотелось бы, чтобы у нас были контакты, например, людей, которым можно передавать женщин, потому что, опять, вот, если говорить о матерях, то довольно часто, и также было с Людмилой Соколовой, да, это не история, что женщины скрывают свои суицидальные намерения, довольно часто это, наоборот, история, где женщина в течение недель, месяцев, а иногда лет говорит о том, что ей тяжело, что ей не хочется жить, да, причем вот часто это как раз звучит не как я хочу себя убить, а мне так плохо, у меня настолько нет сил, что я просто не хочу жить, это невыносимо. И это просто, ну, как бы проходит мимо, да, на это никто не обращает внимания, и чаще женщины говорят, ну, родила, терпи, и, ну, а что ты хотела, вот, быть матери тяжело. Вот, поэтому, если вы хотели бы в каком-то формате поучаствовать, пишите, пожалуйста, можно найти меня в Facebook Дарья Уткина, можно в Instagram Дарья Уткина Долова, можно написать нам на почту бережно к себе, postpartum.ru, собака.gmail, и я все эти контакты добавлю в презентацию, так же, как цифры, и статистику, и ссылки на исследования, вот, и ссылку на подкасты, на все остальное, чтобы можно было как-то в эту тему погружаться. Вот. У меня, наверное, все. Сейчас я включу свет, потому что чувствую, что я скоро во мрак просто выйду. Спасибо большое, Дарья Сергеевна, за подробную информацию и такой достаточно структурированный, четкий рассказ, изложение, объяснение, и, конечно, за ваш проект, за ваш труд для того, чтобы женщины после родов могли чувствовать себя иначе, понимать в случае необходимости, где и как им получить помощь, и за призыв к нашим участникам, к сотрудничеству, я думаю, действительно важно такие горизонтальные связи выстраивать, чтобы, как принято у нас еще с произведения 12 стульев, спасение утопающих у нас в стране, к сожалению, дело рук самих утопающих. Поэтому, конечно, мы не будем ждать милости ни от природы, ни от чиновников, а нам действительно надо объединяться для решения таких очень актуальных задач, особенно в такие непростые времена. Коллеги, есть ли какие-то вопросы к Даре Сергеевне? Я бы предложила, может быть, с теми, кто хочет пообедать, попрощаться, и с теми, кто в какой-то причине не хочет обедать. Взять ответственность на себя и прерваться, потому что очень многие не хотят с вами прощаться и хотят продолжения обсуждения, поэтому это волевое усилие кому-то придется сделать. Но такая возможность есть у нас полчаса на обед, но если у кого-то все-таки есть вопросы, кто готов пожертвовать вторым обедом, то как раз такой шанс появился. Были вопросы в чате, но, может быть, кто-то устно готов задать. Здесь есть Лилия, у которой поднята рука. Мы можем дать ей слово. Да, давайте. Лилия Садреева. Здравствуйте. Здравствуйте. Сейчас одну минуту, я попробую себя тоже слушать. Видно меня? Прошу прощения, у меня тот перфоратор чуть на рабочем месте. Эта система тоже затрагивает меня, и я хочу поделиться. У меня подруга-сиопат занимается этим вопросом. У нее есть исследования по поводу последствия посеродовой депрессии, и она говорит о том, что посеродовая депрессия является одной из причин, это вот травма полученного во время родов, там смещение, говорит, прям вот занимаясь с женщинами, там, в тресе, они корректируют так, как они делают, и вот родовая депрессия проходит. То есть это специалист, который работает в этом достаточно долго, более 30 лет. Прошу, извините, Лилия, просто сейчас дополнительные комментарии займут время. Если можно, вопрос к Даре Сергеевне, есть ли у вас? Как вы к этому относитесь вообще? Есть ли там место, вот, что физиология является причиной посеродовой депрессии? Именно вот травма в кресте. Есть ли у вас взаимодействие с этими специалистами? То есть вы имеете в виду именно физическая травма, травма родовых путей и точка зрения остеопатов на смещение крестца, позвонков или каких-то еще? Да, да, да. То есть я знаю некоторых психологов, которые взаимодействуют с остеопатами. Если есть это взаимодействие, если есть опыт работы в том числе, почему бы нет? Спасибо. Это на самом деле очень важная тема. И так как я работаю доулой, и параллельно у меня есть курс к родам, то есть о том, как быть ведущим курса подготовки к родам, я достаточно активный участник доулского сообщества и акушерского, и медицинского тоже. Конечно же, когда мы говорим о послеродовой депрессии, я встречаюсь с огромным количеством объяснений, почему именно послеродовая депрессия – это физиологическая история. И, к сожалению, у меня есть какое-то количество клиентов, которые приходят как раз в состоянии «я была у остеопата», «я проверила анемию», «я проверила щитовидку» и прочее, и что-то все равно счастье не наступило, и как-то мне грустно. Поэтому я, будучи включенной, скажем так, в это сообщество колдунь и остеопатов и прочих специалистов, которых не жалуют доказательные медицины, с одной стороны, принимаю, что для некоторых людей действительно обращение к не психологу и не психиатру тоже может быть одним из вариантов. Но мне кажется, здесь очень важно доносить все-таки информацию о том, что пока из исследований депрессии вообще, допустим, в Гумбольском университете есть чудесное исследование о том, что, похоже, на данный момент единственный метод, который показывает чуть больше эффективности, чем все остальные, включая бег и прочее, это психотерапия плюс фармакотерапия. Но вообще, похоже, что само решение, что, наверное, так как сейчас это не окей, мне нужна помощь и поиск этой помощи, это хорошая история. С другой стороны, я нахожу довольно опасным, когда люди без, скажем так, специального образования в области психического здоровья разбираются и диагностируют и лечат послеродовую депрессию. Потому что, к сожалению, да, обратная сторона этого, что психологи и психиатры крайне редко уделяют внимание соматическому здоровью. И бывает, что базовые анализы, связанные, допустим, с анемией, которые действительно очень часто встречаются после родов у женщин и дают такую вот картину абсолютного бессилия, что, ну, просто вот не могу встать, поднялась по лестнице, даже без коляски задыхаюсь, да. Да, это анемия. Но анемия не дает суицидальных мыслей. Дефицит железа с суицидальными мыслями не связан. При этом мы знаем, да, что дисфункция щитовидной железы в разных форматах может давать, да, депрессивные симптомы. И можно сколько угодно пить антидепрессанта, сколько угодно ходить на психотерапию, но если с щитовидкой есть проблемы, да, то пока они не уйдут, вряд ли что-то изменится. Поэтому я очень за то, чтобы уделять внимание соматическому здоровью, но я также очень за то, чтобы специалисты, да, каждые все-таки понимали границы своих компетенций. Потому что точно так же, когда психолог начинает говорить, да что там, это у вас не депрессия, это просто у вас гормоны, да, или там, ну, назначает, я не знаю, панель витаминов, которые надо задавать, возникают вопросы. Точно так же у меня возникают вопросы к остеопату, который лечит после родовую депрессию работать с крестцом, потому что, ну, понимаете, все-таки если мы вернемся к биопсихсоциальной модели, да, то, например, конечно, травмы, полученные в родах, если у женщины есть, да, и, например, то, как это влияет на ее качество жизни, ну, если у тебя что-то болит, да, например, поясница, нужно все время носить ребенка на руках, потому что, например, ей достался высокочувствительный младенец, да, конечно, это будет влиять. И да, конечно, если ей телесно станет лучше, ее симптомов будет меньше. Но мне кажется очень опасным, правда опасным, обратную зависимость видеть, да, что я починю тебе крестец, и у тебя пройдет после родовая депрессия. Или там у тебя исчезнет анемия и пройдет после родовая депрессия. Или там ты съешь капсулу из плаценты, и у тебя пройдет после родовая депрессия. К сожалению, так не работает. Более того, я могу сказать, что очень часто женщины, которым как раз соматически достались хороший опыт беременности, родов и материнства, когда они сталкиваются с депрессией у себя, они падают в яму еще глубже, потому что они придавлены огромным чувствам вины, да, им невозможно списать это на то, что да, это потому что у меня были кесаревые роды, да, это потому что меня там тошнило все 9 месяцев, да, а вот как бы все было хорошо, это я неправильно. Это очень часто такая картинка, которая возникает. И поэтому я за то, чтобы у женщины была любая поддержка, да, которая ей нужна, но я за то, чтобы каждый специалист работал в рамках своей компетенции, это важно. Ну, как я поняла, вы не знакомы с этим трудом, и вы к этому относитесь. Я очень хорошо знакома со стеопатией, и очень хорошо знакома со всеми. Но именно есть такие труды, которые подтверждают это, и там вот те, кто занимаются, не претендуют на то, что они лечат, они просто сопровождают и работают там основательные санаталы, там работают кучу времени именно в эту сторону с беременными, и в сторону зачатия, когда у детей не претендуют на то, чтобы лечить после родового депрессия. Просто есть такое исследование, и есть такие результаты, в том числе нету, в общем, претензий на то, чтобы отобрать чей-то ксептам или сказать, что мы колтуни, мы все это вот решим. Давайте пока откроемся. Я здесь... Возможно задать вопросы другим участникам. Спасибо большое, Дарья. Безусловно, болевой синдром, который может быть связан со смещением позвонков или нарушениями какими-то костей, действительно может давать и соматические причины для такого сочетания сниженного настроения на фоне соматической отягощенности. И спасибо за пример. Дарья Сергеевна, как раз вот такой сбалансированный, но научно обоснованный позиции, где вы все-таки пытаетесь показать, где корреляция, а где каузальность, где причинно-следственные связи, а где такие дополнительные факторы. Конечно, каждый случай индивидуален, и где-то действительно болевой синдром может выходить на первое место, именно соматической боли. Но все-таки, если мы рассматриваем депрессию как депрессию, то здесь нам важно учитывать и психосоциальную составляющую, которая пока из такой evidence-based медицины, научно обоснованной медицины, мы видим как ведущий аспект развития суицидальности, суицидальных мыслей и поведения, потому что действительно аномия или другие физические факторы играют здесь вторичную роль, скорее, поводов, чем причин. И тот же гипотириоз, который дает похожую на клиническую картину депрессию или псевдодепрессию, сниженное настроение в силу миксидоматозного отека головного мозга и сниженной такой энергетической составляющей энергии, очень хорошо купируется приемом триодтиранина, тероксина, буквально в считанные дни и недели. И вот диагностика между депрессией и соматическими причинами такого сниженного настроения и дисфункции, поведенческой в том числе, очень важна. Поэтому биопсихосоциальная модель – это как раз то, на что мы можем опираться, исключив соматические причины или купировав их, мы сталкиваемся с тем, что как раз психосоциальные причины выходят на первый план. Еще вопросы, коллеги, кто уже пожертвовал своим обедом, а раз вы уже пять минут с нами, то явно вы им пожертвовали, то это собственная ответственность за свой выбор. Есть ли еще какие-то вопросы к Даре Сергеевне? Я вот вижу вопрос о том, что можно сделать для профилактики в предрядовом периоде. И я, наверное, добавлю свою статью для журнала «Практический психолог», которая как раз была ровно на эту тему. Если кратко, то для профилактики можно, во-первых, оценивать риски индивидуальные, и они идут по нескольким осям. То есть можно смотреть, что вообще у женщины с ее психическим состоянием происходит в периоды гормональных всплесков. То есть можно смотреть, как начинались менструации, как проходила беременность, были ли какие-то, может быть, трудности с зачатием и прочее, и как это отражалось на ее психическом здоровье. Второе, можно смотреть на ее опыт, потому что опять мы знаем, что факторы риска для послеродовой депрессии – это разный трудный детский опыт. Третье, можно смотреть на факторы, которые добавляют ей устойчивости в настоящем. То есть мы понимаем, что, допустим, если говорить про социальные факторы, то, например, финансовая ситуация женщины очень сильно связана с тем, в каком состоянии она окажется после родов, не только потому, что это про неопределенность и банальное выживание, но также про то, какая помощь и дополнительная поддержка ей будет доступна. Например, может она взять послеродовую долу и помощницу по хозяйству, и нянь старшим детям, и при этом не жертвовать своим обедом. Может ли она обращаться, например, к частному доктору? Может ли она платить свои роды, которые стоят, например, в Москве от 150 до 300 тысяч в среднем, что немало? И такие вещи тоже важно рассматривать. И важно, конечно, знать психиатрическую историю женщины, и дальше планировать послеродовой период и планировать роды с учетом ее индивидуального опыта, индивидуальных потребностей. Здесь важно, наверное, в первую очередь подготовка к родам, связанная с профилактикой травмы психологической. И мы знаем, что директивные авторитарные подходы в плане подготовки к родам как раз-таки усиливают риски травмироваться самим опытом родов, которые часто непредсказуемы. И на данный момент есть исследования, которые показывают, что, например, КБТ третьей волны, все, что про mindfulness, достаточно хорошо применяется и для подготовки будущих родителей. И навыки mindfulness, собственно говоря, помогают сохранять все что-то в послеродовом периоде. Но я прикреплю тоже, наверное, презентацию в статью целиком, потому что там много любопытных исследований на эту тему. А если глобально, то да, есть какие-то вещи, где мы можем постелить соломки, что-то, что мы можем исходить из индивидуальных особенностей женщины и ее опыта предполагать и страховать эти все ситуации. Но предотвратить или избежать после родовой депрессии, конечно, невозможно, потому что бывает по-разному. Но вот женщинами, у которых уже есть, таких женщин становится все больше, потому что люди чаще начали обращаться за помощью. Вот поколение 25-30 лет, да, это очень часто женщины, у которых уже есть опыт приема антидепрессантов в какие-то периоды жизни, опыт работы с психотерапевтами, то тогда в зависимости от причин, по которым это происходило, женщина может выйти на контакт с врачом, если у нее сложился хороший альянс, и она довольна сотрудничеством, и подстраховаться заранее, например, для перинатального периода. Это может выглядеть так, что она посещает врача до родов, врач может выписать рецепты, да, которые у нее есть на всякий случай, дальше он онлайн находится с ней на связи, потому что, я думаю, все понимают, что в первый месяц после рождения ребенка с младенчиком приехать куда-то или оставить младенца довольно проблематично бывает для многих родителей. О, по поводу депрессии у отцов. Да, есть такая. Есть такая, да. Но мой любимый анекдот – это дорогая, мне кажется, у меня депрессия, но ты же даже не рожал, но я же родился, да. Еще вопрос был по поводу собственного опыта перинатального депрессивного роженицы, судя по всему, как концепт, который приводят в пример питерские перинатальные психологи. Видимо, стоит упомянуть Игоря Валерьевича Добрякова, он возглавляет секцию перинатальной психологии Российского психологического общества Санкт-Петербургского. Возможно, о нем и его коллегах идет речь. Но, может быть, устно, тогда, коллега, вы зададите вопрос, чтобы прокомментировать, чтобы стало более понятен контекст вопроса. Вопросы, слышат ли нас? Слышат ли нас сейчас? Готовы ли вы устно откликнуться? Просто, чтобы создать более понятный, такой прозрачный контекст, чтобы Даре Сергеевне было, не то чтобы проще, но четче направление задать для ответа. А может ли автор вопроса поднять руку? Есть такая функция в зуме? Есть у нас одна поднятая рука, но я не знаю точно, автор ли это вопроса. Хорошо, ну, можно пока другие вопросы рассмотреть в чате на выбор Дарьи Сергеевны. Я понимаю, что у нас еще минут 10 остается у следующего участника, и прошу извинить на всякий случай от лица организаторов за то, что мы вас так эксплуатируем, но поскольку люди откликнулись, если вы готовы еще 10 минут побыть с нами и ответить, то выберите, пожалуйста, вопросы. Спасибо большое. Да, конечно, я готова. Я всегда очень переживаю за людей, потому что как участник я не люблю, когда меня лишают обеда. Как спикер я такое очень люблю. Дома или на рабочих местах. Кто-то пишет в чате, как раз поддерживая вас, что мы уже пообедали или обедаем по всему, или во время доклада. Так что взрослые люди. Дарья, это мой был вопрос из школы будущих родителей. Это я с грабочего просто зума. Это Ирина Колганова. Я с вами знакома довольно-таки по многим вашим работам. Работаю коллегиально тоже в этом же вопросе. И очень часто общаюсь с Натальей Коваленко. Это как раз именно питерский исследователь, который, знаете, занимается вот этим вопросом. И сейчас была очень хорошая работа, представлена по поводу того, что она дала даже нам анкеты по поводу изучения женщины, именно ее личного перинатального опыта, и ее детско-родительского опыта. Я так поняла, что на ранней стадии развития лет до трех, до пяти девочки. И вот я эти анкетки, эти опросники раздаю своим беременным, то есть будущим мамочкам. И очень хорошо, вот по мне, так вот сейчас уже заметно, женщины подвержены риску этой послеродовой депрессии. Ну вот, не знаю, пока это на уровне исследований, но мне хотелось бы слышать ваше мнение, как вы вот к этому относитесь, и что, может быть, у вас какие-то наработки есть, что вы думаете по этому поводу? Спасибо. Спасибо за вопрос. Да, это, наверное, такая специфика еще российской перинатальной психологии. Тут, наверное, есть важный момент, что я, скажем так, птенец гнезда кафедры клинической психологии МГУ, и там немножко другой был подход и к проведению исследований, и к аналитике полученных данных. Здесь, мне кажется, важно, опять, то, что я действительно очень люблю доказательную медицину и во многом получаю информацию из англоязычных источников, так вышло, что, скажем, для меня менее актуальна история про вот это вот выявление, кто же подвержен послеродовой депрессии в предварительном формате, потому что, ну, честно говоря, мне кажется, это на уровне здравого смысла понятно, ну, примерно всегда. Да, ну, то есть, если женщине трудно во время беременности, если ей трудно с этой беременностью, то, наверное, ей будет трудно и послеродов. Тут как бы, ну, более-менее все очевидно. Мне, как специалисту в этой области, бывает очень интересно скорее найти какие-то неочевидные причины, потому что все-таки, да, я вижу, что, например, бывает, опять, из-за того, что я вижу очень много мам, да, в реальной жизни, не только мам с проблемами, но и мам, у которых, в принципе, довольно успешный материнский опыт. И это, мне кажется, ну, очень важным таким расширением картинки, да, потому что, допустим, если работать только психологом, который работает с женщинами, у которых депрессия, да, то есть, ну, большой шанс видеть ее везде. И я вижу, что довольно часто женщины с супердезадаптивным детским опытом, да, где домашнее насилие и прочее-прочее цветет, в общем-то, становятся совершенно чудесными по всяким тестам матерями, да. И наоборот, например, женщина с вполне себе таким нормальным, да, по психологическим меркам детским опытом может, например, столкнуться с репродуктивными трудностями. И мы знаем, что репродуктивные трудности – это довольно серьезный предиктор, да, того, как вообще будет у нее складываться все после родов. Вот, поэтому я очень аккуратно к таким вещам отношусь, потому что, на мой взгляд, от того, что мы, ну, скажем так, сообщаем женщине, да, что ты знаешь, ты у нас вот по тесту вообще так себе, наверное, мама будешь, да и твоя мама была так себе, ну, и научиться тебе материнскому опыту было негто, да. Мне кажется, это немного упрощающая модель, и здесь мне бывает интересно исследовать, ну, параллельно другие факторы, да, и социальные, и, например, вот для меня открытием именно в профессиональной области, которое произошло, ну, вот года четыре назад, была история с тем, как влияет опыт сексуализированного насилия на опыт родов и беременности. Опять, это произошло исключительно благодаря тому, что я как практик, да, в качестве доула сопровождала непосредственно, да, женщин в родах, и в какой-то момент у меня был год, где просто так вот совпало, да, что клиентский опыт был очень похожий, и пришлось в эту тему погрузиться, да, и сейчас, допустим, я вижу, как некоторые вещи, которые иногда описывают, описывают, как, скажем, опыт плохого материнствования, да, а у женщин с опытом сексуализированного насилия, но надо предположить, да, что, может быть, не самое лучшее было детство, но, например, их трудности с тем же грудным скармливанием, да, или с проживанием боли в родах бывают связаны не с тем недостатком, ну, скажем, хорошего детского опыта, в смысле вообще, да, а с тем повреждающим фактором, который заключен вот в этом травматическом опыте, да, в опыте комплексной травмы, и, ну, есть нюансы, да, например, того, как это происходит, допустим, у девочек из семьи, где их просто били, да, или где происходило сексуализированное насилие, в том числе в том, как практики материнства неорганизованы. Опять у меня про это есть целый курс, который сейчас запустился, и пока не будет повторяться, но будут записи, если это кому-то актуально, но мне кажется, очень важно, вот не рассматривать женщину и мать, как, знаете, такой контейнер всего неправильного, что может произойти дальше, потому что женщины включены в определенный контекст, и даже если мы говорим, допустим, о трудных отношениях, допустим, там, мамы с ее мамой, да, то, ну, есть же еще папы, есть сиблинги, есть расширенная семья, есть социальные институты, и из моего опыта, и опять из исследований, которые я вижу, оказывается, что это тоже очень сильно влияет на то, вот как раз какой потенциал адаптивности будет у женщины, поэтому я бы осторожно к таким вещам подходила, точно так же, как не могу не сказать, что, ну, вот само обращение к женщинам-мамочке, да, на мой взгляд, некорректно для специалиста любого, да, потому что это сразу же подчеркивает иерархический, да, статус, и обесценивает, собственно говоря, и опять-таки наклеивает ярлык на женщину, которая, ну, в общем-то, мамочка, она только для своего ребенка, и уж, безусловно, не для психолога, не для ведущей курса, и, ну, не для психиатра, и мы опять, да, знаем, как часто с этим сталкиваются женщины, вот, мне кажется, что здесь очень важно, ну, вот в теме именно работы с матерями прям взращивать в себе вот эту позицию, где мы можем видеть не мамочку, не мамашу, не депрессивную женщину, а где мы можем видеть, вот, ну, человека, да, у которого есть индивидуальность, личность, свои копинговые механизмы, и из этого работать. Мне кажется, очень сложно работать, когда мы из какой-то схемы сходим. Спасибо большое, Дарья Сергеевна. К сожалению, вынужден уже директивные волонтаристки подвести финальную черту, потому что у нас время будет сейчас для следующего завершающего докладчика, чтобы уложиться в регламент. Но, пользуясь возможностью, хотел бы сразу вас пригласить на следующий год на очередную конференцию, поскольку, видите, вопросов очень много, и они такой мост к тому, чтобы обсудить их на следующей встрече. И летом, надеюсь, все-таки снимут все эти социальные преграды. К нам должен приехать официальный институт БЭКО в лице директора обучающих программ института БЭКО, и будет семинар в Москве, посвященный когнитивно-поведенческой терапии хронической боли, темы, которую мы затронули. И в Санкт-Петербурге ПТСР, посттравматического стрессового расстройства, которая тоже сегодня была и вами затронута, и рефреном звучала в других докладах. И мы хотим провести такой форум предварительно этим семинаром, где тоже были бы рады и вашему участию, и дискуссии, которая могла бы на часть вопросов, поставленных сегодня, тоже дать ответы или хотя бы следующие раскрывающие какие-то комментарии, поскольку уже сложился, на мой взгляд, очень продуктивный диалог, плюс с конкретными формами в виде сайтов, ссылок, материалов, подкастов, которые будут, я думаю, полезны и для самих рожениц в послеродовый период, и для профессионалов, безусловно, чтобы давать такие рекомендации и возможности для своих клиентов и пациентов. Спасибо за приглашение и спасибо огромное за конференцию. Спасибо. Спасибо большое вам еще раз. И, коллеги, если кто-то хотел отдохнуть, то есть сейчас буквально три минуты для этого. Дальше у нас будет телемост такой с Нью-Йорком, с коллегой, которая уже несколько лет занимается этой темой, Лианой Алавердовой. Она автор книг и прозы, как раз пережив такой опыт потери близкого от суицида и посвятив себя волонтерству, посвятив себя проектам, в том числе сотрудничеству с Американским фондом превенции суицидов. Наша ассоциация тоже сотрудничает с этим фондом уже несколько лет. И мы хотели бы как раз сейчас Лиане предоставить слово. Лиана, вы на связи? Да, я вижу вас. Если можно, микрофончик. Ага, да, я на связи. Большое спасибо за приглашение. Для меня это большой почет. И мне очень почетно слышать, что я коллега. Хотя я не коллега, я на самом деле не профессиональный психолог. Но я волей судьбы стала интересоваться этим предметом. Ну, не как коллега в медицинском каком-то аспекте, а именно как коллега по социальным проектам, по вовлеченности в работу с людьми, которые пережили смерть своих близких в результате суицида. Да, да, спасибо большое. Ну, я тогда начну. У меня презентация такая. Сейчас я сделаю тогда шея-скрин. Ага. Вот шея-скрин. Ну, сейчас, минуточку. Шея-скрин. Вот, я сейчас покажу, где мы. Вот это шея. Вот. И... Окей, значит, я хотела опять же выразить вам признательность, вам и Алисе Ковпак особенно, которая вот меня пригласила так любезно выступить на этой конференции. Ну, причина, по которой я приобщилась к деятельности Американского фонда по превенции суицида, это то, что в декабре исполнится 16 лет, как покончил с собой мой единственный младший брат. И я... Ну, в общем, невозможно описать словами то, что переживают близкие, у которых кто-то покончил в семье с собой. Это страшная боль. И после того, как мы выкарабкались из этого омута, который, в общем, мы попали не по своей вине, не по своей воле, я поставила своей целью делать все возможное, чтобы помочь людям, оставшимся после суицида близких. Эти люди чувствуют себя беспросветно, безнадежно одинокими. Общество не понимает их, и даже самые близкие люди с самыми добрыми намерениями не знают, как к ним подступиться и как им помочь. Как вы знаете, суицид – беда международного масштаба. Около 800 тысяч человек умирает от самоубийства каждый год. По данным последним, каждые 40 секунд кто-то кончает с собой в мире. На одно самоубийство приходится около 20 попыток самоубийства со стороны других людей. Потом проводилась статистика такая, что каждый четвертый молодой человек думал о самоубийстве среди молодых людей. И еще ужасно, что каждый человек, у которого близкий покончил с собой, попадает в зону суицидального риска. Всемирная организация здравоохранения утверждает, что от самоубийств погибает больше людей, чем в результате вооруженных конфликтов. Теперь, как обстоят дела в Америке? Ну, в США от суицида погибает больше людей, чем в результате дорожно-транспортных происшествий. Это десятая причина смертности в стране. Вот цифры, вы сами видите, в 2010 году покончили с собой более 38 тысяч человек, и эта цифра растет. И я считаю, что еще тут влияет опиоидный кризис, потому что наркотики, наркомания – это тоже очень влияет. По данным, на 2018 год было 1,4 миллиона попыток самоубийств. К сожалению, число самоубийств растет и в России. Россия и Америка сопоставимы по масштабам трагедии. Только Россия находится в первой группе стран. Там еще и более часто происходит самоубийство на 100 тысячах населения. Там я смотрела статистику, там Гаяна, Лисота, затем Россия, потом Литва, Белоруссия на девятом месте, Украина на 14-м, Латвия на 16-м и США на 34-м. То есть, на самом деле, положение очень плохое. И многие страны занижают искусственную статистику самоубийств. И еще многие семьи не хотят признавать, что это суицид. Они как-то представляют, что это дело не в суициде, а просто случайная смерть. Ну, в Америке суицид признан общенациональной проблемой. Там существует как бы таск-фо, специальная задача бороться с этим. У них есть стратегия, государственная программа по предотвращению суицида. Все это замечательно, но, тем не менее, проблема суицида остается очень-очень актуальной. И есть целый ряд организаций, которые этим занимаются. Очень много организаций занимаются этим в Америке. Вы упомянули Американское общество о предотвращении самоубийств, самаритяне, потом Союз надежды, Alliance of Hope и другие. Вообще, по моим подсчетам, вопросами, связанные с предотвращением самоубийств и оказанием помощи уцелевшим, заняты не менее 180 официально зарегистрированных общественных организаций. И это не считая усилий органов здравоохранения, помощи психиатров и психотерапевтов, усилий частных лиц, создающих кружки, объединения, те, которые официально не зарегистрированы. Существует телефонное доверие 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, куда те, кто думает о суициде, могут позвонить, и с ними будут говорить опытные или психологи, или опытные волонтеры, многие из которых тоже потеряли близких. А помощь необходима на каждого погибшего в среднем приходится 8 человек, кого непосредственно и глубоко затрагивает эта смерть. Я думаю, что 8 человек – это самый-самый минимальный подсчет. На самом деле этих людей гораздо больше. То есть мы считаем членов семьи и близких друзей, но это может и друзья друзей, и знакомые, потому что все люди немедленно начинают спрашивать себя, а что я мог сделать, а почему я не предотвратила, а в чем я виноват. И эти люди автоматически попадают тоже в зону риска, потому что они были свидетелями того, как было нарушено важнейшее табу. Кто-то переступил из их близких или знакомых это. И это, как вы знаете, там Есенин, например, смерть Есенина, потом дальнейшие события, череда самоубийств после него. И этим людям тоже жизненно необходима поддержка окружающих. Теперь об организации, которую я составила, Американское общество предвращения самоубийств. Это очень большая организация. Ее отделение существует во всех частях Америки. И я, ну, несколько лет спустя после нашей трагедии, я стала постепенно приобщаться к деятельности этой организации. Если вы владеете английским, я очень рекомендую пойти на их сайт и познакомиться с разными направлениями деятельности. Там очень много полезной информации и в общем общедоступной, популярной форме изложены. 10 сентября, вы как бы знаете, Всемирный день предотвращения самоубийств. И последняя суббота, вот почему мы сегодня собрались, это последняя суббота до Дня Благодарения. Это Интернациональный день солидарности тех, кто пережил самоубийство близких. Сенатор Гарри Рейд в 1999 году был инициатором, потому что у него отец покончил с собой. И он стал инициатором этой затеи. Очень важная вещь. И, кстати, вот эту субботу я буду участвовать в конференции в Нью-Йорке. Буду фасиллит модератором одной из групп, связанной именно с теми, у кого братья или сестры покончили с собой. Одним из аспектов деятельности многих организаций, занятых оказанием помощи оставшимся в живых, является организация групп поддержки или самопомощи. Они чрезвычайно важны, так как состоят из людей, которые пережили самоубийство близких. Разработаны определенные правила поведения в этих группах, которые учитывают особенности полученной травмы и позволяют помочь людям наиболее чутким и гуманным способом. Ну, в Нью-Йорке, например, я говорю про Нью-Йорк, потому что я здесь живу, там есть, например, специальная группа поддержки для братьев и сестер, есть для родителей, есть общие. Ну, я веду общую группу поддержки. Встречи проводятся в очень теплой, сочувственной атмосфере. Всем предоставляется возможность сказать о себе, никакого давления, все предельно тактично, осторожно. Если группа организуется волонтером, а не психиатром или психологом, есть определенная доля риска, что модераторы группы не смогут распознать глубокую депрессию и суицидальный риск одного из участников. Однако я веду уже несколько лет свою группу, никто ни разу не... Ну, в общем, у меня не было такой проблемы, чтобы, слава богу, слава богу, пока не было такой проблемы, чтобы кто-то там пострадал из участников, и чтобы... То есть если бы я видела, что у кого-то серьезная проблема, это как бы complicated grief, не просто человек горюет, а еще очень сложно горюет, то я бы, конечно, постаралась этого человека направить в психологу или посоветовать, но таких людей... А в основном очень многие из участников, они и так ходят к психологам. Помимо этой группы, или им психологи советуют прийти в группу, это как бы дополнительно им помогает справиться со своим горем. И вот то, что бывают группы специализированные, бывает нет. Одна, например, женщина, которая потеряла сына, сказала, что я хочу только общаться с матерями, которые потеряли своих детей. Там другая женщина сказала, что я хочу только... Там вдова. Она сказала, только вот если вдова там или потерявшего партнера, вот я только хочу с такими общаться. Ну, то есть бывает. А бывает и что они ходят в группу независимости от типа потери, утраты. Значит, моя группа поддержки существует уже более шести лет. Я долго не решалась и искала, все думала, этим должен заняться. Или социальный работник, или психиатр, или психолог. В общем, думала, смотрела, кого-то приглашала, но не получалось, потому что, в общем-то, это работа же волонтерская, ее не оплачивают. И поэтому я воспользовалась возможностью, получила специальный тренинг, который давался онлайн в то время. Сейчас, по-моему, они не дают его. Вот этот же фонд по предотвращению суицида. Получила этот специальный тренинг и стала, значит, волонтерами, организовала эту группу. Ну, вначале пришлось трудно, потому что никто о ней не знал. Ну, американский фонд, они имеют в интернете список всех групп, куда люди могут обращаться. Люди смотрят, обращаются, и некоторые это делают буквально внезапно. Меня это поражает, между прочим, у американцев, что они тут же ищут группу поддержки. То есть мне, например, это не приходило в голову сразу это делать. И я всего два занятия посетила, два митинга, встречи посетила. Две встречи всего я посетила, когда со мной такое произошло. Но они тут же бегут, ищут или их знакомые, или друзья пытаются для них найти. В общем, эти группы, поскольку я работаю в библиотеке, я заведую одну из библиотек Бруклина. Это моя как бы работа, основная работа, которая меня кормит. А то, что я делаю, вот это волонтерство, это я делаю в свободное время. Но я таким, я совместила, воспользовалась тем, что я, у меня есть помещение, куда люди могут приехать. И я стала приглашать людей именно в библиотеку. Это было как бы вечерние часы, когда они после работы могут подъехать и поговорить. И, значит, я включила это как в список наших мероприятий. Это публично все, ничего тайного. Флайер сделаю, листовочку рассылаю. То есть, это люди знают о том, что это происходит. И когда люди приходят, я их приглашаю в комнату, там ставлю коробочку с бумажными платочками, там рассаживаемся. Мы садимся в круг, чтобы между нами не было никакого стола, препятствия, барьера. И я вначале представляюсь, говорю о себе, а потом каждый говорит, то есть я коротко говорю о себе. Моя задача в основном слушать и дать возможность им выговориться. Потому что я пережила утрату давно, это было почти 16 лет назад. И моя цель – показать им пример, что вот можно пережить такое и не согнуться, не доложить на себя руку, не дай бог. То есть продолжать жить с полноценной нормальной жизнью. Но это требует усилий, и это происходит не сразу. И вот я, значит, даже их собираю информацию о них, то есть им электронный адрес, их телефон, на случай в дальнейшем их оповещать о наших встречах. И потом правила. У нас есть определенные правила поведения в группе. Там целые 11 список, не знаю, стоит ли вам читать, интересно или нет. Ну, например, пожалуйста, приходите вовремя. Информация, которая делится в группе, строго, конфиденциально. Мы учимся лучше всего, когда слышим об опаде других, а не благодаря советам. Если вы хотите о чем-то узнать, пожалуйста, задавайте вопросы. Пожалуйста, не осуждайте других и не указывайте на ошибки остальных в мыслях и поведении. Уважайте мнение других участников. То, что не помогло вам, может помочь кому-то. Делитесь своим опытом, даже если он был неудачен. Вы сможете помочь кому-то избежать ваших ошибок. Уважайте горе другого человека. Не перебивайте. Дайте всем возможность высказаться. Старайтесь не доминировать в беседе. Не ожидайте, что другие решат ваши проблемы или дадут вам совет. Будьте открыты к идеям других. Дайте себе шанс. Если вам кажется, что первая встреча не помогла, пожалуйста, придите еще несколько раз до того, как решите, что эта группа не для вас. Бывает так, что иногда какие-то паузы возникают. Тогда я задаю вопрос как модератор. Давайте расскажем, что было самое трудное для нас после смерти любимого человека. Или мучаетесь ли вы чувством вины? Или как вы справляетесь с чувством гнева? Потому что, как известно, это очень ураган эмоций люди испытывают. Им очень трудно разобраться. Им кажется, что они какие-то ненормальные. Они сходят с ума. А как вот остальные? И благодаря тому, что они общаются, они понимают, что это не они единственные, которые проходят через подобные испытания. Но я хочу сказать, что, конечно, для модератора это немножко сложно в том плане, что это давно я веду. И мне хочется иногда, может быть, сделать перерыв или там воспользоваться помощью кого-то. Но у меня была помощница, сейчас она переехала в другой штат. Это, конечно, хорошо, когда есть помощник. Даже нужно, чтобы был второй человек, который пройдет соответствующий тренинг и который будет все это знать. И мне было с ней очень легко. Мы взаимодействовали. Ну, посмотрим. Вот это вот одна из проблем. Потому что вдруг я заболею или я не смогу. Кто будет вместо меня? Мне нужны тренированные волонтеры. Что касается самой группы, то ее состав меняется. То есть сейчас у нас, как вы знаете, COVID, вот эта болезнь. И поэтому мы прекратили все программы лицом к лицу. Но когда я узнала, что программы прекращены, я перевела группу в онлайн-формат. И, к моему удивлению, состав стал более стабильный, состав участников. И к тому же, потому что людям не надо приезжать на другой конец города далеко, издалека куда-то. Они могут в онлайн-формате вечером разговаривать. И раньше я собиралась раз в месяц. Теперь я собираю их раз в неделю. Вот вчера у меня была группа, было семь человек. В основном у меня бывают семь-восемь человек в группе. Но это нормально. Это все имеют возможность высказаться. Это хорошо. И встречи рассчитаны на один час. Когда я делала встречи в библиотеке, то это было полтора часа. Сейчас раз в неделю, я считаю, час достаточно. И вот недавно меня нашла девушка, которая в штате Тенниси находится, студентка. Прочитала мою книгу, я писала книгу о суициде. И она нашла ее, и сказала, что она ей очень помогла, и разыскала, и говорит, а вы не знаете группу поддержки? Я ее пригласила в свою группу. Потом женщина другая из Орегона со мной общается. То есть это вообще удивительно, как люди тянутся за помощью, и я стараюсь им помочь, чем могу. Но они друг другу помогают. Я им тоже говорю, что вы делаете благородное дело, вы помогаете друг другу. Вот есть правила, как организовать группу поддержки. Во-первых, Всемирная организация здравоохранения на английском языке у них есть. Вот я поместила эти ссылки. Потом Facilitator Training, вот American Foundation for Suicide Prevention, они тоже помещают это. И можно с Google Translate, если кто-то не владеет английским, перевести и заниматься. Лишь бы было бы желание. Вообще мое представление, что было бы желание, возможность появится, когда есть желание. И еще один вид помощи, в котором направление деятельности, это визиты и беседы. То есть это другой тренинг, я прошла в этом фонде американском. И это встречи, которые мы проводим на дому. Значит, там другое. Они заполняют специальную форму, которая есть в этом американском фонде. Там их подробно, тип утраты, кого они потеряли, когда это произошло, какой у них адрес, телефон, электронная почта, как они предпочитают связаться. И через домашний визит, или может быть по скайпу, или по фейсбуку, там я не знаю. Потому что есть разные возможности. Раньше этого не было, раньше только были домашние визиты. Теперь уже есть возможность другие разговоры по телефону, один из вариантов. И они нам дают эту информацию. Существует координатор в этой организации, который потом подбирает, предположим, кто-то потерял брата или сестру, тогда меня зовут. Если кто-то потерял там, там мать потеряла сына, там зовут другую женщину. Но в основном это не один человек приходит. Приходят обязательно два волонтера. Это одноразовый визит. Они приходят. И мы в основном, когда приходим, мы где-то час-полтора проводим с теми. Это может быть один человек в семье, а может быть несколько человек в семье, которые нас вызывают. Мы приносим ресурсы, разные брошюры о нашем обществе, рассказываем, какие существуют виды помощи, даем им возможность выговориться. И своим примером мы показываем, что можно нормально существовать, что можно жить, можно это пережить. И вот это вот важно. А потом дальше, если они хотят, они могут и в группе какой-то подключиться. То есть это все добровольно. Вот. Минуточку. Я тут забыла слайд. Вот. И координатор, я уже сказала, что после того, как беседа проводится, мы даем отчет. Это, в принципе, это несложная где-то страничка в интернете. Мы посылаем отчет волонтери под. То есть какие были проблемы, было ли все нормально. То есть можно высказать свое мнение. Это все нужно тоже организаторам из Американского фонда по предотвращению суицидов, чтобы они знали. По собственному опыту я скажу, что лучше всего, когда это проходит на территории, в домах у людей, которые пережили трагедии. Я пробовала другие варианты тоже. Один раз даже, это было у меня дома. Но это не совсем удобно. Потому что если я приглашаю человека, который потерял близкого человека к себе домой, и приходит другой волонтер, и потом этот человек не знает, сколько времени он проводит у меня и я же не могу ему сказать, а вот до свидания, уходите. То есть это неловкость такая. А когда мы приходим, мы уже контролируем время, сколько мы времени проведем у него. Потом еще вариант. Проводили как-то встречу в Данкин Донатс. Данкин Донатс, значит, пошли в кафе, потому что дома якобы ему было неудобно, якобы жена не хотела, чтобы... Ну, бывает, что члены семьи без понимания и сочувствия относятся. Говорит, а, говорит, хватит уже, сколько можно, пора уже через это пройти тебе. То есть поэтому получилось так, что мы вынуждены были с этим мужчиной беседовать в кафе. Я там и еще напарница, мы пришли, с ним говорили, но там шумно отвлекают, люди проходят мимо. То есть это абсолютно не та обстановка, которая нужна. И еще один вариант. Это было... Одна попросила, а можно в обеденный перерыв на работе? Мы подъехали на ее работу, там ей дали зал специальный, там место, где встреча. Но все равно это не то, потому что она чувствует себя, возможно, зажатой, она не дает выход своим эмоциям. Это все хуже. То есть самое лучшее, когда приходить домой к этим людям. Хотя это определенное, может быть, неудобство, риски, там зависит от того, какой район. Я понимаю, что это может быть не вполне хорошо. Вот. Теперь... Значит, я теперь следующее скажу о том, что я принимаю участие еще в одном виде деятельности, это поход для предотвращения суицида. Походы эти из тьмы к свету называются. И я собираю деньги на них. Фактически эти деньги идут на помощь организации. И они там организуют же. Это очень много тоже затрат каких-то определенных там. Я вам сейчас покажу, как это. Но это просто картинку я взяла с их сайта, потому что это важный такой этап. И на меня это в свое время оказало очень мощное, очень мощное воздействие. Я помню впервые, когда я пошла на такой поход, и когда я увидела массу людей, которые потеряли близких, поначалу произносится какая-то речь, кто-то говорит об этом. То есть это очень мощное психологическое воздействие. Вот. Ну, это я в 13-м году принимала. Я уже годами принимаю участие. Когда в Бруклине стали проводить, я почитала своим долгом участвовать в этом. Но это в Нью-Йорке в 13-м году. В свое время я сделала эти фотографии тоже. Я вам открою секрет. В 13-м году я выступала в Москве. Была конференция по социальной психиатрии. Они меня пригласили. Я тогда привезла эти слайды. То есть кое-что из этих материалов я повторяю. Но кое-что новое. И это было в 13-м году в Нью-Йорке. И видите, вот это майки для участников. Потом сердечки с их именами. Человек может написать имя или послание подвесить. Потом вы видите. Вот это out of the darkness. Это лозунг. И это лого и лозунг американского фонда. Это такие столы. Везде стоят участников. Столик для регистрации. Вот специальные бусы. Для каждого вида утраты существует возможность как бы идентифицировать, найти другого с таким видом утраты. Потому, например, оранжевые бусы это для братьев и сестер. Если я надела такие оранжевые бусы и вижу кого-то в толпе с такими же оранжевыми бусами, значит, я могу подойти к этому человеку и сказать, кого вы потеряли. Вот я потеряла своего брата. Ну, поговорить. Просто это тоже способ связи и взаимодействия. У них очень много цветов. Белый цвет для тех, кто потерял ребенка. Зеленый, у кого было желание покончить с собой. Красный – потеря супруга или партнера. Фиолетовый – потеря родственника или друга. Березовый – для тех, кто поддерживает человека, пытавшегося покончить с собой. Золотой еще есть, вот золотистый цвет. Утрата отца или матери. Серебряный – для тех, кто потерял от суицида полицейского или пожарника, словом, человека силовых структур. И, наконец, голубой цвет для тех, кто поддерживает борьбу против суицида. Значит, каждый берет специальные цвета, никаких бумажек, естественно, для этого не нужно. Просто человек подходит, говорит, что я возьму вот это, я возьму, это не имеет значения. Видите, их там целая гора, куча. Это дешевые, простые бусы, но очень помогают, как я сказала, да. Ну вот, видите, бесплатная вода, чипсы, потому что это поход. Печенье для участия. Вообще, американцы любят везде еду пихать, где только можно. Тут тоже еда. Хотя, фактически, речь идет о каких-то двух часах. Обычно регистрация бывает с 9 утра, в 10 утра начинается поход обычно, где-то он продолжается час. Но если кто-то не хочет пройти много, предположим, то это и не надо. Это все делается для внутреннего комфорта. Это каждый как считает нужным. То есть кто-то хочет пройти, там, предположим, был поход через Бруклинский мост, то есть туда-обратно. Кто-то хочет в один конец пройти, кто-то хочет туда-обратно пройти. Это все зависит от людей. Насколько у них физические силы позволяют им это делать, но сама символика, она довольно мощная. Вот. И вот еще покажу. Это собирались в Нижнем Манхеттане в Баттери парке. Тоже вот люди, палатки. Обычно это осенью бывает. И в октябре, где-то в сентябре иногда бывает жарко, иногда бывает прохладно, иногда бывает дождь. Не имеет значения. То есть не отменяется поход все равно. Вот это две девушки-волонтерки стоят с лозунгом. Это я познакомилась с такой, оперная певица тоже потеряла друга. Мисс Плюс Америка она. А вот это в этом году, значит, в этом году у меня бы стоял выбор передо мной. Или я ограничусь только виртуальным походом, к виртуальной встрече, или я пойду в настоящий поход. Поскольку это зараза, везде бушует. И я предложила своим членам группы, я говорю, вы хотите участвовать? Я вижу, что несколько из них хотят. Но раз они хотят, то я тоже посчитала нужным, как лизер-группа, участвовать в этом. Это у меня с 15-го года. Такая бронзовая команда. И вот девушка держит. Это девушка, которая потеряла у нее бойфренд, вот стоит рядом с ней, и его близкий друг покончил с собой. Вот они пришли. У меня не было другого плаката, поэтому я взяла за 15-й год. Но это, как вы видите, по этим маскам, это произошло именно в октябре этого года. Как раз вот эта арка Грен Армии Плаза, недалеко находится центральная библиотека. Ну, я поехала туда, и эта группа была небольшая. То есть нам дали... Вот это вот я стою в середине с этим знаком, справа стоит моя дочь. Вот эта девушка, которую вы видели тут. Вот эта женщина с собакой. У нее... Дочь ее покончила с собой на ее глазах. Причем ужасно. Дочь живет в Аризоне. Там мать приехала к ней. Это было ужасно, в общем. Она еще страдает посттравматическим таком. Травмой огромный. Посттравматический синдром еще. Вот. И она собрала тоже группу. Я собирала деньги. Ну, как собираются деньги? Я объявляю на Фейсбуке, и через интернет, если кто хочет. И они дают донейшн не мне, они посылают их фонд, американский фонд. Это идет туда. Например, я просто узнаю, что там кто-то пожертвовал, предположим, 10 долларов, кто-то пожертвовал 50 долларов. И потом общая цифра идет, и как бы мы соревнуемся, кто больше собрал. Но в данном случае вот эта женщина, которая была недавно утрата, она собрала где-то 2000 с лишним долларов через знакомых, друзей. Я тоже собирала. У меня вся моя команда вместе где-то полторы тысячи. Ну, тут деньги не важны. Важен сам факт участия. Вот это впереди женщина с коляской, ее бойфренд покончил с собой, за ней стоит другая, у которой дочь покончила с собой. Все люди, которые причастны к трагедии. И я что еще хочу сказать? Что можно делать очень много. Казалось бы, что ничего нельзя, но те люди, которые остаются, есть разные виды активности, в которых они могут принимать участие. Например, горячая линия, например, распространять брошюры, листовки, стать как бы спикером, выступать в разных организациях о предотвращении суицида. Можно писать, можно участвовать в этих походах, организовать группу поддержки. То есть это все возможно. Кому что по силам. Главное, что оставшимся в живых нужны поддержка и понимание. Им очень они нужны. И фактически преодолевается преодолевается изоляция. И люди помогают друг другу вернуться к нормальной жизни. И на это все нужно время и терпение. Значит, необходима, конечно, предельная осторожность и деликатность, потому что дело идет о людях с изранеными душами. И поэтому нужно держать себя в руках. Ну, это вот я перевела так. Мы не можем изменить мир для всех, но мы можем изменить мир каждого, с кем мы приходим в соприкосновение сегодня. Щедро дарите добро своей души. Еще есть такая цитата, еще мне понравилась. При рождении вам была дарована способность изменить чью-то жизнь. Не дайте пропасть этому дару. Ну вот, в заключении я хотела бы сказать, что вышла моя книга. Что можно сделать, когда сделать уже ничего нельзя. Издательство «Городец» его выпустило, эту книгу. Сейчас я тогда, да, я покажу вам контактную информацию, а потом я закрою скриншея и покажу этот веб-сайт, может быть. Ну, это московское издательство, вот только-только она вышла буквально на днях. И там я вот описываю много из того, о чем я говорила, я об этом пишу, я пишу о своей утрате, я пишу о том, как предотвратить приближающуюся катастрофу, какие знаки беды, как помочь оставшимся в живых, что могут делать волонтеры. Досылаюсь тоже на российский опыт, что делается в плане предотвращения суицида. Ну, в общем, она, я очень рада и очень благодарна издательству, что они это сделали, потому что мне кажется, что это важно. И у меня были предыдущие пара книг о суициде, но это были, предыдущие были более личные и более, как бы, никто их толком не видел. Одна вышла в Америке, другая вышла крошечным тиражом в 100 экземпляров, это фактически ничего. Ну, издательство «Новые возможности», я тоже им благодарна, что они это сделали. Называлась «Брат мой, брат мой». Вот, так что она очень крошечная. А вот эта книга я написала именно с целью, что могут сделать волонтеры. Почему так важно волонтерское движение в этом духе? Вот. И сейчас вот моя контактная информация, вот это мой имейл, если кого интересует, я открыта для беседы, для помощи, для советов, для коммуникации, пожалуйста, с удовольствием. Вот. Это значит, сейчас мне надо как-то стоп-ше. Вот. И еще я хочу на минуточку показать вам мой, мой это самый сайт. Вот. Вот как. Где это стоп-ше. Миночку. А, я хотела сделать, показать сайт, где у меня, но что-то не выходит. Ну да ладно. В общем, я благодарна вам, что вы меня выслушали, несмотря на то, что у вас был тяжелый длинный день, и все равно, хоть люди отсеялись, я понимаю, это невозможно столько докладов и такой длинный день, но вы меня все-таки выслушали, и я очень надеюсь, что в России тоже будет помощь погибшим. Честно говоря, однажды я пыталась организовать такой форум онлайн, то есть купила место на сайте, платила за него деньги, а потом этот сайт атаковали боты, и там произошла какая-то техническая ерунда, и в общем, я хотела, чтобы было место, где люди, пережившие суицид близкого, могли бы общаться. И теперь я подумала, что было бы хорошо, если бы какая-то организация, ваша или другая, организовала это на своем сайте, может быть, такой форум для людей, переживших суицид. Спасибо большое, Леона. Очень важная информация, и такой замечательный опыт, я думаю, что для многих коллег это было очень ценным, и действительно нам стоит продолжить такое взаимодействие и разные формы, в том числе, которые вы сейчас предложили. И спасибо большое, что поделились информацией о книге, только что вышедшей. Я думаю, тоже из нее многие смогут почерпнуть много ценного. И спасибо большое, что своим собственным таким человеческим опытом поделились, и это тоже очень важно и ценно. Коллеги, есть ли какие-то вопросы к Леане? Что-то кто-то хотел бы сказать устно или в чате письменно? Большая благодарность вам от очень многих участников. Конечно, не все смогли дождаться завершения конференции, но тем не менее шесть сотен участников вас внимательно выслушало, и я считаю, что это такое знаменательное завершение нашей конференции через такой практический опыт, через примеры, как можно организовать такие встречи, такие малые группы и такие важные действия, как выход из тьмы к расцвету, к свету. Это тоже очень символично, и вы свой опыт тоже описали, насколько это мощный инструмент, насколько групповое такое взаимодействие, коллективное, общее дело очень ценно. И такие детали по поводу браслетов тоже, я думаю, очень многие заметили, и мы будем стараться перенимать такой опыт. И те материалы, которые дает американский фонд, и то, чем вы сегодня поделились. Спасибо. Коллеги, кто-то откликнется, какие-то вопросы, в основном слова благодарности. Я думаю, что те материалы, которыми вы поделитесь, мы обязательно разместим как ресурс и участники нашей сегодняшней конференции, и в последующем специалисты, которые захотят этой проблематикой заниматься, смогут их использовать. и будут на связи, в том числе и с вами, и с нашей ассоциацией, и мы постараемся реализовать часть форм, которые сегодня затронули во время всей конференции, и которые в вашем докладе были. Ну, видимо, сейчас больше чувства, чем конкретные вербальные формы, то есть, это не столько вопросы, сколько благодарность вам, Леона. Спасибо, спасибо. Я тоже вам благодарна, что вы дали возможность мне выступить и поделиться тем, что для меня на самом деле очень важно, персонально важно. спасибо большое. Ну, в чате можно увидеть, сколько слов благодарности, поэтому мы скорее уже в такой вариант переписки и обсуждения, может быть, в письменной форме и подготовки к следующим встречам сделаем, как мостик между нами, между континентами, странами, особенно в этот сложный период и следующими мероприятиями. Вообще нужно, конечно, мне кажется, когда-нибудь организовать такую встречу вот людей, которые пережили суицид в России и, может быть, какой-то мост на самом деле сделать или что-то сделать такое. Было бы здорово, потому что они чувствуют себя изолированными, ужасно изолированными, эти люди. Я думаю, что как раз сегодняшнее мероприятие будет таким стимулом и для многих специалистов, у которых есть такие клиенты и пациенты и для самих людей, у каждого из нас какая-то история собственная, внутренняя, которые бы хотели принять в этом участие. И мы постараемся на все эти отклики отреагировать и каким-то образом в будущие форумы вложить энергию тех, кому это важно. Еще раз большое спасибо Лиана, большое спасибо всем спикерам, которые сегодня такие важные, интересные, структурированные доклады представили. И будем надеяться на то, что это вызовет резонанс у специалистов, на то, что они смогут использовать это в своей работе и на последующие встречи, на последующее общение и работу с горем, работу с утратами, работу с суицидальным поведением и работа по профилактике собственного выгорания в том числе. Спасибо, коллеги. Тогда позвольте на такой, я считаю, очень конструктивной ноте и практической части, которую нам презентовала Лиана, завершить сегодняшний продолжительный день активную работу. Большое всем спасибо, большая благодарность за эту активность, за то, что пришли, были с нами на протяжении всего этого периода и мы не прощаемся, мы говорим до новых встреч, особенно важных сейчас в этот сложный период. Поэтому следите за новостями на сайте нашей ассоциации, обязательно мы будем информировать о всех последующих мероприятиях и о конференции по суицидологии в следующем году в том числе. Спасибо еще раз, всего доброго. Коллеги, вот этот маленький такой вроде бы канал, окно виртуальную реальность, но насколько значимый в такой период, когда мы не можем увидеть друг друга очно, я считаю, что очень символично прошел сегодня насыщенно, наполненно и в том числе с таким эмоциональным откликом. Всего доброго. Василий, как наш технический помощник, тоже отдельная благодарность за включенность. Позвольте тогда Василию, который начал нашу сегодняшнюю перекличку и поддерживал всех очень принимающих и комментарии и объяснений по поводу звука, позвольте ему тоже передать почетное право завершить нашу конференцию нажатием технической кнопки завершения. Ему спасибо. Спасибо большое еще раз, Лена. Всем большое спасибо, всем до свидания и торжественно закрываю конференцию. Надеюсь, что все сохранили все ссылки, все материалы, если что, чат обычно сохраняется, кроме на компьютере. Спасибо.